Чтоб вас было слышно. Так, докладчик. Все, в целом все. Коллеги, начинаем совсем с маленькой задержкой. Доклад Марии Михайловны. Мощные звездные вспышки. Доклад приглашенный на 40 минут. За 5 минут я вам дам знать, что надо прорываться. Свет еще. Экран видно, да. Спасибо. Значит, мой доклад посвящен звездным вспышкам. Это событие, которое относится к нормальным звездам, которые вчера упоминались. То есть это звезды нижней части главной последовательности. В связи с тем, что и Солнце принадлежит этому же классу, то в основном это будут рассмотрены звезды, похожие на Солнце. Что касается тематики. И вот когда Ральд Евгеньевич Гершберг, классик этой области науки, узнал, что я делаю доклад, он попросил меня начать с того, чтобы сказать, что в этом году исполняется... Так. Да, да, да. Исполняется 150 лет со дня рождения Гершберг, Гершпрунга, извините, которому принадлежит, ну, честь, можно сказать, открытия этих явлений. Тогда ему было 50 лет. При этом они, будучи сотрудником Лейденской обсерватории, они сделали Южную станцию в Южной Африке, где поставили небольшой телескоп и основная тематика изучения переменных звезд. И вот через полгода примерно мы можем отмечать открытие первой звездной вспышки. Это была вспышка две звездные величины по... Тем не менее. Тем не менее. Значит, ну, вот, собственно, это... Это... С этого и начиналась наука. Дальше, ну, вот эта известная довольно картина принадлежит тоже Гершбергу и руководимым им направлению, который показывает диапазон энергии, которые встречаются на вспышках, при вспышках на красных карликах. Почему карлики? Потому что именно на этих звездах наибольший контраст, и они наиболее часто вспыхивают, демонстрируют вспышки. И было организовано несколько международных кампаний по мониторингу их блеска. И в результате этого отобраны вот полтора десятка звезд, наиболее изученных. Среди них они относятся к разным подклассам спектрального класса М. Тем не менее. Видно, что диапазон энергии – это более четырех порядков. При этом наиболее мощные вспышки наблюдаются в рассеянных скоплениях. Это Орион и Плеяды. Здесь они достигают величин 10 в 35 и 10 в 36. Правда, это звезды уже чуть более массивные. Это скорее ближе к же звездам. И вот в эту же картину вписываются вспышки на звездах Т-Тельца. Вот здесь приведено значение, которые были получены на звезде В-410 Таури, упоминавшейся Константином Николаевичем в понедельник, где вспышка длилась до 9 часов и достигала полной энергии в полосе В. До 10 в 36, 10 в 37, а то и выше местами. Здесь же представлены значения для солнечных вспышек, наиболее мощных – это вспышки класса Х и М по рентгеновской классификации, для максимума цикла. Видно, что распределение имеет тот же наклод. И в этом смысле можно было считать, что импульсные вспышки на поздних карликах имеют ту же магнитную природу, что и на Солнце. Теперь, если мы посмотрим ближе всего на наше Солнце, которое источник нашей жизни и опасности, и так далее, то можно сказать, что за инструментальный период, когда наблюдения регулярно велись, наиболее известная супервспышка произошла 164 года назад. Это карингтоновская вспышка в белом свете. Она вот, рисунок здесь приведен. И такого же типа мощные события, но все-таки почти никогда с тех пор они не были достигнуты, здесь можно привести несколько событий. Это февраль 1956 года, август 1972, марк 1989, июнь 1991. И одна из последних... Ну, вот 2003 год, очень мощные события. И одна из последних вспышек почти... Х-10 – это начало сентября 2017 года. Почти все эти вспышки приходятся на максимум циклической активности Солнца или на фазу спада в силу некоторых особенностей развития цикла. И здесь можно сказать, что вот на нижней картинке, здесь более темные – это как раз самые мощные вспышки классы Х, и они происходят именно в высоких циклах, то есть циклы тоже имеют разную амплитуду на Солнце, и наиболее мощные циклы, они характеризуются мощными. Сейчас я про Эрги я скажу. Значит, максимальная энергия солнечных вспышек в современном состоянии не может превышать 3,5 на 10,32. Вот значение, которое соответствует примерно Х-30-50. Но при этом косвенные данные позволяют оценить несколько событий, которые были, начиная в эпоху викингов и чуть ранее Средневековья. Это данные по дендрохронологии, по изотопам. И изотопы углерода и бериллия в полярных кернах. И можно сказать, что наиболее мощные явления в эпоху Голоцена, это последние 11 тысяч лет, оцениваются примерно в 40 раз мощнее, чем события 1956 года по количеству энергичных частиц. и практически на порядок выше, чем среднее современное солнечное значение для события, которые японцы недавно выделили в своих работах. Ну, если мы... Да, ну и ясно, что вот все эти проявления, геомагнитные и прочее, они выливаются на нас полярными сияниями, магнитными бурями и прочими проблемами. И вот это алармистское такое настроение создается в обществе, которое может влиять и не только на политику, но и на финансирование, и на технологии и прочее. Значит, ну, для начала я дам просто определение, что вспышкой считается нарушение устойчивости МГД-конфигурации, при котором происходит процесс трансформации свободной магнитной энергии до 10 в 33 эр, который накапливается за часы или сутки в активных областях и трансформируется, во-первых, в тепловую энергию плазмы, в кинетическую энергию нетепловых частиц, в электромагнитное излучение в широком диапазоне от радио до гамма и кинетическую потенциальную энергию макроскопических объемов плазмы, это выбросы, корональные выбросы массы и прочие течения, ну, и в том числе. Значит, здесь приведен, можно сказать, временной ход различных типов излучения, здесь жесткое излучение идет в самом начале вспышки, затем идет развитие оптического континуума от двух до трех тысяч ангстрем, что называется, белой вспышкой, и дальше радиоизлучение, заполнение петель горячей плазмы, мягкий рентген, ну и так далее. Значит, ну, эта схема самая простейшая, она сейчас модифицирована в более сложную, стандартную модель, которая вот пару месяцев назад докладывала здесь, на семинаре, Иваном Викторовичем Зимовцом, и в частности, эта схема примерно заимствована оттуда. Но я хочу сказать, что вот белые вспышки на Солнце считались очень редким явлением. Действительно, это наиболее мощный оптический континуум на фоне изменения его, на фоне яркой фотосферы, его трудно было регистрировать, и редко. Но с появлением спектральных ультрафиолетовых данных с высоким разрешением удалось построить, то есть нельзя было построить кривые блеска вспышки Солнца как звезды в этом диапазоне. Вот с появлением ультрафиолетовых данных на СДО, значит, вот люди успешно обработали 105 вспышек, и можно построить вот среднюю, это диапазон 1600 ангстрем континуум, здесь в области 304 ангстрем континуум, и вот здесь сравнение средних кривых блеска и импульсной вспышки со звездой Глизеяра С1243, это М-карлик, хорошо изученный и наземными, и с помощью миссии Кеплера и Тесса, и вот это поведение в Альфа, в Лайман Альфа, извините, по данным ГОЭС тоже, в общем, ясно, что вспышки имеют импульсную природу, в том числе и белые, и длительность их минуты. Извините. Значит, одно из немногих наземных наблюдений мощных вспышек на G-звездах, это преподнесло вот этот Next Generation Transit Survey Project во Власилии, обсерватории, где на звезде в течение 80 ночей наблюдалась звезда, которая вращается довольно быстро, G-8, вращение в 10 раз быстрее Солнца, и энергии оцениваются 5 на 10 в 3-4-й. Это большой компонент и поменьше вспышка вдвое более слабая. Значит, эта звезда достаточно молодая, и кроме нее они смотрели звезды до главной последовательности в Ирионе, наиболее молодые, с возрастом 4 миллиона лет. Это 4К-звезды и 12М-звезд. При этом максимальные вспышки на К-звездах достигали 5 на 10 в 35-й. Можно сказать, что это, в общем, достаточно большие вспышки, но они все-таки в пределах разумных для таких молодых звезд, настолько быстро вращающихся. теперь с появлением Кеплера, значит, поскольку действительно все, ну, как сказать, население стараются держать в состоянии постоянного изумления. И вот первые данные по Кеплеру, они звучали так, так что на Ж-звездах обнаружены вспышки с энергиями больше 10 в 36-й эр. И караул, значит, наше Солнце вот сейчас как выдаст такую вспышку, и нам всем будет очень так, либо весело, либо наоборот. Вот. И поэтому, значит, анализ вот этих данных вполне проведен, был довольно масштабный, значит, 6 лет летал Кеплер, здесь приведены примеры кривых блеска для М-карликов, значит, отмечается вращательная модуляция, на ее фоне возникает, значит, спайки, связанные со вспышками. Вот кривые блеска приводятся, и энергии здесь достаточно большие, оцениваются вот здесь до 10 в 34-й. Вот так ведет себя кривая блеска К-карлика, здесь тоже вращательная модуляция с гораздо большей амплитудой, но на этом фоне тоже выделяются вспышки, хотя они гораздо более редкие, то есть среди К-звезд всего 50% демонстрируют вспышки, среди М-карликов практически 100, а среди Ж-звезд это меньше 10%, вот кривая блеска достаточно, тоже вращательная модуляция есть, но при этом там масса дополнительных особенностей кривых блеска, которые, в общем, на этом фоне вспышки выделяются безусловно, но частота вспышек гораздо меньше. Амплитуда вот этих вспышек позволяет, и предположение температуры позволяет определить площадь запятненной поверхности. амплитуды в различных ситуациях достигают от 1,1 до 20% достигают, и периоды вращения от полусуток до 30 дней. Значит, довольно большое количество звезд при этом наблюдалось. Наследник Кеплера ТЭС, вот первые два года я привожу статистику, значит, там из 225 тысяч почти ФЖК и М-звезд только у 3% звезд наблюдались вспышки. При этом вот видно, что по спектральным классам вот здесь ФЖК звезды с вспышки вспыхивающих объектов довольно мало, вот М-0, М-4,5 звезды очень часто вспыкивают, и более поздние звезды вспыхивают несколько хуже, это более медленные ротаторы. Здесь я хочу сказать, что одно из тоже ударных сообщений было о том, что они на такой звезде, объект с непроизносимым координатами наблюдали вспышку 5 на 10 38 при этом по их входным характеристикам это была звезда 70 радиусов Солнца, то есть это гигант. Когда мы попытались посмотреть ее в других каталогах, оказалось, что это же 7 звезда с периодом вращения меньше суток. Пятый класс? Да, да, да. Нет, это по другим данным. Она есть, и в такой ситуации эта вспышка не превышает 10 в 35-й. Поэтому говорить о том, что вот какие-то сенсационные вещи, когда объявляют, надо всегда смотреть каждый персональный объект внимательно, потому что при ближайшем рассмотрении оказывается, что это либо не главная последовательность, либо двойная система, либо она еще на пути главная последовательность. Вот пример больших вспышек, которые дает ТЭС 2 на 10 36-й, это система РС Гончик в СОС с хромосферно-активными компонентами. И вот вторая система тоже примерно такой же энергетики, где кроме вспышки есть еще корональные выбросы, они регистрировали корональный выброс массы. Здесь тоже система субгигант. Ну и наконец вот несколько примеров ТЭС, которые мы получили анализируя активность близнецов Солнца, то есть звезд с очень близкими параметрами по температуре, гравитационному ускорению и химсоставу. И вот одноимпульсное событие действительно выглядит с разрешением 20 минут примерно так. 20 секунд эти секунды относятся вот к этому. Значит, видны хорошие импульсы, при этом вот мы отобрали несколько с нашей точки зрения больших вспышек, которые вот оказались также здесь вот три вспышки, допустим, из них вот это длится 30 минут, среднее максимальное длится 4 с лишним часа и последняя здесь вспышка это час. Максимальная энергия 8 на 10 в 33, то есть не превышает 10 в 34, как и предполагалось. Вот, казалось бы, довольно длинная вспышка, 12 часов. В оптическом континууме это баснословное событие. Очень сложно найти механизм, который поддерживает оптический континуум в течение такого времени. И пока этот вопрос открыт. здесь тоже энергия порядка несколько единиц на 10 в 33. И вот вспышка 21 час почти сутки и тоже энергия 10 в 33. 4 на 10 в 33. Ну вот статистика частоты появления вспышек по Кеплеру показывает, что чем звезда быстрее вращается, тем на ней более высокоэнергичные события происходят. Вот это общая кривая, вернее, она прямая здесь, это частота вспышек в зависимости от энергии. Здесь наверху нано-вспышки солнечные, микро-вспышки, и видно, что они в принципе образуют единую последовательность вплоть до энергии в общем достаточно высоких. Ну вот здесь уточнение о наиболее высоких энергичных событиях тоже не превышающих 10 в 35-й. И вот видно, что поскольку период связан с возрастом, то видно, что самые быстро вращающиеся звезды достигают высокоэнергичной, демонстрируют высокоэнергичные вспышки. Примерно такая же статистика была сделана по ТЭСу, которые практически уменьшили энергию максимальную наблюдаемую на вспышках, но при этом вот они говорят, что частота вспышек на солнечно-поднобанных звездах по-видимому выше, чем то, что дает Кеплер. Но при этом за последние два года они наблюдали только 11 событий. Так что говорить о частоте довольно сложно. Вот они собственно понижают каждый раз энергии. Вот видите, здесь даже не достигает 10 в 30. Ну и наконец вот зависимость периода вращения, вот периода вращения тоже частоты вспышек. Здесь видно, что ну вот есть молодые довольно энергичные в смысле вспышечной активности звезды, у которых вот периода вращения энергии вспышек мало меняется. Но при этом можно говорить о том, что вот анализ показывает, что все эти вспышки не превышают 5 на 10 34 терпи. При этом частота вспышек выше на более молодых звездах. Ну вот это примерно та же картинка, которая при этом показывает, что площади активных областей, то есть площади звездных пятен в долях солнечной видимой полусферы в зависимости от периода вращения. Здесь предел обнаружимости звездных пятен в силу чувствительности, здесь предельный размер для Солнца, и видно, что вот треугольнички здесь наиболее мощные вспышки свыше 5 на 10 34, они относятся опять же к звездам наиболее молодым вращающимся с периодом меньше нескольких дней. Оценки, которые сделаны солнечниками, чтобы показать, какую площадь должны занимать активные области на Солнце, чтобы получить энергию. 1032, это то, что реально наблюдается, 33, это уже для Солнца супер, можно считать, 34, на современном Солнце не бывает, а также 35 и 36 степень, это в полных энергиях, они в современном состоянии недостижимы. Далее, если вернемся к данным Кеплера, которые показывают энергию вспышек в зависимости от площади запятненной, от площади групп пятен. И здесь представлены все солнечные явления, которые наблюдались на протяжении 20 с лишним лет. И это звездная часть, которую давал Кеплер. И пробел этот, провал, можно сказать, связан с тем, что на Солнце нет вспышек выше, чем 1032, а все звездные миссии не наблюдают вспышки меньше, чем 1033, потому что в силу чувствительности там все в шуме тонет. Поэтому здесь градуированы площади активных областей, в результате которых можно оценить, какие энергии могут достигаться. При этом контраст, то есть разница между температурой пятна и фотосферы для Ж-звезды они оценивают примерно в полторы тысячи градусов. При этом площадь запятненности для Ж-звезд максимальная это 20% и 40% для М-карликов. При этом нужно сказать, что время жизни этих активных областей от 50 до 300 суток. То есть намного превышает периоды вращения этих звезд. Ну и дальше можно рассмотреть во-первых, как происходит, как можно оценить энергию при генерации солнечных вспышек. Значит, она зависит от магнитного поля, объема, где выделяется энергия магнитного поля и некоторому параметру, который связан, определяет долю свободной энергии, которая типа КПД, которая накоплена данной областью и может быть израсходовано в ходе диссипации на вспышку. Значит, этот коэффициент оценивался нами для Солнца до 15%, сейчас современные оценки дают 25% КПД, это достаточно и вот при даже завышенных полях солнечного пятна можно получить, что максимально возможное и размер области соответственно теперь треть радиуса можно получить максимально возможную энергию вспышки 3 на 10 32, то есть вот то, что мы говорили и раньше, так оно собственно и близко к этим оценкам. Поэтому и такие оценки реально возможны только при большой активной области, а не только пятна, чтобы рассматривались. Ну и далее вот возвращаясь к этой же картинке, вот мы подробнее посмотрели на эту солнечную часть, где представлены вспышки вот наиболее энергичные по рентгеновскому классу Х, они могут при площади запятненности вот в 0,1% и давать энергию 10 в 31. Если это будет 3%, то уже энергию 10 в 35 сделать можно, но таких площадей на солнце нет. И значит вот слабые вспышки здесь представлены, они от запятненности фактически частота вспышек не показывают никакой зависимости, в то время как вот для сильных вспышек зависимость существует. Дальше если мы вот этот коэффициент, этот параметр разложим на более детальные части, то вот этот член с площадью магнитным полем остается прежним, но здесь возникает вот высота области накопления энергии относительно доли площади активных областей, кроме всего прочего. и здесь можно сказать, вот дальше мы просто провели анализ при каких площадях, какие энергии могут достигаться уже на звездных, для случая звезд. И там на звезде при запятненности 3% пятно должно быть более компактным обычно, чтобы быть обнаруженным, потому что ну иначе просто контраста недостаточно будет. И при этом большую часть пятна занимает тень, где магнитное поле значительно сильнее. Мы провели несколько оценок во-первых границ тени и во-вторых магнитных полей в границах тени и в границах среднее по тени получается для солнечного случая в пределах 2 кГаус и на границе тени это 1 кГаус 1000 гаус и тогда в общем мы параметризуем вот эту оценку и дальше поскольку параметры не очень постоянные мы попробовали определить магнитные границы пятна и тени потому что пятна температурные и пятна по магнитному полю они все-таки имеют разные немножко и границы и площади и как оказалось не зря мы это сделали потому что вот в зависимости от запятненности ну вот как я говорила частота слабых вспышек не зависит от площади запятненности а при этом сильные вспышки показывают довольно существенную зависимость и она близка к теоретической здесь дальше вот мы используя наш анализ оценили примерно за там за 20 за несколько циклов 44 тысячи вспышек солнечных в рентгене из них значит x в этом диапазоне были x вспышки наиболее сильные m вспышки и послабее и мы оценили их энергию с тем чтобы можно было сопоставить с тем что происходит на звездах и фактически вот мы подтвердили прежний результат по современным данным что они вписываются в эту же звездную последовательность и собственно вот и дальше мы можем говорить о том что вот это максимально возможное что на современном солнце происходит дальше вот здесь у нас мы попробовали тоже сопоставить по данным Бердюгиной контрасты пятен температуры пятен для разных звезд здесь есть очень активные звезды это молодое солнце раннее солнце очень быстро вращающийся значит вот температуры пятен и магнитные поля которые для этих звезд измерены здесь Ека Дракона Абедорада Элько Хер и все эти звезды очень активные и в основном вот они там соответствуют молодому солнцу то что называется здесь видно что вот контраст температуры активных областей вот меняется от 500 градусов до почти 2000 для же звезд данные у Ека Дракона показывает чуть меньше значения но тем не менее под площадью тени на звездах понимается вернее под площадь тени а не всего пятна мы понимаем под активными областями на звездах ну и дальше мы провели оценки вот этих параметров которые позволяют для солнца и для звезд оценить полную энергию вспышек и вот благодаря им нам удалось поставить вот новое ограничение на то что происходит на солнце вот диапазон который значит разброс энергии максимальных вспышек на солнце и для же звезд и таким образом вот эта верхняя часть рисунка она у нас становится гораздо более ну что ли похожей друг на друга здесь наклон фактически сохраняется это вот ну разброс связанный с нашими параметрами вот это солнечные это вот звездные данные которые мы использовали и при этом мы можем утверждать что здесь этот же примерно кусочек если мы развернем наш рисунок где площадь поверхности был связан с периодом вращения то можно говорить о том что запятненность определенно связана с возрастом и мы видим наиболее мощные вспышки на звездах где запятненность максимальная это в общем до 10% и все остальное это звезды более более пожилые и вот в заключении также это известная картинка которая вызывала данного автора который в общем хорошо ориентируется в Сакурае в солнечных и звездных вспышках при этом он показал что вот есть такая последовательность для солнечных вспышек вот такая последовательность для данных которые дают Кеплер и якобы мы не можем их совместить но при этом если мы проведем действительно одну прямую линию то можно сказать что и звездные и солнечные вспышки в данной ситуации имеют примерно одну природу но при этом вот объяснение наиболее мощных событий оно сводится к поискам возможных отличий механизмов генерации магнитных полей возникновения гигантских пятен с площадями на 2-3 порядка превышающими предельное значение площадей солнечных пятен такие условия вполне могут быть реализованы на быстро вращающихся звездах которые более молодые там может быть реализован другой режим динамо и здесь на этом пути есть некоторый оптимизм что можно будет справиться с вспышками которые пугают людей но не надо бояться да а пугают не зря потому что 24 апреля в москве было полярное сияние а вспышка это была всего класса c то есть достаточно слабая но при этом она была расположена так удачно с нашей точки зрения что вся ее геоэффективность была направлена точно на землю на средней широты потому что керингтоновская вспышка она до кубы до кубы полярное сияние были очень яркие на кубе но сейчас вот по крайней мере так что вот спасибо за внимание спасибо большое не пришлось пока конечно кончается время то есть у нас нет я старалась есть время на вопросы пожалуйста а спасибо мари за доклад а вот у меня такой вопрос значит вот очень часто в астрофизике в разного рода таких исследований фемиологических строятся такие многомерные как говорят фундаментальные плоскости и такого рода вещи вы показывали все время двумерные картинки а вот нет ли чего-нибудь такого многомерного где все выстроится в одну тут пробовали такие вещи делать нет нет мы нет здесь нет много параметров для такой степи известно нет ну это же ну не пробовали спасибо марио михаловна у меня два вопроса первый все-таки какой мощности максимальная вспышка возможно на солнце 3 на 10 32 5 на 10 второй вопрос какой надо провести обзор чтобы заполнить вот ту щель между солнцем и далекими звездами более глубокий кеплер сделать или что-то ну я даже не могу сказать чувствительность кеплер чувствительность там просто уровень да не матрица наверное а еще что-то приемщик да ой много людей давайте спасибо за доклад у меня вот вопрос к последнему вашему графику там где распределение функций по энергии вот и вопрос такой во-первых вот это вот это вот это во-первых если можно написать какую-нибудь функцию реальную это первая часть вопроса вторая часть действительно есть бимодальность бимодальность в чем распределение вот то что у вас два кусочка это просто отсутствие данной это отсутствие данной это я понимаю но вот нет то есть пока нельзя говорить о бимодальности и ни на чем она не основана понятно а функции как а это минус минус 2 минус 2 для солнца минус 1 то есть это да на самом деле больших энергий она должна быть другая если они будут очень большие энергии там посмотрим понятно можно набраться на 5 лет воспользоваться своей тем что я веду и задать вопрос мы когда занимались вспышками на 410 у нас их было немного там 4 мы собрали все мы собрали все что есть вместе и попробовали посмотреть есть ли корреляция вспышек на фазовой кривой блеска запятненной звезды а поскольку вы показали много современных спутниковых данных у них очень подробное наблюдение есть ли какие-нибудь данные о том вспышки происходит на каких-то конкретных фазах или это нет ну это же массовая обработка они детально не смотрят это надо конечно смотреть значит Кеплер обрабатывал 100 японских первокусников которые они сказали у вас время много ребята дерзайте вот они надерзали значит народ до сих пор разгребает ТЭС обрабатывает китайцы не знаю каким количеством но настойчиво очень некоторые у них там есть фокусы более того есть статистика и у вас были не только минимуми но на подъеме и на спать ну понятно это вполне может быть еще один вопрос давайте будем все-таки дальше двигаться Мария Михайловна вот вы интересный факт сообщили что запятненность принципиально важная для больших вспышек то есть размер группы пятен определяет большие вспышки а что вы можете сказать по величине магнитного поля вот есть ли измерение конкретные измерения на конкретных звездах которые могли бы нам сказать о предельных причинах магнитного поля как они связаны здесь немножко смазано но неважно значит вот измерение магнитных полей звезд да здесь разное здесь здесь вот это да это заимановские измерения это кочуховые работы они значит называются скрытые магнитные поля молодых солнц работа очень хорошая и она показывает что в этом поле заключено не более одного процента полного магнитного потока полной энергии магнитного поля вот в том что измеряется а то что неизмеренное а то что ничего нет того не подарит в том числе я говорю а мелкомасштабное значит магнитное поле нет наоборот я на более концентрированное я смотрю по цифрам они чуть больше чем на солнце в принципе то же самое да 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 вот филинг фактор это не среднее поле это не продольное поле это вот килогаус и вот филинг фактор пожалуйста вот произведение вот оно вполне не противоречит никаким да но это звезды это очень молодое солнце то есть это когда солнечная система только начиналась так очень увлеклись начали поздно я нажимаю волшебный за три минуты я вас предупрежу что здравствуйте дорогие коллеги я очень благодарен аркомитету за создание возможности выступить на этой конференции и мне двойне приятно что эта конференция происходит в Гаиш где проходили мои молодые годы в храме науки можно сказать теперь кратко о моем докладе значит здесь я постараюсь сказать вам о результатах полученных по исследованию звезды боевых ребека АЭС 310 значит я коротко коснусь следующие моменты значит общая информация о звезде потом результат фотометрических наблюдений особенности изменения цвета и блеска результат фурии анализа а также результат спектральных наблюдений всем известно что ранней стадии эволюции звезды делятся на несколько типов которые доступны значит визуальной области наблюдений это в первую очередь маломассивные звезды типа тетельца в которых массы значит здесь указано 0,3 2,5 в пределах первооткрыватель Джой имеются подгруппы молодых звезд классические и звезды которые уже потеряли свои диски значит активность у таких звезд делится тоже по физическим свойствам делится на дисковую аккрецию ветер а также хромосферная активность среди звезд более массивных это звезды подгруппа звезд АЭБ и Хербика в большинство работах значит указывается предел массы 2,5 10 12 иногда верхний предел массы первооткрыватель Хербик в своей классической работе показал что верхний предел этих звезд массы должно быть где-то порядка 10 масс Солнца но на самом деле позже последние исследования показали что среди таких звезд есть очень более массивные звезды и значит многие свойства этих звезд пока еще неизвестны то есть исследования очень важны в этом направлении имеется две подгруппы звезд Хербик АЕ и Хербик ВЕ почему они разделены потому что поскольку классические звезды типа Тетельца имеют обладать дисковой аккрецией для них разработан хороший механизм модель объясняющая их физические свойства это модель магнитосферной аккреции но в то же время для более массивных молодых звезд Хербик такой модель работает или не работает пока еще не совсем ясно более того количество классических звезд типа Тетельца достаточно много их количество сейчас известно более тысячи а массивные молодые звезды известны всего по последним данным Гая включая эти данные получается около 300 что-то в этом районе 320 вот так год и поэтому вот эта малоисследованность не позволяет говорить есть ли верхняя граница массы звезд Айбэя Хербика который пока еще содержит феномен Айбэя звезд или оно где-то в каком-то этапе эволюции рассыпается то есть тиск рассыпается и она превращается просто обычные оба звезды вот значит вот и здесь показываю работы в которых есть список более массивных Айбэйз звезд то есть Бэйз звезд вернее сказать А теперь конкретно перейдем к нашему объекту эта звезда считается одна из массивных Бэйз звезд здесь на этой таблице я накопил вся всю информацию можно сказать то что известно по литературе по этой звезде значит видно что здесь звезда достаточно сложная она имеет в видимой области блеск 13 величину и значит исследования по ней выполнялись достаточно мало и полученные результаты часто не соответствуют друг другу или противоречиво вот окружение звезды значит по ДСС архиву по ТУМАС и по видимой части вот обычному поломорскому атласу видно что звезда имеет достаточно сложное окружение это область H2 здесь куча звезд в окружении самой звезды и на самом деле при фотометрировании я чуть позже расскажу такая вот сложность не не видна не незаметна по отдельным фреймам мы фотометрию выполнили нашим телескопом C600 поле 17 минут значит фотометрия была выполнена в течение нескольких лет начиная с 2016 года по 22 год и накоплено определенное количество результатов от графики которых приводится временная зависимость блеска особенно большее количество измерений в полосе видим что происходит интересная вещь звезда практически всегда имеет более постоянное состояние блеска но часто в течение сезона являются такие вспышечные проявления изменения блеска стрелками показаны даты при которых было выполнено спектральное наблюдение звезды вот каждое скопление точек это один год и что интересно видно что в 18 году амплитуда изменения блеска максимальная сначала она монотонно растет от года в год потом постепенно уменьшается и удачно получилось так что мы наблюдали спектры на ветве падения амплитуды блеска вот цветовые диаграммы видно что при ослаблении блеска синий цвет увеличивается то есть и поярчание происходит синим цветом а в красных ослаблением а в красных вот теперь значит судя по таблице большинство авторов берут спектральный класс звезды главной звезды либо B1 либо B2 исходя исходя из этого мы попытались определить параметры по минимуму и максимуму блеска и очевидно должно быть там соответствовать два значения покраснения вообще-то сложное большинство сложности авторов состоит именно в этом что точно невозможно определить межзвездное покраснение вокруг звезды и нам определено это состояние как активном состоянии и значит слабом состоянии и получается значит два значения бестозного покраснения и по нему соответственно два значения максимум соответствующим максимуму и минимум абсолютную величину и естественно если поставить эти значения в диаграмме Гершпан-Грессела то есть эволюционной диаграмме то мы получим состояние звезды в двух точках это более активном и пассивном состоянии то есть нормальном состоянии и при этом массы определено как 10 и 22 а возраст гораздо меньше чем 500 тысяч лет теперь фурья анализ фурья анализ выполнен и показан что периодов никаких фотометрических исследований нет наши спектральные наблюдения выполнены на спектрографе оак с низким разрушением и получены такие здесь я показываю примеры значит и детали спектрографа здесь обычный стандартный звезда это кривая реакция аппаратуры значит кривая дисперсии для разных состояний самое главное здесь очищение фонового атмосферного загрязнения и рассеяния светового спектрографа это мы делаем увеличивая высоту щели и получая одновременно со спектром звезды спектр фона таким образом удается очищать все это это примеры разных звезд сравнение со стандартными звездами и вот конкретно по нашей звезде мы получили что здесь очень чистые линии гелия и водородные линии имеют довольно значительную эмиссию вот значит линия аж альфа видно что первая спектрограмма она очень заметна эмиссии во втором последующих да аж бета по шпажин аж альфа и так она мощная правда она тоже меняет свое значение эквалентная ширина аж гамма здесь имеет слабую эмиссию а в последующих спектрах она менее заметна теперь параметры смотрим вот по графикам лучше смотреть видно что в начале мы имеем значит большие значения эквалентных ширин постепенно она становится пологим то есть слабее это соответствует как раз первые активные состояния эквалентной ширины когда эмиссия сильная а дальше когда она ослаблена но поскольку водородные линии загрязненной эмиссии лучше исследовать линии гелия и по линиям гелия мы посмотрели что есть аномалия в значениях линий гелия поскольку значит вот по модели если сравнить для звезд главной последовательности мы на самом деле два варианта мы проверили и также для звезд гигантов наиболее подходящая температура получается как раз соответствующая спектральному классу В2 В1 В2 вот так и вторая когда в спокойном состоянии мы получаем температуру примерно от 1700 Ну вот таким образом я одну минуту только попрошу значит мы конкретно имеем факты что звезда бывает в активном состоянии эмиссии и бывает в слабом состоянии в активном состоянии оно показывает эмиссионный спектр а также аномально большие значения эквивалентно шириной линии гелия хотя в линиях гелия эмиссии никакой не наблюдается в спокойном состоянии спектр звезды становится нормальной в линии гелия как бы приобретают нормальное состояние соответствующей звезды температуры 17000 кельвинов это еще мы берем на внимание один факт что значит раньше было отмечено в работе что звезда имеет слишком необычно узкие эмиссионные линии которые не обычны для звезд ферберга обычно у них широкие линии бывает учитывая эти факты мы считаем что это звезды эмиссия которая наблюдается это проекция значит газа в каждой области на самом деле звезда не обладает возможно диском потому что и гелия там никакого эмиссии нет вот основные заключения нашей работы и вот спасибо всем за внимание у нас остается очень мало времени для следующего докладчика или для нашего чая поэтому прошу один вопрос какой-нибудь интересный давайте простите уже пошел один у нас из зала вопрос очень простой там насчет возраста там был список а возраст как определяется вот звезд херберга там это же звезды доголовно посмеется там какой нульпункт есть есть специальная ну я показывал там диаграмму это собственно из этой работы эволюционные треки разработаны авторы там указано я не помню по ним мы только определяем это зависимость массы и самое время то есть возраст они использовали стандартные диаграммы эволюционных треков о которых я вам говорил ну нольпункт это к авторам разработки этих диаграмм авторы статьи используют готовые расчеты и был вопрос кто-то хотел задать вопрос можно чтобы я знал давайте если у нас получится вы меня слышите слышим очень плохо да попробуйте пожалуйста мне у вас короткий вопрос вы пышечный активность связан с пятницей для этих объектов понятно вы знаете мы не понимаем давайте вы потом с автором спишетесь или увидитесь и зададите этот вопрос простите мы не понимаем ладно что технически перехи нас извините пожалуйста потому что у нас время очень спасибо еще на работе следующий доклад у нас Мельников Виктор Петрович с коллегами и суп торрогерцовое излучение солнца и звезд 15 лет здравствуйте дорогие коллеги сразу же отвечаю на ваш вопрос суп торрогерцы это так называемый субмиллиметровый диапазон то есть меньше 1 миллиметра все понятно так мы выполнили эту работу совместно с Юлией Алексеевной Горбачевой из Нижегородского университета и план такой сначала я хочу кратко рассказать про суп торрогерцовое излучение вспышек на солнце о них известно уже достаточно много и затем остановлюсь на суп торрогерцовых вспышках на карликовых звездах собственно они открыты вот совсем недавно идут очень свежие публикации затем обсудим механизмы суп торрогерцового излучения вспышек ну и что можно в принципе из суп торрогерцового излучения узнать о вспышках вот так выглядит временной профиль суп торрогерцовой вспышки на солнце это вспышка класса Х очень мощная вспышка там энерговыделение было порядка 10 в 32 можно видеть что она достаточно длинная это несколько минут длится и интенсивность излучения вот здесь 20 тысяч единиц солнечного потока то есть это очень-очень большая вспышка это редкость на солнце мощной считается вспышка тысячи единиц солнечного потока когда 10 тысяч и более это очень крупная вспышка она наблюдалась в Бразилии вернее в Аргентине на бразильском субмиллиметровом телескопе вот руководитель этой группы Пьер Кауфман они длительное они длительное время наблюдали но до сих пор подобных вспышек было зафиксировано где-то около 20 спектры таких вспышек имеют либо максимум в микроволновом диапазоне и такой постепенно спадающий спектр на субтерагерцах причем вот измерения проводились на двух частотах 200 гигагерц и 400 гигагерц вот здесь видно что спад наклон отрицательный но в некоторых случаях тоже в очень мощных вспышках наблюдается положительный наклон то есть на 400 гигагерц поток заметно больше чем на 200 гигагерц и это вот как раз для солнечных вспышек основная загадка предложено несколько механизмов вот таких субтерагерцов вспышек первое это синхротронное излучение электронов от компактного источника собственно вот этот низкочастотный завал он происходит за счет самопоглощения в источник когда источник становится оптически толстым на низких частотах второй механизм это тепловое тормозное излучение из оптически толстого источника ну и как сейчас стало ясно что он не работает для основной импульсной фазы вспышки вот скажем вот для вот этой центральной но хорошо работает на послевспышечной фазе это вот после 19,49 для этих вспышек затем был предложен Черенковский механизм излучения электронов ускоренных в хромосфере это должны быть релятивистские электроны на границе хромосфера фотосфера возможно мощное такое излучение но это вот единичная можно сказать статья в которой эта идея была высказана насколько я знаю более подробный анализ в сочетании с данными наблюдений не проводился и четвертый механизм это плазменный механизм радиоизлучения генерация плазменных волн в хромосфере это когерентный плазменный механизм когда пучок электронов возбуждает электроны с очень высокой концентрации до 10 в 14 даже до 10 в 15 но для того чтобы такие электроны получить вот эту хромосферу которая в основном нейтральная ее нужно очень сильно разогреть до по крайней мере миллиона градусов в принципе наверное это возможно и вот ну такой механизм существует теперь перейдем к наблюдениям субтергерцового излучения звездных вспышек на интерферометре ALMA это Atacama Large Millimeter Array пронаблюдено уже пять вспышек и да в диапазоне вот от Atacama работает в диапазоне от 84 до 950 ГГц но все вот эти наблюдения на которых обнаружили вспышки они были на частотах вблизи 233 ГГц и все вспышки которые наблюдались с помощью ALMA они зарегистрировали субтергерцовые всплески достаточно большой мощности значит наблюдения велись значит измерялись временные профили измерялся наклон спектра на частотах вблизи вот 230 ГГц и измерялась измерялся нижний предел линейной поляризации вот так выглядит ALMA значит следующие звезды наблюдались это Проксима Центавра красный карлик АУ микроскопа красный карлик и Эпсилон Редана это вот совсем недавно публикация вышла оранжевый карлик солнцеподобный как вы видите температуры размеры показывают что где-то где-то это близко к солнечным значениям где-то сильно отличается во всяком случае это более молодые звезды и вот если говорить об интенсивности этих вспышек в субтрагерцовом диапазоне в сравнении с солнечными то получается что они где-то на 3-4 порядка больше чем типичные или самые мощные вспышки на солнце в субтрагерцовом диапазоне это можно сказать супер вспышки но что поражает в этих вспышках очень короткая длительность вот вы здесь видите временной профиль этого субтрагерцового излучения длительность всего 30 секунд наклон спектра отрицательный то есть это как раз характерно для синхротронного излучения и наблюдалась линейная поляризация что тоже является признаком синхротронного излучения это вот для одной вспышки так что-то я перескочил вдруг понятно не на ту кнопку нажимаем залипание клавиш нет нет вот у вас стрелочка да да вот это я просто ошибся спасибо это вот другая вспышка она еще короче фаза роста 2 секунды фаза спада 2 секунды то есть общая продолжительность порядка 5 секунд но колоссальная мощность это вот где-то раз в 700 в 1000 больше чем обычные вспышки на солнце опять в пике вспышки у нас наклон спектра отрицательный причем очень интересная вещь вот в начале фазы роста вот здесь у нас наклон спектра положительный и он плавно переходит в отрицательный переходит через ноль как бы спектральный максимум смещается и мы видим отрицательное значение потом на фазе спада идет возвращение опять переход через ноль и уходит в двойку ну двойка это обычный оптический оптический толстое тепловое тормозное излучение это вот сама звезда может так излучать ну и опять же мы видим линейную поляризацию такую значимую линейную поляризацию для этой вспышки которая вот очень короткая всего 4-5 секунд длилась были наблюдения еще на австралийском аскапе на длине волны 33 сантиметра ну или 1 гигагерц и на ней поток был очень маленький то есть спектр если это вот так вот нарисовать он какой-то такой спадающий должен быть еще одна вспышка это уже ау-микроскопа она подлиннее вот общая длительность где-то 60 секунд но также мы видим более-менее симметричный временной профиль также мы видим плавное уменьшение от альфа спектрального индекса от двойки до примерно минус двойки ну там полтора и плавный возврат и опять же линейная поляризация суммируем по всем вспышкам и получается следующее что вот для изученных шести вспышек в четырех вспышках у нас наблюдался отрицательный наклон спектра в двух вспышках положительный и практически во всех вспышках наблюдается линейная поляризация но в каких-то с большой значимостью в каких-то вспышках значимость не велика вот как в этих например о чем говорит короткая длительность вот такая 4 секунды или даже 30 секунд это видимо говорит тут можно получить ограничение на размер этой вспышки если считать что размер определяется вот этой длительностью длительностью и скоростью передачи возмущения вот как мы недавно выяснили из доклада Марии Михайловны магнитное поле на уровне фотосферы порядка 2-4 килогаусс то вот с такими магнитными полями мы получаем альвеновскую скорость порядка 2000 километров в секунду тогда мы получаем некий размер минимальный максимальный 30 тысяч километров это достаточно компактная вспышка вполне сравнимая с тем что мы наблюдаем на солнце теперь поговорим о механизмах генерации ну опять же это тепловой тормозной гиросинкратронный когерентный плазменный и когерентный циклотронный если это когерентный циклотронный то есть циклотронный мазер то есть на магнитном резонансе что у нас получается нам нужно очень сильное магнитное поле чтобы получить излучение на 200 гигагерцах а это 60 тысяч гаос судя по всему это невозможно это нереально плазменный мазер требует вот таких больших значений значит да и вот еще это излучение было бы полностью поляризовано по кругу то есть линейной поляризации бы не было плазменный мазер он требует вот такой высокой плотности плазмы чтобы такую плотность получить нужно хромосферу разогреть до температуры миллион градусов это нужно сообщить хромосфере очень большую энергию тепловой тормозной в принципе может работать если плотность плазмы 10 в 13 электронов в кубическом сантиметре и температура 10 миллионов градусов в принципе можно себе представить спущенную петлю с такими характеристиками однако этим механизмом мы не сможем объяснить отрицательный наклон спектра в тепловом тормозном механизме у нас спектр либо положительный либо выходит на плато и также он не может объяснить линейную поляризацию таким образом у нас остается синхотронный диросинхотронный механизм который в принципе может объяснить и линейную поляризацию и отрицательный наклон спектра и положительный наклон спектра и динамику наклона спектра вот этот рост спектрального индекса до положительных значений на фазе спада всплеска что другие механизмы в общем-то для них это проблематично ну и короткая длительность спада если это синхотронный механизм который генерируется реликтивистскими электронами значит реликтивистские электроны не могут удерживаться в ловушке долго они должны высыпаться или погибнуть в плазме за вот такое короткое время это значит что должна быть высокая плотность плазмы ну по крайней мере не ниже чем 10-12 электронов кубическом сантиметре вот насчет поляризации в принципе вот на солнце мы поляризацию линейную поляризацию еще ни разу не измеряли вот вспышек потому что там происходит мощная деполяризация и измерения линейной поляризации обычно проводились на микроволновом диапазоне а вот для такой вспышки как вот только что я рассказал измерение на алма на очень высоких частотах и с узкой полосой они обеспечивают вот это фарадеевское вращение незначительное и деполяризации не происходит вот этот параметр угол всего 17 тысячных градусов то есть а радиан извините радиан поэтому линейной поляризации вполне может наблюдаться и ее в принципе можно использовать для диагностики мы провели теоретический анализ решая уравнение покера планка для кинетики частиц в магнитной петле вот тут показаны характеристики значит поля на уровне хромосферы 2500 гаусс 500 гаусс в вершине петли вот так мы инжектировали электроны плотность плазмы бралась ну где-то на порядок на два более плотной чем на солнце иначе мы не получим вот этот быстрый спад на временных профилях и мы сосчитали временные профили электронов спектр электронов видно что вот на низких энергиях электронов наблюдается вот такой завал за счет кулоновских столкновений они чувствительны именно к низким энергиям показатель спектра мы взяли исходя из наблюдений и что получилось вот это наблюдение временной профиль и наклон спектра из положительных значений он переходит в отрицательное и возвращается у нас получилось что ход временного профиля очень хорошо повторяет наблюдаемый и близко к тому что мы наблюдаем мы получаем изменение вот этого спектрального индекса причем вот описываем даже рост альфа в положительные значения это происходит за счет так называемого эффекта разина или световича разина который работает для реликвидских электронов в которых спектр постепенно уплощается вот как показано здесь переходим к выводам таким образом мы выявили общие черты субтергерцового излучения от звездных вспышек они гораздо вспышки эти гораздо более короткие чем солнечные вспышки в среднем примерно 30 секунд их продолжительность временной профиль симметричный и детально изучены спектр и динамика этого спектра показано что наиболее подходящим механизмом для для объяснения вот этих субтергерцовых вспышек является гиросинфротронный ну или синфротронный естественно при определенных условиях мы накладываем ограничения на размер области вспышки накладываем ограничения на показатели энергетического спектра электронов и на динамику этого спектра на плотность плазмы и магнитное поле спасибо за внимание спасибо нам предлагали новое специальное которое у нас заканчивается чай поэтому я предлагаю все-таки этот чай сделать попозже по старой программе спектра а сейчас один вопрос скажи пожалуйста какая яркость температура выступает поделив горением водорода и гелия и на этом все заканчивается поэтому на диаграмме горшпурн-горесела их эволюционные треки выглядят очень подобным образом это сначала горение водорода это 90% жизни звезды затем гравитационное сжатие и выделение энергии водородом слоевом источнике потом звезда становится красным гигантом начинается реакция горения гелия звезда сначала опускается потому что расширение адиабатическое расширение в слое водородного горения горения водорода приводит к уменьшению скорости энерговыделения светимость падает потом начинает расти и затем уже звезда перемещается в верхнюю область в правую верхнюю область диаграммы по асимпатической ветви гигантов я буду говорить именно о красных гигантах которые находятся в этом правом верхнем углу и вот если мы это рассмотрим более детально на правой панели то увидим сначала раннее стадии асимпатической ветви гигантов в звезде образовалось выраженное углеродно-кислородное ядро и энерго энерговыделение происходит за счет горения слоевых источников водорода и гелия то есть в гелевом слое это триальфа процесс а в водородном слое это в основном ценовый цикл это продолжается и в ходе эволюции возрастает масса вырожденного ядра и в начале 70-х годов одни из первых исследователей эволюции звезд показали что чем больше масса вырожденного ядра тем больше светимость это приближенная зависимость сейчас ее практически уже не пользуются но она описывает основную тенденцию и так продолжается до тех пор пока толщина гелевого слоя которая уменьшается со временем не достигнет критического значения и там возникает тепловая неустойчивость первая работа в которой появилось сообщение о таком виде неустойчивости была написана Шваршильдом Эхермом в 70-м году она вышла но в начале авторы этой работы думали что это ошибка вычисления потому что до этого гелевые вспышки наблюдались только теоретически наблюдались только в условиях выраженного электронного газа который обладает другим уравнением состояния и когда тепловое возмущение не может компенсироваться выраженным гелевым газе за счет уравнения состояния и потом однако они провели анализ показали детально что причина заключается в том что скорость выделения энергии в 3-альфа процессе очень высокая она более чем в 40-й степени зависит от температуры и столь высокая температурная зависимость становится критической когда толщина гелевого слоя достигает определенной величины слой становится плоским и тогда тепловое возмущение и сопровождающие его расширение не может компенсировать дальнейший рост и тут происходит взрывообразно такой рост и начинаются вот такие вот колебания эволюционного трека вот в этой заключительной части вот эволюцион в верхней правой части главной диаграммы Гершмурна-Горисела и вот здесь как раз наблюдается подавляющее большинство звезд которые называют long period variables или как еще говорят переменные типа мира кита и звезда существует вот время жизни вот на этой стадии составляет примерно 10% от стадии всей стадии на асимпатической ветви гигантов на этой стадии у нас растет масса выраженного ядра то есть ядро окружено водородной оболочкой водородная масса водородной оболочки бывает за счет того что на дне ее пожирают реакции ценного цикла превращают в гелий а затем в углерод а сверху происходит с поверхности потеря массы за счет звездного ветра и чем больше светимость тем сильнее скорость потери массы это происходит до тех пор пока масса водородной оболочки не достигнет 1% примерно массы звезды и тогда эта звезда начинает эволюционировать в сторону вот ядер планетарных туманностей так что вот я ограничусь вот свое ограничу свое обсуждение только вот этой вот областью диаграммы если конечно удобнее рассматривать эволюцию вот звезд теоретическую уже в зависимости от времени для удобства графического представления я время отчитываю от первой гелевой вспышки и здесь мы видим что вот эти вспышки происходят циклически и нарастают со временем соответственно также увеличиваются колебания радиуса звезды и одновременно падает масса звезды и это происходит до тех пор пока масса водородной оболочки не достигнет 1% массы звезды значит первое вот замечание относительно всей этой кухни теоретической вот отсутствие ясной методики вычисления скорости потери массы это конечно основной недостаток теории ахиллесово-пятава современной теории эволюции звезд на стадии HGB вот с более горячими звездами там скорости потери массы в настоящее время определяются достаточно хорошо на основе модели звездного ветра за счет рассеяния на резонансных линиях поглощения однако в холодных звездах ситуация намного сложнее потому что во-первых здесь играют роль пульсации которые обладают большой амплитудой являются нелинейными и скорость расширения газа во внешних слоях сравнима со скоростью ускользания затем очень низкое ускорение силы тяжести то есть на грани динамической неустойчивости и плюс еще возможность образования полевых частиц дело в том что если бы не было пульсации то даже в холодных звездах пыль не может сконденсироваться потому что в условии гидростатического равновесия давление падает слишком быстро и там вы не достигнете ни при каком желании давления насыщенного пара периодически ударные волны приводят к тому что во внешних слоях плотность газа повышается и создается благоприятные условия для конденсации пыли но к сожалению до сих пор никаких хороших работ по надежных исследования повод конденсации полевых частиц тоже пока не было проведено в итоге до сих пор в расчетах звездной эволюции приходится пользоваться такими полуэмпирическими соотношениями одно из них это формула Раймерса которая определяет скорость потери массы массы некоторую функцию светимость радиуса массы звезды в настоящее время эту формулу применяют для стадий до начала асимптотической твии гигантов а на более поздней стадии используют форму блокера которая учитывает эффекты потери массы за счет пульсации и так далее пыли давление излучения на пыль и так далее конечно это очень такие ориентировочные выражения в литературе можно встретить ряд других формул для вычисления скорости потери массы но я не нашел никакого преимущества одних перед другими и поэтому не буду чтобы не затруднять это изложение ограничить только вот этими формулами и здесь конечно мы должны принимать во внимание что это все очень неопределенно с другой стороны наблюдение тоже в общем показывает что существует очень большая дисперсия в скоростях потери массы вот например вот на этом графике показана доля мерит в зависимости от логарифма скорости потери массы мы видим что дисперсия в общем велика она больше порядка величины и еще одна корреляция которая используется вот при выводе формулы блокера например это зависимость скорости потери массы от периода пульсации но это более-менее понятно потому что период пульсации пропорционален радиусу чем больше радиус тем длиннее период а соответственно тем слабее связано вещество на поверхности и поэтому оно гораздо легче теряется так что вот с такими вот начальными исходными данными мы занимаемся теорией звездной эволюции значит первое циклические тепловые вспышки в гельном слоевом источнике пионеры звездной теории звездной эволюции показали что эта величина пропорционально убывает с увеличением сокращается с увеличением массы выраженного ядра например при массе звезды 4 масса солнца это 5000 лет а при для звезд с массой полтора для красных гигантов с массой полторы солнца это уже 100000 лет вот такой вот диапазон и получается что в течение примерно 5% времени своей эволюции в звезде отсутствует тепловое равновесие из-за того что там очень быстро меняются изменяются радиусы светимой звезды интересно интересно что выполненный около 20 лет назад анализ архива кривых блеска овсо показал что где-то 5 а то и 10 процентов мерид также показывают статистически значимые изменения периода так что возможно то что наблюдаемые изменения вековые изменения периода мерид они как раз обусловлены тепловыми вспышками среди самых ярких мерид насчитывается больше десятка звезд у которых наблюдаются вот эти изменения ну значит проблема в том что для того чтобы применить теорию звездных пульсаций дело в том что теория звездных пульсаций не может применяться в условиях когда в звезде отсутствует тепловое равновесие когда мы считаем звездную эволюцию у нас по определению звезда всегда находится в гидростатическом равновесии потому что это является решением уравнения внутреннего строения однако уравнения сохранения энергии имеется член который описывает выделение преобразования энергии агрессионного сжатия или расширения в энергию светимой звезды и в этом случае а поскольку вот линейная теория например получается из линеаризации уравнений внутреннего строения которые предполагают тепловое равновесие при отсутствии например источников энерговыделения во внешних слоях пульсирующей оболочки это означает что светимость должна быть постоянной от дна до поверхности оболочки получается что здесь нельзя применять вот непосредственно теория звездных пульсаций но численные эксперименты показали что это можно делать когда относительно изменения светимости в пределах оболочки пульсирующей звезды не превосходит примерно 1% а что делать в других случаях я расскажу дальше и так вот нелинейные звездные пульсации вообще говоря работ посвященных моделированию пульсаций красных гигантов очень мало еще до сих пор их и первая причина заключалась в том что нет подходящих уравнений которые могли бы описывать достаточно хорошо гидродинамику и взаимодействие гидродинамического потока и конвекции в 86 году Куфиус получил выражение транспортное для переноса энтальпии и турбулентной энергии в приближении сферической симметрии то есть он провел осреднение уравнения Бусинихска по сфере и в приближении сферической симметрии получил транспортное уравнение которое выражает тепловой поток функции градиента удельной энтропии и турбулентный поток функции удельной энергии турбулентных движений лямбда большая это средняя длина путеперемешивания которая также используется в теории Биом-Виттензе достоинством этих уравнений является то что во первых при выборе константы альфа-с это уравнение первое совпадает с теорией Биом-Виттензе а на этой теории стоит вся современная теория звездной эволюции и единственным значительным недостатком теории вот конвекции Биом-Виттензе является то что она не описывает эффект овершутинга на границах конвективных зон это связано с тем что конвекция не прекращается там где выполняется условие равновесия конвективной неустойчивости и конвективные элементы перемещаются на некоторое расстояние дальше в теории звездной эволюции это делается посредством ввода специальных коэффициентов которые увеличивают немного зону конвективного перемешивания а вот в теории Куфюса уравнение для переноса турбулентной энергии оно описывает в явном виде вот эти вот эффекты овершутинга так что в итоге можно сказать что вот эти уравнения очень хорошо вписываются в теорию звездной эволюции но в основном их текстировали люди которые занимались теорией звездных пульсаций тестировали применительно к цифеидам и звездам типа Эрлиры в целом получено очень хорошее согласие по положению определить теоретические границ полосы неустойчивости как цифеид так и звезд типа Эрлиры и так сами уравнения гидродинамики я вводить не буду я просто скажу что уравнение исследования нелинейных звездных пульсаций является представляет собой решение задачи Каши с начальными условиями для системы уравнений радиационной гидродинамики предполагается что в начальном состоянии звезда находится в состоянии теплового и гидростатического равновесия и мы начинаем интегрировать наше уравнение роль начальных возмущений играют ошибки аппроксимации на разностной сетке и если звезда неустойчиво относительно каких-либо возмущений возникают нарастающие колебания в противном случае колебания затухают и так в первом случае если звезда устойчива то просто кинетическая энергия пульсационных движений экспоненциально убывает со временем оказывается что звезда устойчива второй случай это колебания предельной амплитуды так же как и в цефеидах такое явление возможно но цефеида это все-таки звезды которых линейное приближение очень хорошо подходит потому что у них относительно амплитуда смещения радиального на поверхности порядка или даже меньше 10% умерит намного все больше там больше амплитуда колебаний но вот для звезд с периодами примерно до 300 суток для моделей звезд получается что колебания выходят на предельный цикл и колебания остаются уже стационарными и с помощью дискретного преобразования фурии мы определяем частоту основного колебания поскольку колебания звездные пульсации представляют собой продольные волны со свободной внешней границей это означает что за один цикл колебаний кинетическая энергия проходит два периода два цикла то есть период изменения кинетической энергии это половинка от периода колебаний и если мы рассмотрим более проэволюционировавшую модель мериды то оказывается что там уже из-за большой амплитуды колебаний колебания становятся нелинейными из-за нелинейных искажений уже невозможны периодические пульсации и начинает размазываться спектр мощности кинетической энергии и чем больше период тем больше вот эта вот дисперсия например вот при периоде около 600 суток это уже 20% а для модели мерид с периодом 1000 суток это около 30% но я здесь нахожусь в гораздо лучших условиях в сравнении с наблюдателями потому что я могу считать ского угодно и у меня неразрозненные ряды наблюдений итак значит у нас мерида эволюционирует радиус ее увеличивается и вот в тех условиях когда звезда находится в тепловом равновесии мы можем достаточно корректно определить при помощи наших расчетов период колебаний и вот на нижней панели показано вот для эволюционной последовательности здесь показано изменение радиуса здесь показано отдельными точками периоды пульсации фундаментальной моде и первом обертоне в каком именно обертоне будет пульсировать звезда это уже зависит от ее внутреннего строения и здесь мы ничего сказать не можем но мы можем сказать из этих графиков только то что во-первых вот если мы возьмем звезду с начальной массы две солнечных массы то ее эволюция на стадии вот этой термолепалсинга AGB сопровождается изменением периода примерно от 50 суток до 700 то есть покрывает уже почти значительную часть интервала периодов мерид ну там если мы возьмем немного помассивнее то будет и тысячи и так далее вот и второй вывод следует из того что колебания фундаментальной модели первом вертоне не зависят от периода как это например в циферидах и здесь все определяется именно только тем где находится зона возбуждения неустойчивости колебаний значит в меридах так же как и в циферидах механизмом возбуждения неустойчивости является капомеханизм связанный с зонами частичной ионизации наиболее обильных элементов водорода и гелия в циферидах это гелевые зоны потому что водородная зона ионизации гелия очень тонкая по массе а с другой стороны вот в меридах водородная зона частичной ионизации водорода оказывается намного более протяженной на верхнем панели вот этого графика правого показано изменение показателя адиабат и гамма-1 который является характеристикой степени ионизации вещества а именно в нейтральном газе без излучения это 5 третьих вот вот эти снижения до ниже 4 третьей это связано вот с ионизацией водорода первая ионизация гелия и вторая ионизация гелия здесь синим и зеленым графиком показаны модели звезд которые находятся вот на стадии 12 тепловой вспышки и 20 зеленым цветом то есть гораздо более проэволюционировавшая и мы видим что по мере эволюционного развития звезды зона ионизации водорода расширяется и заходит гораздо глубже если мы рассмотрим графики изменения радиального смещения модели звезд о которых шла речь мы увидим что в первом случае у нас звезда пульсирует в первом обертоне здесь для удобства радиальное смещение нормировано к радиусу звезды к радиусу внешней границы звезды видно что даже в первом обертоне радиальное смещение около 20% а для колебаний фундаментальной модели около 60% то есть колебания сильные не менее но тем не менее обертон выделяется хотя по определению обертон это узел где скорость обращается радиальное смещение равно нулю постоянно здесь этого нет потому что у нас период не точно он меняется все таки от цикла к циклу и из-за вот этих эффектов нелинейности радиальное смещение не равно нулю на нижнем графике показаны зависимости изменения работы совершаемые за цикл колебаний пдв термодинамического цикла в расчете на грамм и мы видим что вот в одном случае у нас значит здесь вот происходит положительная работа совершается это происходит возбуждение колебаний а в более глубоких слоях где вещество уже ионизовано там механизмом непрозрачности является свободные переходы которые обладают тем свойством что при сжатии вещество становится более прозрачным а при расширении наоборот поглощает если в первом случае у нас работа за цикл положительная вот в зоне накачки то в более глубоких слоях она отрицательная и мы видим что если у нас вот зона возбуждения то есть положительная работа оказывается выше узла обертона то тогда звезда будет пульсировать всегда в первом обертоне потому что это энергетически более выгодно однако по мере эволюции протяженность зоны ионизации расширяется и звезда уже пульсирует фундаментальный мод итак значит на стадии колебания предельной амплитуды работа которая вот показана на нижнем графике проинтегрированная по массе должна быть равна нулю такое выполняется в цифидах но в герридах это уже очень приближенно поэтому эти графики очень такие грубые и они от цикла к циклу меняются значительной степени однако мы делаем вот на основании вот этих всех вещей мы можем сказать что основной вклад в раскачку колебаний мерид вносит слои частичной ионизации водорода и мериды пульсируют в первом обертоне только в том случае если слои частично ионизованного водорода а именно когда степень ионизации водорода меньше 50% эти слои находятся выше 80-х радиуса среднего радиуса звезды таким образом эволюционное увеличение радиуса сопровождается смещением внутренней границы зоны ионизации водорода к центру и проэволюционировавшие мериды все пульсируют фундаментальный модуль животропивающий вопрос вообще вот теория это теоретическая зависимость период светимости я просматривал недавно опять литературу и ничего не нашел что касается вот именно теоретической зависимости период светимости дело в том что вот результаты расчетов о которых я говорю они основаны на согласованных вычислениях звездной эволюции и теории звездных пульсистаций это означает что мы сначала рассчитываем эволюционный спек эволюционный трек выбираем отдельные модели которые находятся в состоянии теплового гидростатического равновесия используем как начальные условия и считаем уже уравнение гидродинамики с начальными условиями находим предельного цикла определяем период и в итоге получаем одну точку это выразить поэтому эти расчеты очень трудоемкие но вот какие вот поэтому я здесь приведу пока только предварительные результаты но работа продолжается в этом направлении значит вывод следующий что в отличие вот от цифеид у которых зависимость период цветимость она образуется за счет ансамбля звезд с разными начальными массами на начальной главной последовательности в меридах происходит совсем все по-другому каждый красный гигант когда начинает пульсировать он движется по диаграмме период цветимости вдоль своего эволюционного трека и здесь показаны вот эти вот треки как зависимость период радиус кружки это фундаментальные моды треугольнички это абертон и соответственно период светимости вот так что наблюдаемая зависимость период светимости она является ансамблем большого количества вот этих вот индивидуальных эволюционных треков на диаграмме период светимости и теперь я перейду так у меня еще да 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 значит вот к тем вопросам я постараюсь ускориться тепловые вспышки это все-таки очень интересное явление дело в том что они позволяют более детально исследовать сами звезды и определить их фундаментальные параметры значит первое но сначала мы должны рассмотреть свойства и обсудить этих здесь показаны графики изменения логарифмов светимости гелево-слоевого источника нулевой момент времени означает максимум вот этой светимости затем светимость звезды и радиус звезды в зависимости от времени значит вертикальной оси 6 вот это вот то есть максимальная светимость гелево-слоевого источника там на несколько порядков восходит светимость звезды и если мы рассмотрим более массивную звезду то увидим что все изменения происходят на более короткой шкале времени то есть эти изменения очень сильно зависят от массы звезды а поскольку у нас период и радиус звезды пульсирующий связаны между собой то это означает что и будут происходить более быстрые изменения чем массивнее звезда тем более быстро будут происходить изменения периода да но сначала надо вот рассмотреть физические условия которые сопровожают явления вот этой гелевой вспышки потому что вот эти логарифмические масштабы они очень сильно затуманивают всю картину значит здесь на левой половинке показаны графики изменения логарифмов светимости и радиуса а справа показан сред срез слоя звезды с массой от 0.185 по 0.192 тысячных массы звезды то есть на этой стадии красный гигант представляет собой очень компактный белый карлик масса которого составляет порядка 3 десятых массы звезды вот а радиус его составляет несколько единиц на 10-4 радиуса звезды и вся драма разыгрывается в слое там две в две тысячных массы звезды вот которые здесь показаны значит здесь у нас показан слой и на верхнем графике показана светимость профи светимости в пределах вот этого среза и логарифмы скорости энерговыделения тройного альфа процесса красным цветом и синий это епп и цинного цикла светимость показана в линейном масштабе значит за сто лет до начала гелевой вспышки у нас вот так выглядит картина туманенная полоса это область конвективного перемешивания это дно внешней конвективной зоны нашего красного гиганта затем за примерно два года до максимума гелевой вспышки это точка перемещается на график сюда мы видим что в области увеличивается энерговыделение в гелевых реакциях и начинает формироваться радиационно-диффузионная волна и из-за больших температур ингредиентов тут возникает естественная конвекция проходит так но светимость еще вот видите она даже меньше чем светимость звезды вот гелевая проходит еще два года и светимость разостряет в сотни раз гелевая вот и вот профиль вот этой радиационно-диффузионной волны выглядит таким образом затем так затем мы перемещаемся вот вот в эту точку где значит минимум изменения светимости и радиуса он связан с тем что у нас происходит следующее из-за радиационно-диффузионной волны плотность газа в слое энерговыделения водорода убывает и соответственно поскольку расширение газа адиабатическое падает температура немного газа и из-за этого падает на много порядка скорость энерговыделения в водородном слоевом источнике и это является причиной того что светимость звезды падает однако вот момент времени вот который здесь показан как вот этот минимум это он соответствует тому что уже край вот этой волны достиг дна кондуктивной зоны и падение светимости звезды прекратилось и затем пошло увеличение за счет того что эта волна выходит на поверхность радиус и светимость звезды возрастают и затем следующая эволюция связана с тем что эта волна постепенно диссепирует затухает и у нас потом происходит возвращение к прежнему состоянию то есть вот вся драма она занимает вот с гелевой вспышкой занимает порядка 1-2-3 года этот пик и таким образом мы можем выделить следующие этапы изменения радиуса звезды поскольку я говорю как с точки зрения теории пульсации здесь меня больше всего интересует изменение радиуса вот можно выделить разделить этапы гелевой вспышки на следующие это сначала водородная оболочка находится в состоянии теплового равновесия причем что интересно максимум энерговыделения совпадает с началом падения радиуса вот затем сжатие оболочки из-за прекращения энерговыделения затем выход во внешние слои радиусон диффузионной волны это вот 1-2 и потом 3 это падение и потом восстановление энерговыделения на этой стадии оболочка опять начинает охлаждаться то есть в ней газ охлаждается конвективная зона погружается все глубже и глубже и именно на этом этапе возможно явление третьего дрэджапа черпка когда дно конвективной зоны достигает слоев в которых находятся продукты нуклеосинтеза и на нижнем графике показано для примера для этой модели эволюционной вот это изменение отношения поверхностных концентраций водорода и гилия как она возрастает так так да 4 естественно понял тогда я очень бегло скажу следующее и вот на основании вот этих всех вещей мы просчитали сетку эволюционных треков я это расскажу применительно к мериде Т. Урса Минорис эта мерида была открыта в 906 году и в течение всего 20 века она была обычной меридой до тех пор пока не написали в 95 году не вышло две статьи в которых было написано что в 70-е годы началось быстрое сокращение периода и это стали связывать вот именно с этим явлением и в данной работе мы рассчитали сетку эволюционных моделей рассмотрели эволюционные модели которые соответствуют максимуму гелевой вспышки определили периоды в этот момент нашли те точки которые совпадают наблюдаемые значения периода с теоретическими использовали их как начальные значения а затем рассчитывали при помощи разработанного нами метода решения уравнения гидродинамики с нестационарными внутренними граничными условиями которые позволили нам описать изменения в пульсирующей звезде в условиях отсутствия теплового рапдодиксия в результате были получены теоретические зависимости изменения периода фундаментальная мода потом как и говорили наблюдатели она перескочила в первый обертон стала пульсировать а нижний график показывает изменение скорости изменения периода и вот оказалось что через 30 лет после максимума гелевой вспышки были получены оценки скорости изменения периода которые составляют минус 3,5 суток в год и в данной работе удалось найти модели которые соответствуют этим же значениям так что в итоге удалось получить определить фундаментальные параметры этой мериды которые масса например оценивается от 1,04 до 1,3 солнца на субботу так значит вот в заключении я скажу что возбуждение пульсации меридов происходит в слоях числичной организации водорода и зависимость период светимости мерид является совокупность эволюционных треков на диаграмме период светимости а благодаря сильной зависимости изменения периода от массы звезды на стадии тепловой вспышки существует возможность определения фундаментальных параметров от же без звезд на основе анализа наблюдаемых вековых изменений периода спасибо некоторые мериды имеют спутники аккрецирующие нейтронные звезды из медленного ветра аккрецируют поэтому довольно мощное рентгеновское излучение несмотря на то что расстояние большое имеется жесткий большой прогрев рентгеновской поверхности вы с ненулевыми граничными условиями не пытались задать что-то внешне внешними вот это интересная задача как скажется на параметрах внешний прогрев там невелико воздействие там невелико потому что разделенные пары ветер медленный поэтому хорошая эффективность аккреции скорость ветра маленькая ну да по крайней мере на пальцах рассмотреть это было бы интересно вы знаете палечный подход здесь не дадут спасибо за доклад вы не упоминали о вращении я так понял что вы просто намеренно это сделали потому что в меридах видимо оно не очень сильно практически не влияет но тем не менее мы же видим вот морфологии планетарных туманностей эффекты вращения как с чем белые карлики знаете вообще-то эволюцию надо считать вращением дело в том что вращение сильно влияет на перемешивание вещества а эволюция очень сильно зависит от перемешивания если мы будем это учитывать то конечно у нас трехи изменятся но вы знаете это пока я не могу это пока делать пожалуйста диаграмму период светимость скажите значит вопрос вот в чем там правый край там значит намечается некое воплощение это ошибки вычислений или здесь есть какая-то сермерная правда воплощение то есть выход на некую констанцию знаете вот для таких долгопериодических очень это скорее всего ошибки пока вы знаете пока нет нужно еще несколько зависимостей посчитать чтобы видеть тренд да 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 пока еще я не буду говорить давайте еще один вопрос потому что время потом в обед будете мучить этот платик у симпатических гигантов наблюдаются такие процессы как вычерпанные драча вы их никак не учитывали учитывали а сколько у вас было этих процессов вы знаете это зависит от массы звезды и от степени ее провокационированности потому что с каждым вот этой каждой гелевой вспышкой амплитуда гелевой вспышки увеличивается и увеличивается зона проникновения конвективной зоны поэтому вот например в Т-Урсе-Минорис у нее нет технеция вот Энхальдер который наблюдает уже много лет ее пытается найти он мне писал что они так и не смогли обнаружить поэтому мы получили ограничение на верхний предел массы этой звезды потому что при массе начальной две массы Солнца на главной последовательности модели уже при периоде 315 суток дают эффект вычерпывания и это должно быть отброшено то есть поэтому мы получили где-то 1 на 8 вот верхний предел Большое спасибо Следующий у нас до обеденной а нет следующий пока доклад Вернин Николаевич изменяемость периода в цифре в мире Понятно что за 20 минут рассказать обо всех изменениях периодов этих объектов невозможно поэтому я ограничусь только эволюционными изменениями периодов в плане равнями теории и наблюдений то есть главная тема нашей конференции Итак классические цифреиды это пульсирующие желтые сверхгиганты первые цифреиды были открыты еще 240 лет назад к настоящему времени число известных цифреид уже доросло до 2,5 тысяч в пределах периодов от 0,3 до 68 суток классические цифреиды являются потомками Б-звезд то есть это массивные молодые объекты их возраст не превышает 100 миллионов лет после возгорания гелия водорода в ядре на главной последовательности звезда уходит с главной последовательности ядро не сжимается водород горит в оболочке и в таком состоянии звезда пересекает некую область попадая в которую она неизбежно начинает пульсировать и становится цифреидой выходя из этой эта область называется полосой нестабильности выходя из полосы нестабильности звезда устремляется вверх и при этом ядро продолжает сжиматься и если масса не очень маленькая то это нестание что масса не сменяются слайды да картинка на слайде только уважаемые удаленные слушатели выключите свои микрофоны у вас здесь слышим переговоры ядро продолжает сжиматься и температура там увеличивается и это не переговоры а замечание что презентация звезда спускается вот звезда спускается и делает так называемую голубую петлю то есть добавляется еще два пересечения полосы нестабильности таким образом звезда в зависимости от ее массы может становиться цифеидой один или три раза при движении сквозь полосу нестабильности самое быстрое перемещение это первым пересечением для самых массивных звезд это порядка десятка тысяч лет а для менее массивных с маленькими периодами это многие сотни миллионов лет второе и третье пересечения раз в десять длиннее коробки да для самых коробки да при пересечении полосы нестабильности цифеида движется не параллельно линии постоянного периода трансляция не идет почему-то презентация только на первом слайде застрял сейчас перезапустим это означает что при первом и третьем пересечении когда идет движение слева направо период звезды будет монотонно увеличиваться а в обратном направлении он будет монотонно уменьшаться в терминах о минус с диаграммы это означает что о минус с диаграммы для цифеида должны быть параболами при этом если период увеличивается то параболы ветвями вверх уменьшаются параболы ветвями вниз если посмотреть на цифеида больших масс то мы увидим что где-то в районе 9-10 солнечных масс 2-го и 3-го пересечения тоже нет голубая петля отсутствует это происходит потому что масса уже достаточно большая и звезда быстро эволюционирует ядро быстро сжимается разогревается и гелий начинает гореть еще до входа в полосу нестабильности поэтому первое пересечение для массивных звезд отличается от первого пересечения маломассивных потому что там ядро находится в стадии сжатия а здесь в стадии горения гелия так же как и при втором и третьем пересечении когда есть голубая петля то есть звезда уже как в третьем пересечении выходит из полосы нестабильности и больше сюда не возвращается таким образом вот теория говорит что все по минус с диаграммы для всех циферин должны быть параболием теория позволяет вычлить скорости изменения периодов в зависимости от периода вот здесь показано скорости для первого пересечения третьего пересечения естественно скорости в первом пересечении больше потому что звезда эволюционирует быстрее на первом пересечении а здесь скорость уменьшения периодов для второго пересечения вот эта статья была опубликована в 2016 году а вот здесь вот точками и пунктиром нанесены результаты которые были получены нашим предыдущим докладчикам он их опубликовал на два года раньше знай наш здесь для сравнения вот эти авторы показали наблюдаемые изменения периода в цепи и сделали выводы что согласие хорошее ну согласие на самом деле неплохое но они здесь химичили они стерли просто некоторые звезды отсюда чтобы они им не мешали я об этом еще скажу таким образом теория говорит что все оминус с диаграммы должны быть параболами а что же говорит практика вот наш опыт показал что когда оминус с диаграмма охватывает по крайней мере 100 летний интервал времени то 90% цифеид с периода не больше 5 дней показывают параболы на их оминус с диаграммы иногда эти параболы имеют большую амплитуду иногда маленькую но параболы никогда не бывают гладкие всегда даже казалось бы в случае идеальной параболы все равно видны вот такие цифлические колебания если длина цикла небольшая то она не мешает определению парабол а вот когда длина цикла сравнима с интервалом наблюдения то здесь никаких парабол конечно и нельзя вот обратите внимание на эту звезду Боигорь Кассиопе 30 лет назад был известен только вот этот кусок по минус с диаграммой его аппроксимировали параболой и получили изменения периода соответствующие первым пересечениям полосы нестабильности но время шло появились поздние наблюдения были сделаны оценки в Гарварде на старых пластинках и оказалось что это не парабола а лишь маленький кусок длинной волны то есть это вот типичная ошибка когда параболу в коротком интервале времени объявляет эволюционным процессом а вот здесь мы оценили скорость изменения периода почти двух сотен цифрит и сравнили их с теоретическим предсказанием вот здесь те же самые звезды что были на сравнении компании Андерсона а это действительно для цифрит больше пяти дней согласие неплохое а вот эти вот детали они стерли вот это вообще удивительно звезды меньше периода в них меньше пяти дней значит они должны пульсировать быть на первом пересечении и их место вот здесь вот здесь еще больше удивлений вызывают вот эти периодические цифры раз меньше пяти дней значит пересечение первое значит период увеличивается быстро и они должны быть вот здесь здесь вообще не должно быть ну Андерсон с компанией чтобы не связываться с объяснением этого просто их стерли с график вот теория пока не может это объяснить почему это то вообще гладкость кривой на о-минус те диаграммы нарушает случайные флуктуации полиционного периода для поиска которых используется метод предложенный Эдингтоном и Эплокидис строго говоря этот метод применим для о-минус диаграмм построенных на последовательных моментах максимум ну для мерид это удовлетворяется собственно первые измерения будут сделаны для мерид потом пытались сделать для долгопериодических цифеид но там еще как-то можно их применять вот здесь в качестве примера показано цифеида с самым большим известным периодом на нашей галактике 68 дней видно что парабола очень негладкая ну и соответственно случайная флуктуация периода почти 4% вот вот еще одна цифеида у которой второй по длине период нашей галактики здесь вообще не видно параболы что очень странно она должна очень быстро эволюционировать и парабола должна быть очень крупной ничего мы здесь не видим все забивают случайные флуктуации здесь просто ломаные линии а не параболы ну и 3% говорит о том что флуктуации очень большие а вот у этой 50-дневной цифеиды амплитуда этих флуктуаций небольшая ну и соответственно и маленькая случайная что ты а не хочет переключаться а вот а вот для коробки периодических цифеид возможность оценки случайных флуктуаций появилась только после получения фотометрии с искусственных спутников земли там ведутся непрерывные наблюдения можно построить умненности диаграммы по последовательным максимумам и получаются вот такие оценки для здесь для полярной это цифея видим что на два порядка флуктуации меньше чем цифеида в больших периодах а вот это вот с телескопа кепла там к сожалению только единственная цифеида попалась классическая ну и здесь 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 очень хорошо видно определяется это случайно флуктуации около одного процента выводы наблюдаемая скорость изменения периода цифеида и все таки несколько слов о первом пересечении до недавнего времени вообще не было известно ни одной цифеида которая подтверждала теоретическую скорость изменения периода вот мы совершенно случайно в 19 году только наткнулись на такую цифеиду которая четко показывает что она удовлетворяет теоретическим предсказаниям для первого пересечения исследуя цифеида Магеллановых облаков мы опять же случайно наткнулись на такого же приблизительного периода цифеида который тоже показывает первое пересечение здесь все период около пяти дней здесь вроде бы как ничего странного не должно быть поскольку у нее наверняка еще будут у этих цифеид второй и третий пересечения а вот бимодальная цифеида она подозревалась в том что находится на первом пересечении но никаких доказательств не было потому что она слабая никто ее никогда не наблюдал и наблюдения известны только вот с последних обзорных проектов это 10-15 лет для эволюции это ничто вот поэтому мы оценили ее блеск на пластинку ГАИШ и получили вот такие вот красивые кораблы которые соответствуют первому пересечению полосы нестабильности при этом обратите внимание что период основного полтона 1,7 дней а первого обертона 1,3 дней то есть очень короткий период и показывает вот такие параболы а все остальные цифеиды не показывают параболы может быть дело в бимодальности мы посмотрели еще две цифеиды близких периодов и оказалось что ничего подобного вот бимодальница цифеиды с похожими периодами показывает типичные о-минус-ц диаграммы для нормальных в смысле не бимодальных цифеид с коротким периодом или даже параболы ветвями вниз и параболы ветвями вверх то есть полное противоречие с теорией вот теория должна объяснить почему одни цифеиды следуют ее предсказаниям а другие не следуют противовес классическим цифеидам лириды и цифеиды второго типа являются маломассивными старыми объектами когда водород выгорает в центре звезды на главной последовательности звезда так же как и в случае с классической цифеиды ядро у нее сжимается водород горит в оболочке она залезает на вершину ветви гигантов здесь уже сжатие приводит к тому что температура в ядре повышается и загорается гелий в ядре гелий горит в ядре водород в оболочке звезда спускается и садится на горизонтальный ветвь нулевого возраста когда она сюда приходит ей уже больше 10 миллиардов лет впоследствии звезды которые являются звездами типа эррлиры они будут сидеть на этой горизонтальной ветви выше располагаются цифеиды второго типа короткопериодически их часть которые называются звезды типа БЛ Геркулеса это от одного до трех кто считает до пяти кто до восьми по-разному резкой границы нет а потом выше звезды типа дублевого девы ну где-то до 20-25 дней периода еще выше звезды типа рвотинца и так звезды сели на начальную горизонтальную версию вот если она садится прямо в пределах полосы нестабильности она сразу начинает пульсировать и становится лиридой ну и после может здесь просидеть 100 миллионов лет потом выходит и уходит по симпатической ветке гранты если масса звезды немножко побольше и она села чуть левее полосы нестабильности то она начинает эволюционировать вправо и увеличением светимости вот здесь вот пунктирной линии показана граница горения гелия в ядре то есть когда гелий истощается в ядре звезда уже покидает вот эту вот полосу вот лириды у них все время в свою жизнь гелий горит в ядре и звезда с немного большей массой которая эволюционирует вот таким образом если она успеет попасть в полосу нестабильности в стадии горения гелия в ядре значит она будет лиридой если не успеет как вот здесь с массой 0,6 она уже вышла из полосы и вот из стадии горения гелия и входит уже в полосу нестабильности с горящим гелием в оболочке и с горящим водородом во внешней оболочке то есть она уже в статусе звезды типа БЛ геркулеса вернемся к лириду вот согласно предсказанием теории звезды пересекая полосу нестабильности могут только увеличивать период то есть если мы построим аминус диаграммы то мы вправе найти только параболы с ветлями вверх однако можно вспомнить расчеты которые были проведены 90-х годах если некоторые комбинации массы и химсоставов приводят к тому что звезда на горизонтальной ветве начинает эволюционировать не вправо а влево вот эта полоса нестабильности между 3,8 и 3,9 и вот она это происходит тогда когда выделение энергии в оболочке превалирует над выделением энергии в ядре после того через некоторое время ситуация восстанавливается звезда поворачивает и продолжает быть лиридой поскольку истощение гелия в ядре где-то вот здесь и она уже продолжает свой путь с увеличением периода то есть мы на диаграммах о минус c вправе ожидать параболы как ветвями вверх так и ветвями вниз по крайней мере такие надежды а что говорит практика вот из такое исследование было проведено группой товарищей во главе с либорном они собрали 50 тысяч опубликованных моментов максимум для 3000 лирид но к сожалению подавляющее большинство лирид имеет всего один максимум или несколько а вот тех лирид которые наблюдались в течение столетия и причем наблюдения равномерно распределены на этом столетии оказалось всего 123 вот результат их исследования 54 звезды вообще не меняет период 27 звезд увеличивает период 21 уменьшает 17 показывает неправильные колебания и 4 звезды показали всего одно скачкообразное изменение за весь пилот наблюдения а это что творит сама ирами вот все их по минус С диаграммы вот эти 4 диаграммы для одного скачка здесь множественные скачки здесь вот пожалуйста период параболы ветрями вверх красные точки от internship Нет параболы, видны кое-где даже колебания вокруг этих самых парабол. А вот вам, пожалуйста, и параболы ветвями вниз. То есть на самом деле периоды эритмов как увеличиваться в ходе эволюции, так и уменьшиваться. Теперь возвращаемся обратно к этому рисунку. При данном химическом составе, если масса звезды меньше 0,515, она вообще не пересекает полосу нестабильности и уходит сразу в белые карли. А для больших масс в этом диапазоне звезды с большими массами становятся звездами типа Бельгеркулеса, а с меньшими массами становятся звездами типа W. Существует бесчисленное множество опубликованных треков с разными параметрами. Если взять с одной и той же массой, но с разными параметрами, такими как химсостав, вращение, перемешивание, то получаются совершенно разные треки. Здесь для простоты мы просто ограничились тремя простыми случаями. Для нас важно то, что звезды типа W показывают как увеличение, так и уменьшение периода, а звезды типа Бельгеркулеса только увеличение. Здесь опять можно вспомнить древние расчеты, которые показывали, что звезды типа Бельгеркулеса могут делать голубую петлю так же, как и классические цифериды. То есть мы можем ожидать параболы как ветвями вверх, как ветвями вниз и для тех и других. Вот здесь три звезды типа W делы, параболы вниз, здесь беспорядочные колебания, здесь вообще непонятно, что огромная амплитуда изменения остаток в минус c. Это звезда типа Бельгеркулеса, быстрые изменения. Вот еще примеры для четырех звезд W делы. Вот сама W дела, вот другие. То есть есть параболы вверх, есть параболы вниз, а вот, наконец, звезды типа Бельгеркулеса. То есть параболы вниз в ветвями тоже есть. Почему современные расчеты не показывают этих парабол, это же вопрос теоретикам. Ну и общие выводы. Характер изменений в этих пульсирующих звездах практически один и тот же. То есть мы можем видеть по минус c диаграммы, где ничего не меняется. Есть параболы с ветвями вверх, есть параболы с ветвями вниз. Есть беспорядочные колебания во всех группах пульсирующих звездах. И в целом можно сказать, что предсказания теории, в общем-то, оправдываются в качественном отношении. А вот в количественном отношении теоретикам еще надо поработать. Вопросы. Давай. А вот беспорядочные изменения, когда вот на о минус c, это что, переключение между обертонами? Нет, нет, нет. Это, скорее всего, это случайные флуктуации периода. Ну, не докопали. А чего это не случайные? Они всегда бывают. Они от средней плотности завичат. Как это что, случайные плотности? А вот это теория, это теория. Теория. Вот. Теории все должны быть параболами, а они не все. Теории все виноваты теоретики. Да. Они не виноваты, конечно, но они не доработали. С них надо спросить теоретики. Еще вопросы? Можно? Давай. Кумулятивные ошибки, которые Дзингтоном и были открыты, они возникают, когда мы применяем метод Гершпанга для определения величины минус цены, а не накапливаются. Но можно более грубое определение с точкой сделать. Таким образом, разбить длинный ряд наблюдений на подряды, в каждом ряде определить независимую величину периода, и вот эти точечки откладывать. Как показывают наши исследования двойных систем, тем это помогает убрать. А, в принципе, это мне. Ну, в двойных системах там орбитальное движение, оно регуляризируется, но тоже сказывается иногда вот эти кумулятивные ошибки, потому что там физическая переменность и так далее. И вот когда мы по эпохам разбиваем и отдельно определяем величину периода, то получается нормальная, так сказать, такая вещь. Так что советую попробовать. Нет, для нас это ничто. Ну, спасибо. Докладчик будет. У нас еще один доклад. Спасибо, прежде всего, за возможность выступить здесь. Я расскажу про наши результаты, относящиеся к узкому группе боезвезд. Ну, сначала немножко напомню про БЕ-звезды. А, хорошо. БЕ-звезды – это быстро вращающиеся звезды Б ранее класса. В скорости близкокритической образуется декреационный диск, который очень неустойчив. И все это очень влияет на спектры. Одна из главных проблем – как этот диск образуется. Многие модели говорят о том, что магнитный захват, но ни у одной звезды магнитное поле не обнаружено. Мы тоже искали и тоже не нашли. Дальше. Выделенная группа БЕ-звезд – это звездки по гаммакосиопеи. Это обычные БЕ-звезды. Там ничего особенного нет, кроме одного. Вот здесь сказано. Большая рентгеновская светимость посередине между рентгеновскими двойными и БЕ-звездами. Температура, если считать плазма тепловой, она будет очень высокой. С этим связано то, что жесткое излучение, излучение в области, кернии области, больше, чем у обычных БЕ-звезд. И переменность на очень разных временных шкалах. Вот эти звезды были выделены по своему необычному рентгеновскому излучению. В настоящее время неизвестно 25. Да-да-да, я все вижу, да. Он дар банк для этого посередине. Это понятно, да, спасибо. Вот, 25 звезд выделено, 2 кандидата. Из них 16 звезд можно наблюдать в России. Вот, и теперь результаты того, что мы наблюдали. 9 звезд мы уже отнаблюдали. Здесь список звезд, число спектров, экспозиции, инструментов. Спектрограф. То есть это наблюдение на БТА с разными спектрографами ОЗСП и Скорпио. И наблюдение на ангеллигарском телескопе в Крыму. Спектрограф низкого разрешения. Всего свыше 6000 спектра, больше всего относящих к самой звезде Гамма-Кассиопея. Рентгеновские наблюдения. Мы использовали архивно-рентгеновские наблюдения этих звезд, которых достаточно много. И использовали для аппросимации спектров коды АПЕК, ПЭШОК, которые описывают либо стационарное, либо нестационарное рентгеновское излучение. Плюс добавляли степенной компонент, который, в принципе, может описывать нетепловой компонент рентгеновского излучения. Ну и вычисляли жесткость, доля жесткого излучения и доля степенного компонента. Это те компоненты, которые мы вычислили для всех случаев, когда наблюдение есть. Ну вот про это еще говорили. Теперь очень важны факторы двойственности. Двойственность часто влияет на спектры, влияет на эволюцию. Здесь я собрал в этой таблице все, что известно к настоящему времени. Последний обзор на Зе прошлого года. Девять звезд, у которых либо хорошо известны периоды и массы компонентов двойных, либо подозревается, что звезда двойная. Можно видеть, что периоды большие. Спутники достаточно далеко. Это порядка одной терамической единицы массы где-то около массы Солнца или меньше. Ну вот здесь очень интересное наблюдение HD 161-103. Это наблюдение с кековским коронографом. Там можно было выделено много звезд, которые больше массы, чем для обычных звезд типа гамма-кассиопеи. Они далеко находятся, но это тоже надо все проверять. Итак, 10-10 двойных, по всей видимости больше, но пока 10 известно. Так, теперь что мы делали в оптике? Мы обычным образом получали спектры. Для каждой линии проводили локальный континуум. И рассчитывали средний профиль с учетом веса, разность индивидуального и среднего, то, что называется разностный профиль, и смотрели, как это все выглядит. Вот здесь для звезды тоже БЕ-звезда, но это БЕ-звезда Хербига А0, как средний профиль и индивидуальный профиль для линии H-альфа, наблюдение в Шамахинской обсерватории, и вот как-то развертка профиля, отклонение от среднего для линии H-альфа. Ну вот то же самое мы делали для наших звездов. Так как спектр очень много, я расскажу только про две звезды. Сначала по самому звезду Гаммы Кассиопеи. Вот спектр, все, что там видно, как меняется линия H-бета. То же самое это наблюдение на ОЗСП, как меняются разностные спектры. Видно различные детали. Если посмотреть на то, что дает нам временные ряды отклонения для каждого пикселя отклонения от среднего, то получатся вот такие периоды. От 45 минут до примерно 3 часов. Эти периоды можно сравнить с тем, что получены по ТЭС, и для двух периодов очень хорошее согласие с учетом ошибок наблюдения. Дальше вот, раз мы говорим про явленность к переменностям, та же самая Гамма Кассиопея, спектры архив спутника XMM, вот полный спектр от 0,2 до 10 кэд, и есть характерная деталь, это железная деталь, включающая в себя линию Ка-альфа железа, гелиоподобную линию, там много линий, но они здесь сливаются, гелиоподобное железо и водородоподобное. Вот они все хорошо видны. Ну, так как это все-таки рентген, там сигнал шума не очень большой, поэтому пока не видно вариации. Ну, я надеюсь, что сейчас есть новое наблюдение, мы посмотрим, может быть, мы найдем реальные вариации. Пока вот на уровне, значит, здесь минус второй, пока ничего не обнаружено. Дальше. Ну, Гамма Кассиопея яркий рентгенский источник, поэтому можно проанализировать наблюдение. Видите, здесь описаны три наблюдения на XMM, кривые рентгеновского блеска, двух, полная полоса и жесткое наблюдение. Во всех находятся периоды, для того, чтобы не говорить про... Я покажу наиболее интересный период. Это первое наблюдение. Здесь показана кривая блеска синей точки, красная, ее аппроксимация используется. Обычная фруи-анализ методом КЛИН. Внизу показано, как выглядит фруи-эспектр. Приведен уровень значимости, периодический компонент для... Уровень значимости 10 минус 3. Видит, довольно много периодов. Вот те периоды, которые рентгеновские найдены. Правая колоночка. А слева оптический и то, что очень интересно, что очень многие оптические и рентгеновские приводы совпадают. Еще, естественно, ряд короткий, поэтому достаточно большие ошибки. И вот именно это сравнение оптических и рентгеновских приводов, по нашему мнению, может пролить свет на то, какова природа рентгеновского излучения, ну и природа самих этих объектов. Вторая звезда – это наблюдение на ОЗСП в начале этого года. HD45995. Опять же, несколько-несколько профиль. Линия H-бета. Здесь левые L и R-компоненты. Это просто соответствует тому, что низко-малому углу наклона диски к его учу зрения. Линия, очень много линии, линии низоманного железа в эмиссии. И даже когда мы смотрим, мы смотрим линию геля, которую практически все в абсорбции, есть четко видимый эмиссионный компонент. Также метод Clean4E анализа дал нам компоненты 37 минут. На очень высоком уровне очистки 97 минут, но ошибка достаточно велика, потому что ряд короткий. Дальше… А вот этими я займусь. Я знаю, что самое, что переоценим, но это верхняя оценка. Дальше мы анализировали тест кривые вот этой звезды. Вот они… Это две эпохи, 18-й, 19-й и 20-й, 21-й. Кривые очень похожи, но отличаются амплитуды. Во втором случае амплитуды, к примеру, в два раза больше вариации. Пунктир – это наша аппоксимация, но он очень хорошо описывает то, что дают наблюдение. Мы обработали два, три временных ряда. Первый – это наблюдение 18-19, второй – 20-й, 21-й, около чуть больше 20 минут. И полный ряд наблюдений. Оказалось, к очень большому удивлению, что очень не похоже. Естественно, что один период совпадает для всех трех временных рядах. Это период вращения, мы его уточнили. Это 0,8443 дня. Остальные наблюдения не похожи, очень не похожи. Вот, например, в первую эпоху дневные периоды, периоды в несколько дней, когда у нас в эпоху 20-21 года у нас периоды часы. Но то, что во второй эпоху это можно интерпретировать как нейрадиальные пульсации, что же такое периоды вариации блеска дни, ну, пока совершенно не ясно. Возможно, это связано с какими-то деталями, со спутниками. Может быть, что-то связано с спутником, но пока мы не можем сказать это наверняка. Но очень важно, что амплитуды вариации блеска, они повторяют вариации в эквивалентной ширине линии Аш-альфа. Ну, вот здесь нормированный спектр, здесь базы данных BI стеллар-спектра, расшифровка рентгеновского спектра и моделирования. Здесь можно добавить степенной компонент, который примерно половину потока хорошо описывает. К сожалению, рентгеновская кривая блеска короткая, и мы не нашли периодов периодического компонента, но кроме вот пока очень такого подозрительного периода 48 секунд, который может быть связан с временем высвечивания горящего газа. Но это надо еще проверять. Ну, и насчет того, как образуется рентгеновское излучение, вот здесь перечислены возможные гипотезы. Окреционно-компактный компонент взаимодействия декорационного диска с локальным магнитным полем, потому что глобального нет. Нетиповое излучение, если у нас есть светлевистские электроны. Какие-то аналоги солнечных и звездных вспышек и что-то такое, что мы пока не знаем. Ну, вот здесь картиночка иллюстрирует, как это взаимодействие может быть. Если у нас очень большая магнитная петля, она может либо напрямую взаимодействовать с диском, перепутываясь магнитно-силовые линии, либо взаимодействие межсиловые линии в петле и в самом диске. пока сказать реальные механизмы пока мы не можем, но надеюсь, что мы все-таки это поймем. Ну и выводы. Переменность обнаружена. Переменность не только оптического, но и рентгеновского блеска и профиле линии. Найдено соответствие. И вот механизм, вот может быть нитиповое излучение, тоже надо проверять. И очень важный результат, что в тест кривых в разные эпохи есть большие большие вариации отклонения и периодических компонент, и амплитуда. Все, спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Орбиты, которые померены, они эллиптические или круговые? Круговые. Круговые. В отличие от БФ-разиенов. Вот это очень важно, что они все круговые. Вы показали линию 6 и 7 кэш. Да. но это по-видимому какая-то квадратная линия с магнитным полем? Нет, нет, нет. Магнитного поля вообще у них не обнаружено. А куда линия берется? Линия, это обычная линия к альфе-переходу 2.1 водорода, либо если у нас если у нас водород это переход 2.1, если у нас гель это переход 1С2P1С2, если это другой атом, это просто дырка, которая выбивает с электронной оболочки 1С. Это стандартная линия к альфе. Это не с квадрон. Это не с квадрон. Это железная. Железная линия, да. Тепловая, конечно, нужна горящая плазма, чтобы она появилась. Еще вопросы есть? Давай. Ну да. А, Игорь. Тут у нас есть случай, которые удаленные. Алифе-переходы, алифе-переходы, поэтому просто быстро вращающаяся звезда, которая создает декорационный диск, чем может нагреваться этот диск, там излучением звезды ясно, что такую температуру вы не получите. Поэтому в свое время вот Стан Авотти, известный у нас очень специалист по газодинамике, он предложил как раз эту модель, когда сильное дипольное поле, единственным источником нагрева может быть кинетическая энергия. То есть у вас с полюсов звезды вытекает плазма, течет вдоль магнитных силовых линий и на экваторе магнитом сталкивается и как раз тогда освобождается кинетическая энергия и сильно нагревается. Да, да, да. Я это слышал, да. Но даже эта модель на самом деле оказалась неудачной, потому что вначале, когда он мне рассказывал, когда они посчитали, там требуется суперкомпьютер, чтобы все это считать, у них было ограниченное время и когда первые расчеты были, действительно образовывался диск вот в такой модели с магнитным полем. И сначала был большой энтузиазм, а потом выяснилось, что даже в этом случае, если просто они потом получили больше времени на своих суперкомпьютерах, посчитали дальше, выяснилось, что совершенно неустойчивый диск и все распадается и ничего не получается. И, честно говоря, мне кажется, что вот такой огромной энергией из каких-то локальных магнитных полей вытащить очень тяжело. И в этом плане кажется, гипотеза двойной звезды в этом случае аккреция на какой-то неизвестный нам компактный объект, она представляется более реалистичной, ну потому что просто еще, откуда еще взять энергию такую, чтобы нагреть плазму по температуре 30 миллионов градусов. Я в связи с этим, собственно, хотел спросить, вот когда вы говорили там про эти работы, разные гипотезы, да, вот, вот как-то вот интуитивно, кажется, маловероятно, что вот локальные магнитные поля могут это сделать. Сами авторы как это обосновывают? Вот эти другие гипотезы, они связаны с двойственностью аккреция на контактный объект. Ну, это СМИД с компанией, наблюдающие, они, как говорится, выдвигают гипотезы, делают оценки энергетические, но температуры они не дошли. Так что тут здесь, здесь есть проблема, есть тепловое излучение очень высокой температуры. Как, откуда берется, берется такие энергии, пока не ясно. Смотри, у нас и работе с 17-го года и вы все почитали, там все написано. Да, это 20 миллионов и как это получить? Это реальная температура на границе магнитосферы быстровращающейся нейтронной звезды и мы почитали структуру оболочки и меру эмиссии и эллигенскую светину. Там все прекрасно используется и спектры великолепно многоспомпонентной тепловой модели. Это нужна нейтронная звезда. и которых не очень много. В этом-то главная проблема. А что в этом блоку нейтронная звезда? А частота нейтронных двойных. Нет, частота встречаемости систем с нейтронной звездой и БЕ звезды другая. Ну ладно, коллеги, давайте закончим экскурсию. Продолжаем ее на обед, если кому-то хочется. спасибо еще раз большое. Спасибо. Спасибо. Очень сильно. Потому что всем нас мало тут в зале. Ну все-таки наверное да, наверное пора начинать. Тогда первый доклад у нас Сергей Геннадьевич Желтоухов с коллегами моделирования полевой оболочки углеродной звезды Велебедя. 15 минут. Я вас за 10 минут, за 5 минут до конца предупрежу, чтобы пару минут оставить на вопрос. Пожалуйста. Добрый день. Я хочу сегодня рассказать про исследование и про моделирование углеродной звезды Велебедя. Соответственно, что мы вообще исследуем? Эта звезда является пультирующей звездой меридой. Мериды это пультирующие переменные, про них сегодня уже достаточно много рассказывали, а блюдо в оптике недостаточно большие, в инфракрасном диапазоне мы увидим значительно меньше. И в данном случае эта звезда необычная мериды, она так называемая углеродная звезда. Углеродные звезды определяются по содержанию, отношению содержания углерода к кислороду больше единицы. И соответственно, они большие звезды на поздних стадиях эволюции. В принципе, у некоторых мерид, например, у мира кита, можно даже какую-то форму поверхности на современных телескопах получить. Ну, забегаем. Угу. Вот. Ну, у нашей звезды поверхности самой не видно, зато видно в дальнем инфракрасном диапазоне полевую оболочку, что я тоже покажу. Соответственно, мы провели достаточно большую работу по выбору звезд, которые уже начали исследовать и дальше будем исследовать. Основной этап выбора заключался в исследовании спектров аппарата ИСО, у которого есть хороший спектр средний инфракрасного диапазона, который как раз очень полезен для моделирования пыли, и который по большей части мы пока сами получать не можем. И нашли в них достаточно много объектов, 110 мерид, 90 углеродных звезд, ну, тут эти подклассы достаточно сильно пересекаются. И также нам для моделирования собственно пылевой оболочки, радиационного переноса в пылевой оболочке, нам нужна информация о спектре самой звезды. Мы используем модели Орингера из статьи 2009 года для спектров углеродных звезд. Минимальная температура этих моделей, для которых есть модель 2400 градусов, это накладывает некоторые ограничения, о которых я чуть-чуть позже скажу. Мы собрали все данные, которые, в общем-то, нашли с международных больших проектов, вот, и также используем свои данные наблюдения Кавказ, к игорной обсерватории ГАИШ-МГУ, про приборы я чуть подробнее расскажу, и Крымской астрономической станции ГАИШ-МГУ, в основном в заказном диапазоне. Соответственно, вот можно посмотреть на кривую блеска, мы из базы данных переменных звезд взяли оптические величины, взяли величины оптических диапазонов, ВВРИ, вот, ну, здесь я для интереса ставил кривую именно изменения пыледопульсации в некотором визуальном диапазоне. Данные мы отсюда не использовали, но, в принципе, видно именно форму пыледопульсации звезды. И вот полученная нашей группой кривая блесковым фракрасным диапазоне фильтры от J до N, то есть где-то от микрометра до 5 микрометров. Если звездная величина В у этой звезды в видимых диапазонах порядка 8-10, то К и амплитуды меньше, как мы видим на графе, звезда уже сильно ярче порядка нулевой звездной величины. Нормировка для инфракрасных величин используется по Джонсону. То есть это не обая величина по Джонсону, поэтому не настолько ярче, чем в оптике, но все равно сильно ярче. Также немножечко о приборах. Вот недавно мы буквально пару месяцев назад установили в Кавказской горной обсерватории новый прибор, который работает в диапазоне от 3 до 5 микрон, что позволит нам в дальнейших исследованиях пилевых оболочек гораздо быстрее получать данные о блеске звезд в среднем прокрасном диапазоне, благо там большинство нужных объектов достаточно яркие и 2,5 метров телескопа для этого хватает. Также мы использовали свои спектры с камерой Астрониркам инфракрасные, она работает в диапазоне от микрометра до 2,5. На графике можно видеть спектры, так как мы не делали абсолютный спектр на произвольную величину, которую и для абсолютной привязки в конце концов уже использовались данные абсолютной фотометрии в полосах, которые пересекаются этими спектрами. Вот здесь видно, что внутри серых полос спектр как-то выглядит некрасиво, это полос атмосферного поглощения, где ничего хорошего не видно, но какие-то данные есть, поэтому на графике мы их представили. Также спектры тут показаны для разных фаз звезды. и в конце концов мы собрали все данные, которые смогли найти на одну большую картинку, здесь видно как бы два семейства кривых, это собственно звезда для минимума блеска внизу и звезда для максимума блеска. Согласие спектров и фотометрии получилось достаточно хорошим. Есть точки посередине, это как бы некие средние величины, например, каталога тумас, которые получались на неизвестную фазу пульсации. Но мы все равно решили их перевести. И, соответственно, что мы знаем о звезде до начала моделирования? Знаем расстояние, знаем период, он немножко отличается по данным нашим инфракрасным и каталога переменных звезд, но возможно просто у нас пока не так много периодов померят. Можем проинтегрировать сет, получить светимость. Ну да, период определяется не очень стабильно. И по инфракрасным нашим спектрам мы определили температуру в максимуме блеска получили 2400 градусов. Для минимума блеска соответственно подобрать температуру уже не получилось, скорее всего она просто вылетает за диапазон представленных моделей. Ну, температуру и светимость минимуме мы вполне можем получить, просто проинтегрировав нижний нижний сет и получаем примерно в 4 раза меньше. Соответственно дальше выполнялось моделирование с помощью программы RATN3D соответственно переноса энергии в оболочке и мы получили достаточно одна из самых лучших моделей, которые получалось. Про параметры которые здесь используются я сейчас чуть более подробно расскажу. Видим, что отклонения достаточно мало. Мы оценили численно эти отклонения, но там достаточно сложно все делось, поэтому сейчас наверное об этом не будем. Соответственно зафиксировали мы внешний радиус оболочки, есть наблюдение Гершеля, на которых в принципе пылевую оболочку мы считали симметричной, на картинке на снимке Гершеля в принципе видно. То есть мы то, что мы взяли за радиус пылевой оболочки обвели красным кружочком, не знаю, хорошо его видно на проекторе, я его сейчас обвожу и мышкой. В принципе, если взять оболочку еще больше, даже несколько лучше, получается согласие длинноволнового конца спектра модели с наблюдениями, но для основных наших особенностей это не так важно, поэтому был сфиксирован этот параметр, потому что вырождение с другими параметрами внешнего радиуса полочки достаточно большое. Соответственно, также подбиралось с нами параметры пыли, которые находятся в волочке звезды, соответственно, используют углеродные пылинки и силикатные пылинки со стандартным распределением по размерам. Минимальный размер мы зафиксировали тоже согласно стандартным литературным данным, от него в принципе форма спектра почти не зависит. Максимальный размер пыли параметра моделирования получили порядка 0,8 на фраме. Опять же, я привожу в таком виде, это, можно сказать, 0,75 плюс-минус какая-то характерная ошибка, которую мы посчитали. И количество углеродных пылинок, то есть просто углерода по массе порядка 75%. И что мы получили в плане параметров оболочки? Зависимость концентрации пыли от расстояния соответствует постоянной скорости исчения вещества, то есть 1 на р квадрат. Это было параметром модели, но мы достаточно быстро определили, что такая стандартная физическая модель достаточно хорошо подходит для нашего случая. Внутренний радиус порядка 10 астрономических единиц, оптическая оболочка толстая, что видно по спектру, потому что мы видим только один максимум у звезды, по всем длинам порядка трех, общая оптическая толща и рассеяние, и поглощение на этой длине волны. Температура пыли на внутреннем радиусе 1300 кельвин, в согласии с литературными данными плавиться она еще не должна, но и на внешней оболочке как раз порядка 50 кельвин в дальнем инфракрасном диапазоне. Общая масса пыли достаточно большая, порядка 6 на 10 минус 5 масса Солнца, и мы оценили также темп потери массы из некоторых более-менее средних данных по скорости расширения. Вот, это нами не моделировалось и получили темп потери порядка 6 на 10 минус 7 масс Солнца в год. И сейчас я хочу показать влияние на спектр изменения некоторых параметров, чтобы соответственно посмотреть, как будет меняться спектр, если мы в конкретной подобранной модели оболочки произведем какие-нибудь изменения. Соответственно, сейчас будет несколько графиков, примерно одинаковых, похожих. Зеленая кривая это наблюдаемый параметр, соответственно, если мы полностью убираем силикатные пылинки, пропадает достаточно важная силикатная особенность, по которой было уделено достаточно много внимания в процессе моделирования. И как раз таки форма вот этой особенности хорошо определяет процент содержания именно силикатных пылинок в нашей пылевой оболочке. То есть, если мы возьмем одни силикатные пылинки, особенность становится в несколько раз выше. Размер пыли, верхний, в смысле верхний размер пыли достаточно сильно влияет на спектр, поэтому мы решили включить его в параметры, которые определяются в результате нашего моделирования. Соответственно, при увеличении размера, сильном увеличении размера пыли получаем достаточно большой горб в районе среднего инфракасного диапазона, как видно вот здесь вот по... Так, я случайно перешел, сори. Вот, и соответственно видим достаточно сильное увеличение потока в среднем инфракрасном диапазоне. Это можно скомпенсировать как раз изменением того же внутреннего радиуса оболочки, но получается не очень хорошо. И как раз про внутренний радиус оболочки ближе, чем 6 астрономических единиц мы его сделать не можем, потому что пыль начнет плавиться, и соответственно это тоже влияет на спектр уже в среднем инфракрасном диапазоне. Последний график. Соответственно модель с изменением внешнего радиуса оболочки мы можем делать его еще больше наших 30 тысяч астрономических единиц. Согласие получается даже чуть-чуть лучше, но мы решили, что такой большой радиус оболочки уже плохо удовлетворяет во-первых полям зрения тех приборов, которые мы используем, то есть если мы берем 100 тысяч астрономических единиц, то уже несколько минут, а характерные поля зрения, в которых интегрировался поток всех тех космических телескопов, которые мы брали порядка минут, ну и также в прямом снимке гершеля в принципе эту оболочку видно, и превышать размер, который мы видим, нам показалось не очень правильным идеей. Ну а уменьшение внутреннего радиуса оболочки как раз дает сильное отставание спектра именно в области далеких длиннгол. Вот, наверное, на этом все, это модельная картинка оболочки из программы моделирования радиационного переноса. Спасибо за внимание. Лидий, коллеги, вопросы? У меня первый вопрос там была фотография космического аппарата. Это и был ИСО, про который был слайд. С него данные. Ну, да, собственно, у нас как раз основной спектр, который охватывает эту вот особенность для пыли, на которой мы используем силикатную и другие особенности пыли, это вот как раз розоватые две крилы и это спектр ИСО, которые, наверное, основную часть точек калилирования внести. Да, конечно. Да, Настя, надо вот... Испаренный температур выбрали для пылинок. Пылинок? Ну, как бы мы знаем, что они должны испаряться при температуре больше 1500-1600 кельвин, и наша задача была сделать так, чтобы мы не моделировали пыль с температурой больше. То есть, если температура на внутреннем радиусе меньше, то и хорошо. Так, а онлайн вопросы мы увидим где-то, да? Ну, они говорят иногда, можно посмотреть. Услышим. Ну, в чате ничего нет. Это какой-то жест по тачпаду. Вопросов больше нет, переходим дальше. Всем добрый день. Большое спасибо за возможность представить доклад. Он посвящен исследованию белого гипергиганта шестой косе пея А. Ну, то есть, буква А означает, что он входит двойную систему, ниже представлен спектральный класс. Изначально шестая косеопия считалась одиночной звездой, пока не нашли следы второго компонента в ультрафиолетовой области. Затем позднее в 90-х годах Ченцовым Евгением Леонидовичем и Барсуковой получено ОЗСП были оптические спектры и тогда уже раз пея А. Класс для второго компонента был определен. Более поздняя работа также включала исследование звезд, которое принадлежит к асиопее шестая косеопия к ассоциации косеопия ОБ5 и была найдена системная скорость минус 44,5 километра в секунду. Эта звезда достаточно яркая, что позволяет ее наблюдать с высоким спектральным разрешением, но, к сожалению, параллакс и расстояние тяжело для такой системы определить. Он выходит с большой ошибкой. Также у этого объекта известна скорость вращения в ассоциации порядка 30 километров в секунду. Наблюдения проводились на телескопе БТА с использованием Эшелес-спектрографа НЭС. Всего было получено 9 спектров за 3 года с высоким разрешением и высоким отношением сигнал-шум. Большая часть спектров получена в диапазоне 470-780 нанометров, включая в себя красные триплетки из салорода. И один спектр был получен более коротковолновой области 395-698 нанометров, захватывая линию кальция. На таблице приведены измеренные лучевые скорости для избранных линий, либо избранных групп линий. Это H-α, компоненты ее представлены и разделены двоеточием, H-β, усредненная скорость по абсорбциям, по диффузным полосам и также по межзвездным линиям. Рассмотрим линии водорода, то есть поскольку это достаточно яркая звезда высокой светимости, то у нее H-α представляет собой профиль P-Cygni, переменный профиль. Также на профиле можно заметить дискретные абсорбционные компоненты. Для удобства графики разделены пропорционально датам наблюдения. H-β тоже представляет собой сложный переменный профиль. Иногда в красном крыле заметна эмиссионная компонента. Также наблюдаются компоненты абсорбционные на некоторых спектрах в линии H-β. Наиболее сильные линии, такие как ферм 2, 449, 24, 51, 69, показывают значительную также переменность, значит, изменяя как интенсивность линий, так и ширина линии. Я выделяю здесь дату 13, 11, 21, поскольку на данном графике линии наиболее широкие и также некоторые последствия будут видны дальше. также возможно на некоторых абсорбциях тоже абсорбционные компоненты 2. Более слабые линии ионов металлов здесь я привела кремний 50-56 показывают переменность в ядре линии и также на дату 13, 11, 21 показывают смещение положения центра линии. на графиках пунктивная прямая соответствует средней скорости по абсорбции минус 51 км в секунду. Также возможно плохо видно, но более слабая линия фирм 2 тоже имеет смещение на 12 км в секунду положение линии. И чтобы более было понятно, слабая линия гелия 58-75 тоже неизвестно показывает ли она какую-то переменность, но имеется смещение на эту дату. Поскольку звезда лежит в плоскости галактики, то мы видим большое количество компонентов на межзвездных линиях. Здесь представлен натрий, но также несколько компонентов заметны в линии калия и кальция. Натрий содержит 7 компонентов. Некоторые из них удается отождествить с локальным рукавом. Это примерно на скорости минус 12 км в секунду. Также наиболее удаленные компоненты со скоростью минус 66 км в секунду возможно принадлежат расширяющейся оболочке. Также положение линий диффузных межзвездных полос остается постоянным. на графике пунктирной линии для диффузных полос представлена усредненная скорость по их значениям. Также здесь представлено два типа, но основной DIP 62.03. Основные опять результаты сильной абсорбции имеют значительную переменность также более слабые абсорбции тоже показывают переменность но только интенсивность ядра меняется наблюдается смещение положения линии на 12 километров в секунду в одну дату слабые линии не показывают значительной переменности среднюю скорость мы посчитали минус 51 плюс-минус 2 километра в секунду мы ее пока что рассматриваем как системную скорость по DIP получается минус 20 метров в секунду также звезда имеет компонент минус 13 метров в секунду на межзвездных линиях что соответствует местному рукаву и также видна ее расширяющаяся оболочка 15 метров в секунду шальфа имеет широкие крылья по 7 крылу скорость дает скорость ветра порядка 350 километров в секунду спасибо за внимание очень оперативно спасибо коллеги вопросы правильно сказали что звезда это очень давно хорошо изучается какие новые выводы вы получили в своей работе по сравнению с тем что уже было другими получено мы получили скорости по межзвездным компонентам скорость средней по дипам также у нас другая скорость в отличие от соавторов по абсорбционным линиям скорость она эта скорость к чему относится к звезде или опять к межзвездным к звезде большое отличие от того что раньше было отличие порядка 5 километров в секунду так ну хорошо да весьма весьма значимое такое удивительное может быть оно все-таки относится к ветру так коллеги еще вопросы спасибо спасибо большое организаторам что пригласили сделать этот доклад и когда я получил это приглашение я подумал что это удобный момент для того чтобы не просто рассказать о какой-то своей конкретной работе а попытаться представить более общую картину что в общем-то естественно для такого достаточно длинного доклада ну и поэтому план моего доклада ну такой вот незамысловатый я расскажу кратко о том с чего все началось что мы имеем сейчас и надеюсь что мы будем иметь в будущем так история конечно с древности люди знали что есть звезды которые очень близко друг к другу находятся на небе но о том что они могут быть физически связанными объектами никто не задумывался до 18 века и первый кто об этом задумывался был математик швейцарский Ламбер который он не был астрономом он привел чисто математический аргумент если предположить что звезды каждая звезда сама по себе то логично предположить что они просто равномерно более-менее на небе и тогда вероятность того что две звезды окажутся очень близко друг к другу но она должна быть невелика а если таких звезд довольно много то совсем маленькая вероятность получается отсюда он сделал вывод что могут быть гравитационно связанные пары но это был такой чисто вероятность и аргумент вот а значит по пользу немножко в том же 18 веке Джон Мишель который был астрономом и по основной профессии как тогда часто водил священником английским он и блестящим совершенно ученым он более конкретно использовал ту же самую в общем-то аргументацию на примере плеяд которую он исследовал и пришел к выводу что с большой вероятностью плеяд представляет собой гравитационно связанное скопление ну а раз несколько звезд могут быть гравитационно связаны то почему бы и парам звезд не быть связанными вот такая была аргументация не могу удержаться от того чтобы не сказать что он же в 1783 году впервые написал про те объекты которые мы сейчас называем черными дырами это совершенно кажется фантастичным вот в те времена конечно никто не знал о вырожденных состояниях материи поэтому что он сделал он посчитал какого размера должна быть звезда с плотностью такой же как у Солнца чтобы от нее не ушел свет вот чисто технически этот расчет был получил кстати что звезда должна быть радиус такой звезды должен быть 500 раз больше чем радиус вот технически расчеты уже тогда не вызывали никаких сложностей почему потому что была принята корпускулярная теория света вот свет это частицы которые летят от Солнца от звезды на них действует гравитация скорость света была более-менее точно известна закон всемирного тяготения Ньютона тоже дальше вычисление элементарно но совершенно удивительно то что сама идея пришла ему в голову о том что свет может там вот не улететь от звезды вот ну а уже в более практическом плане первая двойная звезда была открыта коллекционно связанная Вильямом Гершелем в 1803 году это Кастер Кастер А и Б вот он наблюдал 25 лет наблюдал он кстати их вовсе не для того чтобы обнаружить коллекционно связанные двойные звезды а просто потому что таким образом измеряя положение близких звезд пытались измерять параллакс в то время потому что параллакс ну нам нужно смещать неизвестные на небе чтобы определить параллакс в течение года и измерять расстояние от данной звезды до ее близкой соседки может гораздо большей точности чем если соседка далеко вот поэтому использовали близкие пары звезд и вот за 25 наблюдений Кастера он обнаружил что они движутся Кастер Б движется по гравитационной значит по орбите вокруг Кастера А совершенно удивительный результат даже по нынешним временам потому что 25 лет наблюдения период этой орбиты 450 лет даже сейчас это было бы не очень легко рассчитать а тем более это удивительно если вспомнить что у его телескопа не было часового видения картинка у него все время плывла в поле зрения и у него не было микрометров которые потом в 19 веке широко использовали для измерения расстояния между тесными звездами визуальными сейчас мы знаем что Кастер состоит из трех компонентов А, Б, С и каждый из этих компонентов является спектрально двойной но вот это так сказать астометрическая работа была а первую из обменной двойную звезду открыл значит молодой очень человек английский Джон Гудрайк любитель астрономии вот он был очень болезненным мальчиком в детстве оглох от болезни и умер в 21 год от пневмонии но вот незадолго перед смертью он наблюдал на небольшом телескопе тоже частном который был на заднем дворе у его соседа и этот самый сосед дал ему как раз задание понаблюдать несколько звезд вот он опять же привезут чисто визуальным наблюдением обнаружил период Алголи 2,8 дня и предложил в своей работе две гипотезы которые совершенно разумны и в наше время кажутся первая это затменная двойная система правда он писал затмение гигантской планеты вот а второе это пятно на поверхности вращающейся звезды и в конце 19 века уже когда появилась спектроскопия Фогель подтвердил что первое предположение было верным когда измерили спектр кривой ничего из скоростей вот в середине 19 века появилась фотография сначала фотопластинки имели очень маленькую чувствительность в конце 19 века уже чувствительность возросла настолько что их стало возможно использовать в астрономии появилась одновременно спектроскопия и вот дальше начала развиваться наблюдательная астрономия а в первой половине 20 да диаграмма Гешпунга-Райсова это 1910 год примерно начала развиваться эволюция и вот в первой половине 20 века более-менее была к середине века уже в целом создана теория эволюции одиночных звезд и вот на этом этапе важность двойных звезд уже была понята астрономами почему? потому что при минимуме модельных предположений можно получать фундаментальные параметры потому что для того чтобы считать эволюцию нам нужен базовый параметр масса, радиус температура, светимости и значит когда название доклада я написал как лаборатория вот в данном случае лаборатория это некий измерительный инструмент линейка для того чтобы померить радиус и весы чтобы взвесить звезды вот здесь я схематично думаю, что большинство конечно это знает но на всякий случай решил представить себе представить такую картинку если у нас есть кривые выводки у скоростей справа здесь они показаны двух компонентов мы из них можем получить вот такие параметры с точностью до синус куполя до синус и это масса звезд и относительной орбиты их орбиты вот а если его блеск а если это затменная система мы можем определить вот параметр который слева и более важный из них это угол наклонения орбиты потому что он дает возможность определить уже абсолютные массы не с точностью до синус купы радиус отношения температур температуру можно естественно из спектра определять далеко не всегда картинка идеальная потому что далеко не все системы являются затменными и далеко не во всех системах видны кривые выучивые скоростей и биевые компоненты тем не менее вот я забыл сказать что из кривых выучивых скоростей вот это все получается просто из законов Кетера то есть вам не нужны никакие сложные модели получается надежная оценка вот и получаем абсолютные параметры вот это все важно то есть двойная система как лаборатория измерительная и вот в середине 50 века возник знаменитый как мы сейчас знаем парадокс Алголия вот тогда ну я не знаю наверное большинство людей подавляющее здесь знает на всякий случай опять же скажу двойная система в которой менее массивная звезда она оказывается более провалюционировавшая чем более массивная вот а из теории эволюции одиночных звезд было известно чем массивнее звезда тем она быстрее ревалюционирует но поскольку двойная система естественно обе звезды родились в один и тот же момент времени более массивная звезда должна быть более провалюционировавшей а здесь более провалюционировавшей оказывается менее массивная звезда и это было непонятно некоторые указания были уже в работах там 40-х годов вот но впервые систематически к этому подошли наши советские ученые Паринага и Масевич они не просто алгорят на 2-2-2-2-2-2-2 12 таких систем и обнаружили сначала они нанесли эти параметры стоичного компонента значит на диаграмму массосветимость и у них получилась просто какой-то абстрактный облакоточек но потом они выяснили что если подобрать специальные функции значит которые включают еще некий неизвестный непонятный чему соответствующий параметр лямбда который они произвольно так сказать ввели то оказывается что зависимость радиус масса и светимость масса и еще там включается этот параметр лямбда оказываются очень хорошими точными зависимостями вот Ото Струли на основе их работы выяснил что этим самым параметром лямбда является не что иной как отношение масс-системы но Ото Струли не сделал так сказать следующий шаг который касается эволюции но предложил заняться этой проблемой американскому астрофизику Джону Кроуфорду который наконец в 1955 году предложил решение этого парадокса то что та звезда которая сейчас мы наблюдаем менее массивная вначале она была более массивная в процессе эволюции значит расширилась и заполнила свою критическую полость рожь и перетекла на соседку и сделала эту соседку более массивной а сама стала менее массивной вот такой вот и с этого момента собственно говоря начинается новая роль двойных систем на мой взгляд это вот тесные двойные системы как лаборатории с новой физикой с чем-то что происходит такое чего мы не наблюдаем в одиночной звезде и опять же на этом я бы сказал что историческая часть заканчивается почему потому что если например те же работы Джона Гудрайка но она имеет чистый исторический интерес сейчас то вот те идеи которые были высказаны в 50-х в начале 60-х годов их просто невозможно формально оторвать от того что происходит сейчас мы до сих пор их активно используем потому что люди которые тогда работали они просто заложили фундамент на современной всей нашей науке в этой области ну и вот прогресс начиная с 50-х годов он естественно связан с технологическим прогрессом это новые телестопы преодоление вот этого предела когда телестоп имеет зеркало которое поддерживается форму которого поддерживается его собственным весом и значит переход к тонким зеркалам вот и с другой стороны приемники излучения естественно вот и вместо оптического диапазона мы расширили в обе стороны и теперь нам допустим доступно изучение электромагнитного излучения от радио до гамма плюс новые методы не просто фтометрии спектроскопии а полириметрии спектрополириметрии абсолютный спектр фтометрии интерферометрии просто и спектлоинтерферометрия но кроме электромагнитного диапазона в последние 30 лет появились принципиально новые детекторы инновационные проекты лига вирга извиняюсь это ошибка опечаток у меня, и японский проект Кагра Авирго это итало-французский проект Лайго американский А? Опечатался, слишком быстро опечатал И нейтринные детекторы, из которых наиболее успешным, пожалуй, сейчас является IceCube, о котором я немножко позже скажу Плюс новый метод анализа наблюдений и особенно большая роль, на мой взгляд связана с внедрением компьютеров которые позволили идеологически очень сильно упростить очень многие задачи, которые раньше решались большим-большим трудом Ну и, конечно же, новая физика Вот эти три аспекта, мне кажется Разделение достаточно условное Первый пункт невозможно представить себе без компьютеров А третий пункт, когда новая физика она зачастую требует новых методов Но, тем не менее, некое условное разделение я тут сделал И вот, чтобы проиллюстрировать Дальше я буду иллюстрировать это на некоторых примерах Сама тема по себе совершенно необъятна Естественно, да, поэтому я не буду говорить о многих вещах А будут показывать примеры того, как все это работает Ну, в тех областях, которые близки к моим собственным работам И вот первый пример Это ИК-приемники Которые были доступны сначала только военным ПЗС-матрицы ИК Но в начале 90-х годов стали, наконец, доступны И гражданским специалистам, в частности, в астрономии И вот система Лебедь-Х3 Уникальный совершенно объект, который один такой в галактике Представляет собой звезду Вольфрея в паре с компактным объектом То есть нейтронной звездой или черной дырой Такого типа объекта предсказывают современные теории эволюции двойных звезд Их в 80-х годах очень активно искали Разные группы, но как-то безуспешно А тут вот его случайно открыли исключительно благодаря рекоприемникам Почему? Потому что объект находится на расстоянии 7 или 8 килопарсек от нас Лежит в плоскости галактики Огромное межзвездное поглощение Он в видимом диапазоне меньше 25-й звездной величины А в жиле он 11-й величины И вот в 92-м году некий аспирант голландский Иван Терклик В фамилии он занимался совершенно другой работой Но попутно ему дали наблюдать вот эту звезду с инфракрасным спектрографом И когда померили инфракрасный спектрограф И когда обнаружили, что спектральные линии эмиссионные у этой звезды Соответствуют типу Вольф-Равель И нашли вот тот самый недостающий звено Которое предсказывалось теорией эволюции А мы смогли тоже сделать некую работу по этому объекту Используя нашу инфракрасную камеру На двухслойнометровом телескопе Каду-Гариш Удивительно то, что Хотя сам объект в рентгене Он был открыт как рентгеновская двойная система С периодом 4,8 часа еще на спутнике Ухуру в 78-м году И вот спектр были получены в 90-е годы А детальных фотометрий никто не делал Я думаю, что это потому, что все-таки Инфракрасные приемники висят не на каждом телескопе Дорогостоящие инструменты, а на маленьких телескопе Телескоп ее вообще не повесишь Потому что там охладение делим и так далее Азотом А на больших телескопах вам просто не дают много времени Которое требует фотометрию Но, к счастью, у нас такое особое положение Когда телескоп принадлежит нам И мы могли потратить довольно значительное время Вот здесь слева показаны орбитальные кривые блеска Которые получены в разные ночи наблюдений Поскольку период 5 часов То за одну ночь мы получали полный период А иногда и большего Здесь, если перекрывалось, то дополнительные точки Которые со следующего орбитального цикла Показаны красным цветом Видно, что все очень переменно От одного периода к другому Причем между некоторыми наблюдениями Здесь всего одна ночь Между некоторыми там больше, но не важно И то же самое наблюдается, кстати, у рентгеновской кривой блеска Там все бурлит, шкварчит и булькает Потому что при таком периоде Это нейтронная звезда или черная дыра Она окружится по орбите очень близко к звезде Вольфрае Потому что период всего 4,8 часа И, естественно, там все очень нестабильное Но если усоединить эти все кривые То получается вот здесь вот на этом снимке показано Совершенно удивительно хорошие инфракрасные кривые Фильтры Ж и фильтры К А здесь вот на третьем графике этот цвет Жи минус К А справа показано рентгеновская кривая блеска Со спутника РКСТЕ, который мы взяли из архивов Это мягкий, средний и жесткий рентгеновский диапазон Эта система удивительна тем, что это тот случай Который может быть не очень частый Когда природа просто сама нам явно говорит Что здесь происходит Это не то, что вам надо какие-то очень сложные Проводить исследования Собирать огромное количество данных И долго в них разбираться И отфильтровывать разные побочные эффекты Здесь система просто сама говорит, что происходит Но вот смотрите Вот эта вот модель, которую мы создали для этой системы Для того, чтобы описать эти данные Она состоит из звезды Вольф-Рае Нейтронной звезды Вот эта вот ударная волна То, что по-английски Боушок называется Связанная с движением спутника в ветре звезды Вольф-Рае Есть горячая часть ветра Которая полностью организована И нагрета рентгеновским звучением компактного объекта Есть холодные тени от звезды Вольф-Рае Где температура гораздо меньше Есть так называемый плампит рейл Это джет, который вырывается из рентгеновского объекта Он взаимодействует с веществом ветра Создавая такие блобы с густой вещества Они постепенно тают И вот образуется такой вот хвост из блобов Который тоже влияет на поглощающие свойства То есть вот такая многокомпонентная модель Казалось бы, что она очень сложная Откуда мы все это взяли? На самом деле нам это все продиктовали Продиктовали вот эти кривые блески Рентгеновские и инфракрасные Ну представьте себе, что вот ничего этого бы не было А был просто сферический симметричный ветер И движущийся здесь объект Да, очевидно, что затмение Вот на фазе 0 это значит Наблюдатель слева На фазе 0 у нас Компактный объект сзади У нас должен быть симметричный минимум Вход-выход А здесь у нас вход быстрый, а выход медленный Почему? Потому что, ну, легко, естественно, предположить Что здесь у нас есть какое-то дополнительное поглощение Которое понижает уровень Который был бы, если бы его не было Был бы более быстрый выход И вот в качестве такого поглощающего дополнительного дента Естественным образом Представить себе, что это вот такая вот ударная волна Которая на самом деле наблюдается В массивных рентгеновских двойных системах Более того, даже фазовый угол Этот поглощение дополнительно действует Где-то на интервале фаза от 0.1 до 0.4 до 0.5 Он идеально совпадает с тем, что должно быть В случае Боушопа Потому что Боушопа вот так наклонен слегка И тангенс угла наклона Это просто отношение скоростей орбитальной И скорости ветра Ветра звезды Вольф-Райя То есть все это легко считается То есть просто вот эта вот асимметрия Главного минимума Говорит нам о том, что здесь вот есть этот самый Боушоп Вот Клампи-трейл соответствует этому статичному минимуму Я уж не буду вдаваться в детали Таким образом Вот здесь замечательные эти данные Тем, что они просто сразу вам ясно И на качественном уровне говорят о том Какая у вас должна быть картина всего того, что там происходит Дальше для того, чтобы все это Так сказать, рассчитать И получить конкретные числовые параметры Здесь вот черными линиями показаны результаты нашего моделирования Цель будет создать довольно сложную модель Которая громоздкая и долго считает У меня там это считалось больше месяца Все Вот И мы определили разнообразные параметры В частности, массу этого объекта Компактного получилась Семь на солнце Скорость потери массы Звезды Вольф-Райя Вот Ну такие базовые параметры Которые интересны для объектов этого типа Вот Но на качественном уровне Картинка очень простая И все это вот благодаря тому, что у нас Теперь есть этаприемники Значит, только один пример Потому что примеров можно приводить в массу Ну вот теперь по второму пункту Перехожу Новый метод анализа И компьютерное моделирование Значит, начну я, пожалуй, с второго пункта Когда стало понятно, что Тесны двойных систем И звезды могут быть искажены Прилеевым взаимодействием Модель просто двух шариков не подходит Потребовалось как-то с этим что-то делать И вот Рассел Шепли и Рассел и Мерил Они создали модель трехосного эллипсоида Для вот этих трехосного эллипсоида Для вот этих трехосного эллипсоида Появилась в 1912 году аж А вот окончательная книга В которой все это было написано Полностью от начала и до конца Вся методика Это 52-й год Рассел и Мерил Причем сами авторы прекрасно понимали Что модель трехосного эллипсоида Она неадекватна Реальной конфигурации звезд Была неким приближением Компьютеров тогда не было И поэтому суть обработки Заключалась в том Что сначала выбрали Незотменный участок блеска двойной системы Который в случае В случае сферических звезд Должен быть просто константный А реально он слегка переменный Из-за того, что звезды эллиптические И разлагали этот незотменный участок И от ферии Считали коэффициенты Вычитали все это И сводили кривую Это называлось процедурой эллиптификации К некой такой вот эквивалентной системе Состоящей из двух сферических звезд А потом уже решали Коевую блеск Исследовали параметры этих звезд Уже как бы псевдосферических звезд Стандартными методами Но эти стандартные методы Тоже подключают в себя Довольно сложную технику Потому что аналитически Кривую блеска Вычислить невозможно Там, когда вы начинаете вычислять Во время затмения Потери блеска Там возникают Эллиптические функции И разложение в ряды И все такое В общем, вся эта работа Она достаточно тягомотная Потому что вам надо Все это очень аккуратно и тщательно делать Интерполировать по всяким таблицам Предвычисленных этих функций Я думаю, что если бы Современному студенту дать Такую задачу Он бы решил, что его руководитель Научный просто садист И для чего я все это рассказываю Что, наконец Что компьютеры как раз Радикально облегчили эту ситуацию В некотором роде Значит, Деник Коппол был первый Кто предложил концепцию модели Роша В приложении к тесным двойным системам Вот у него книжка Есть знаменитая его Тесная двойная система 59-го года Где это было впервые сделано Сам Роша Это, значит, ученый Который жил в 19-м веке И он никакого отношения к астрономии не имел Вот он примерно в 1850 году Напечал работу о строении жидких тел Вращения с учетом воздействия внутренних и внешних сил И там как раз получались Вот эти вот формы Которые сейчас мы называем моделью Рош А Деник Коппол сообразил Что это же самое Можно предложить и к двойным системам То есть в этой модели у вас считается Что у вас внутренняя сила Это сила тяжести А внешняя сила Это, значит, сила Центробежной силы Вот И, соответственно, Если написать уравнение потенциала То получается, что Вы можете нарисовать Эти потенциальные поверхности Для разных потенциалов И постулируется, что форма звезды Совпадает с формой Одной из этих потенциальных поверхностей А дальше, значит, если у вас есть компьютер То вы можете все это легко посчитать Значит, покупки компьютерного моделирования Были предпринимались Достаточно рано В начале, по-моему, в конце 60-х годов Была модель Хилла и Хатчинса Но первая программа Которая, де-факто, стала стандартной Эта модель Компьютерная Вилсона и Девиней 71-го года Значит, рассчитывается Решая вот эти уравнения Модели Роши Рассчитывается форму поверхности звезд Разбивается звезды на элементарной площадке Поток от каждой элементарной площадки Направление наблюдателя Считается в соответствии Ну, скажем, с законом Протемнения к краю И потом все площадки И потоки от всех площадок суммируются За исключением тех площадок Которые взбиваются Внутри затмения Вот То есть С точки зрения, так сказать, идеологически Это очень простая концепция Но для того, чтобы реализовать Вам нужны компьютеры Потому что вы еще не этого не сделаете И современное развитие этой модели Дальнейшее Оно было Как бы шло по другому направлению С одной стороны Вот эта стандартная модель Роша Где две звезды Обе модели Роша А с другой стороны Индивидуальная модель Для уникальных ТДС И я вот сейчас немножко Об этом расскажу Значит, вот Программа синтеза общего доступа Есть, во-первых Я тут их перечислю Байнер Мейкер Надфола А самая популярная Которая сейчас распространена Это бесплатная программа Наиболее Как бы сказать Детализованная И учитывающая очень много Всяких физических эффектов Называется она Феба Вот Очень хороша Но она реализует Именно вот эту стандартную модель Вот А есть авторские программы Часть из тех Которые здесь перечислены Они уже умерли Возникали они Отчасти потому Что в те времена Вот ранние годы Которые здесь перечислены Просто не было Общедоступных программ И люди сами это делали Сами писали С другой стороны Иногда они делали это Для каких-то Отдельных систем Где были какие-то Уникальные особенности Вот в нашем отделе Как раз Хотя мы тоже начали Наши сотрудники Начали развивать Это направление Со стандартной модели Роша Но потом все это Пошло в сторону Как раз Интересных Уникальных систем Где просто Стандартной модели Роша не хватает Вот Ну и вот здесь Показано как раз Несколько примеров Таких моделей Которые в нашем отделе Были созданы Справа вверху Это как раз Стандартная модель Роша Системы на эксцентричной Орбите Слева вверху Это модель с диском Который может Использоваться Для рентгеновских Систем с аккреционными Дисками В середине И справа Внизу Это две модели Которые были использованы Немножко отличающиеся Для системы СС-433 Для анализа Рентгеновских наблюдений И вот красным цветом Здесь показана Рентгеновская корона В основании Реликвидских джетов А слева Еще одна модель Сравнительно недавняя Это когда у вас Одна из звезд Представляет собой Звезду с ветром Например звезду Вольф-Рай А вторая звезда Вот в ней В этом ветре Затмевается То есть Не две звезды С тонкими атмосферами Вот Ну и вот Результаты Конкретно Этого развития В управлении Компьютерного моделирования Тесных двойных систем Этот результат Относится К использованию Тесных двойных К использованию Тесных двойных систем Как измерительных Лабораторий Вот известная работа Ториуса Которая здесь На первый день Цитировалась Я привел здесь Работу С 2010 года Это была первая работа В дальнейшем Эта группа Дальше продолжает И сейчас есть работа Но вот здесь Совершенно потрясающие Результаты 75 разделенных систем Которые проанализированы В стандартной модели Вот И построены Вот эти все Характерные зависимости Пунктирной линии Здесь вот нарисована Теоретическая кривая Для начальной Главной последовательности Согласие Совершенно потрясающее И Точность Вот для таких Разделенных систем Параметров Получается лучше Трех процентов И это можно использовать Например В той же теории эволюции И где угодно Где вам Это вот Демонстрация того Как На современном уровне Уже Двойные системы Могут поступать В качестве Измерительных лабораторий Ну а вот Что касается Уникальных систем Вот я тоже Привожу Всего Несколько Примеров Это SS433 У него есть Орбитальная переменность И есть Прецессионная переменность То есть диск Вот этот вот Он прецессирует Здесь показаны Картинки В разных фазах Одна и та же Квадратура Фаза квадрат Квадратура Орбитального Периода Но разные фазы Прецессионного Периода И оказывается Что хотя вообще Говоря по кривой блеска Отношение масс В системе Определить нельзя По одной кривой блеска Потому что Этот параметр Он очень сильно Коррелирует С другими параметрами Модели Например с радиусами Но вот оказывается Когда у вас есть Прецессионная переменность Плюс орбитальная переменность То их сочетание Позволяет Сузить параметр Возможных Отношений масс Что в данном случае Является важным Потому что Отношений масс Зависит оценка масс Компактного объекта Который здесь находится И решение вопроса О том что это Нейтронная звезда Или черная дыра Но вот по этим Жестким рентгеновским наблюдениям Кривые блеска В жестком Компактном диапазоне Было получено Что Масса компактного объекта Порядка пяти масс Солнца То есть это черная дыра Вот просто пример Использования Компьютерного моделирования Для анализа данных Вот это еще один Любопытный пример Тоже наша работа Система Где оптическая звезда Позднего Центрального класса Плюс белый карли Кривая блеска Выглядит совершенно фантастически То есть как мы себе Обычно представляем Кривые блеска Двойных систем Это Один минимум Второй минимум Вот так вот А здесь у вас Вот какая-то Синусоида И вот какая-то Малюсенькая Такая фитюлька Здесь затмение В виде такой малюсенькой Фитюльки Здесь вот справа Они показаны В разных фильтрах В большем масштабе Вот И основная переменность Это вот эта самая Переменность Элипсидальная Которая из-за того Что фигура Оптической звезды Искажена Продвиженным взаимодействием А то что Вот это Затмение Которое длится Всего 12 минут Кажется Примерно 12 минут Она вот здесь происходит Это говорит о том Что по разнообразному Объекту Он очень маленький Но при этом Глубина затмение Достаточно большая Это все достаточно яркие Это белый карлик Вот И мы использовали Вот более Да Плюс еще Здесь понятно Что из-за того Что максимум Вот эти два максимума Что наиболее сильно видно Фильтривые разной высоты То на оптической звезде Должно быть пятно Потому что иначе Максимумы были бы одинаковые Вот Поэтому вот такая модель Была использована Здесь точка Это белый карлик Вот Показано Как выглядит эта система На разных фазах По орбитальному периоду И все хорошо описалось Кроме вот Фильтра Р Где есть В наблюдениях Явный такой вот избыток И мы предположили Что фильтр Р Это 6 тысяч ангстрем 6-7 тысяч ангстрем Вот Что белый карлик Магнитное поле Может быть циклатронное излучение Вот Это было сделано Предположение Просто его скривой блеска И через два года Появилась работа Где непосредственно Померили круговую поляризацию Этого объекта И действительно Обнаружили это Ясное циклатронное излучение Примерно на 6,5 тысяч ангстрем Вот И просто это Я это показываю Только для того Чтобы продемонстрировать Во-первых Просто интересно Очень необычная кривая Тесная двойная система Во-вторых Продемонстрировать Способность Современных методов Компьютерных Все это анализировать И в-третьих Просто вот эта вот Последняя деталь Она приятная Потому что приятно Понимать Как там все встроено И как все что происходит Вот Ну вот еще один пример Это модель Где Использование компьютерной модели Это звезда Вольф-Раес В паре со звездой О Вот Достаточно Интересная система Потому что у нее период 80 дней При этом у нее большой Эксентриситет 0,6 Поэтому Само затмение Оно Очень коротенькое Три дня всего Поэтому наблюдать Земли неудобно Потому что Три дня Продемонстрировать Затмение Вы одну ночь наблюдаете Потом у вас промежуток Потом Получаются дырки такие Поэтому вот эти данные Получены на одного Спутника Брайк Это микроспутники 5 или 6 штук Было запущено На орбиту вокруг Земли И они способны Наблюдать Одну и ту же область неба До полугода Фотометрические спутники Сам спутник Довольно забавный Это кубик Размером 30 на 30 на 30 сантиметров Обклеенный Солнечными панелями А апертура телескопа 3 сантиметра Вот При таком Казалось бы Несерьезном Совершенно инструменте Поле зрения 20 градусов И он наблюдая В течение полугода Эти 20 градусов Там матрица какая-то Стоит огромная То есть он при этом Вот Он позволяет Вот такой мониторинг Вести Фотометрически Мы использовали Ту самую модель Которая была показана На одном из предыдущих слайдов Когда у вас звезда С ветром И в этом ветре Движется спутник Вот На эксцентричной орбите Ну Сверху показана Полная кривая А здесь вот Область затмения И вот Пунктирной красной линии Здесь показана Та компонент И кривой Где нет ветра То есть разница между А черная Это уже полная модель То есть разница Между этими двумя кривыми Показывает Расплат ветра Если бы у нас была модель Некоторые люди Иногда, как ни странно Используют Для Анализа Кривых блесков Систем Со звездами Вольф-Рай Используют Стандартную модель Роша Где нет ветра Понятно, что Если бы вот здесь Использовали такую модель То у вас эта модель Прошла бы где-то Примерно так же Как черная кривая Но параметры При этом были бы Совершенно другие Вот это просто Иллюстрация того Что Компьютерное моделирование Позволяет Технически сложно А идеологически Достаточно просто Получать вот такие Интересные результаты Вот Ну, среди прочего Мы тут определили Да, я вижу У меня Секундамер включен Значит, разные параметры И все такое Вот так Наблюдатель Видит эту звезду На эксцентричной орбите Большая звезда Это звезда Вольф-Рай Она большая Потому что ВНН Там еще есть водород А вот Другой пример Где, казалось бы Стандартная кривая Двойной системы Один минимум Второй Выглядит обычно До тех пор Пока вы не обратите Внимание на период Который меньше 13 минут Это система Из двух белых карлик И вот Совершенно стандартной Модели Роша Ее можно вот так вот Описать Получить параметры Один белый карлик Гелевый Другой углеродный Кислородный Параметры Кривая блеска Одного Одной компонента Потому что Второй белый карлик Слабый и не виден Слева для интереса Просто показал Спектр Это бальбернская серия Такие широкие линии Потому что гравитация Огромная На поверхности белого карлика Но интересно Эта система Опять же Показывает Как курьезный случай Когда вроде бы Стандартная Совершенно кривая Но при этом Сами компоненты Очень необычные А при этом Можно анализировать Стандартной моделью Но еще она интересна В том Что система Карлика Не взаимодействует И в этой системе Но при этом Изменение периода Довольно большое И изменение периода Она может быть В этом случае Только исключительно Из гравитационных волн То есть Это тот случай Когда совершенно Обычные наблюдения Оптические И спектральные Позволяют нам Посмотреть На то же самое На что смотрят Гигантские Дорогостоящие Монстрообразные Проекты Типа Лайга Довольно забавное Заключение Авторы этой статьи Делают В конце Они предсказывают Что при таком Сменении периода Контакт между Этими белыми Парликами Случится через 900 миллионов лет И дальше Могут быть Разные варианты Например Можно взрыв Сверхновые Типа 1А Или может Получиться Один массивный Быстро вращающийся Белый карлик Короче Разные сценарии Но в любом случае При этом возникнет Спресс гравитационных волн И вот и дальше Они пишут Что проект Лазерного Гравитационного Лазерной Гравитационной Антенны Который в космосе Сейчас существует Такой проект Что он бы его Обнаружил Через В течение первой Недели работы Таким образом Получается Что надо подождать Пока будет создана Гравитационная Волновая антенна В космосе А потом подождать Еще 900 миллионов лет И в течение Первой недели работы Мы этот объект Обнаружим Как последствия Гравитационных волн Ну вот Кроме методов синтеза Я здесь совсем Коротко скажу О том Что есть совершенно Другие принципиальные Методы Которые были В свое время Предложены Анатолием Михайловичем Черепрещуком И Гончарским И Голой С тематиками Из МГУ Которые в принципе По-другому решают Левые блеска Вот Ну вот Если у нас есть Кривая блеска То потеря блеска Нормированная на единицу То потеря блеска Затмение Это интеграл По вот этой Закрытой части Диска задней звезды От потока На диске С элементарной площадки С единичной площадки Диска задней звезды Умноженная на функцию Поглощения Передней звезды Если передняя звезда Просто звезда Главной последовательности То вот эта функция Очень простая Единица внутри диска Потому что все поглощается Вновь снаружи Но если спереди Звезда вольф-райе У нее полупрозрачный ветер Эта функция Вообще говоря Неизвестна Можно принимать Собственно говоря Мы вот это уравнение Решаем каждый раз Когда мы анализируем Клублеск Любой двойной Затменной двойной системы Но обычно Все что я рассказывал До этого У вас Вот эти функции Предполагались Жесткими Пограммедистыми функциями Ну скажем Закон потемнений к краю А если у нас Такая-то система Для которой у нас Еще мало информации У нас нет Закона потемнений к краю Нет Закона Закона Поглощения По радиусу То возникает вопрос А нельзя ли Как-то прямо Решить это уравнение И вот был предложен Метод решения Основанный Это интегральное уравнение Фридгольма первого рода И значит Основная идея Которая основана На идеях Академика Тихонова Нашего выдающегося математика Заключается в том Что для того Что у здесь В общем виде Это вот таким образом Уравнение Формируется К это известное ядро З это неизвестная функция У это наши данные Так вот В общем случае Это задача некорректная То есть Сколь угодно Возмущение Шуму Функции Наблюдения Ху Может соответствовать Сколь угодно Большей флуктуации З Если вы будете Решать эту задачу Не накладывать Никаких ограничений На неизвестную функцию З Вы получите Теоретическую кривую Которую проходит Через все наблюдательные точки Включая шум То есть Невязка будет равна нулю И ваша Вот эта вот Полученная функция З На ваше решение Она будет описывать Не только систематическую часть Вашей переменности Но и шум Вот И собственно говоря Когда мы делаем Используем параметрические Представления Неизвестной функции Например в виде Закона линейного Темнения к краю Мы очень жестко Ограничиваем функцию Не даем ей флуктуировать Но оказывается Что можно Не накладывать Таких жестких Параметрических ограничений А просто предположить Что функция Например является Монотонно Не возрастающей И не отрицательной Вот Что естественно Например для распределения К краю Для распределения Яркости по диску Звезды Вот Или например Можно предположить Что функция гладкая То есть Гладкая То есть каким-то образом Вам надо задавить Вот эти вот флуктуации Неизвестной функции Но оказывается Для того чтобы их подавить Не обязательно Представлять очень жесткую Параметрическую форму Вы можете использовать Гораздо более слабые ограничения И это позволяет Так сказать Исследовать те объекты Для которых у нас Еще нет Параметрической формы Для этих функций Ну Залистаю этот слайд Здесь показаны Просто иллюстрации Как все это сходит К точному решению Вот Ну и перехожу к третьему пункту Это новая физика Здесь совершенно необъятное поле Даже не целый зоопарк Взнообразных явлений Которые в одиночных звездах Не наблюдают Это рентгеновские Двойные системы Акреция Джеты Вот Основополагающую работу Не могу не процентировать Это Шакур Синяев Аналитическая теория Акреционных дисков В которой все началось Системы рентгеновские Маломассивные Массивные Которые отличаются Своими проявлениями А еще вот Есть двойные белые Карлики Пульсары Черные дыры Их слияние Дает нам объекты Для гравитационно-волновой Астрономии А еще Дмитрийная астрономия Оказывается Позволяет тестировать Теорию кванты гравитации О том О чем я скажу Совсем чуть-чуть Скоро Вот Плюс Катагалибийские перемены Поляры Симбиотические звезды Общие оболочки Вот Наконец Звезды Вольф-Рае В паре Со звездами О или Б Столкновение Звездных ветров Ударные волны Короче Огромный зоопарк Явлений И физики Новый И Каждый из этих Объектов Каждой категории Изучалось по-своему Вот И был сделан Достаточно большой Прогресс В каждой из этих Устих категорий Но все в целом Это результировало Наконец В теории эволюции Тестных двойных систем Которые сейчас В общем-то Достаточно хорошо Разработаны Началась она Как всегда С классификации Как в свое время В биологии была Сначала классификация Линей Потом теория эволюции Дарвина Так и здесь Классификацией занимались Копол и Свечников Очень долго и тщательно Вот А по эволюции Были работы Вот одни из первых Снежко Починский Вот очень большие Ваши вклады Несли Трунтуков и Юнгельсон Ванденхейвил Вот И в конце концов Эта разработка сценариев Она привела к тому Что появилась Так называемая Машина сценариев Это популяционный синтез Когда вы задаете В начале распределения Каких-то двойных звезд И зная Как они будут эволюционировать Можете посчитать На каждом шаге Через какое-то количество лет Что у вас В результате получится У нас это Впервые было реализовано Репутовым корнилом В 83 году Потом к сожалению Этот вход пропал И потом он был с нуля Переписан Михаилом Прохоровым И развивается сейчас А за границей Популяционный синтез Наиболее популярная программа Пожалуй Популяционный синтез Который включает И одиночные звезды И двойные звезды Почему? Потому что двойных звезд Очень много 50% звезд двойные И поэтому Их вклад в общую эволюцию Какого-то Скажем Какой-то галактики Он существенный Наиболее известным Таким проектом Звяжется проект БРАС С границей А вот теперь Про нитрийную обсерваторию Это фотография Нитрийной обсерватории Которая называется Ice Cube На Южном полюсе Она находится В Антарктиде Работает уже 10 лет Совершенно уникальный инструмент Я не знаю Насколько присутствующий В курсе Но немножко скажу Собственным детектором Является кубический Кубометр льда Куб Такой километр На километр На километр В верхней грани Этого куба Но он естественно Не вырезан пилой Он находится просто В толще льда А образуется он Кучей детекторов Которые расположены По разу Вдоль всех плоскостей Этого куба И верхняя грани Этого куба На длине полтора километра Достаточно глубоко Почему? Потому что выше Там во льду Есть пузырьки воздуха Которые мешают А на большой глубине Большое давление И этот воздух Весь оттуда удален Вот Гамма в плеске Значит Нейтрина Которая проходит Через этот Кубический кубометр льда Они взаимодействуют С веществом Порождают потоки мионов И они в свою очередь Порождают вспышки И вот эти детекторы Которые по всем граням Расположены Надеюсь Вспышки регистрируют Вот И поскольку Эти мионы Направления этого потока Совпадают с направлением Нейтрина То можно определить Откуда пришли Нейтрины Координаты Вот Портинка выглядит Как в каких-нибудь Фильмах про Джеймса Бонда Знаете там Логово Зловредной организации Спектр И вот Две недели назад С чего появилась Замечательная совершенно работа Которая заключается В следующем Гамма в плеске От слияния черных дыр Нейтрина Должны спровождаться Потоком нейтрина Однако Идентифицировать их Не удавалось Почему? Потому что Вот у вас есть Гамма в плеске Куда ты пришел А нейтрина приходит В другое время И точность определения Я сказал Что можно определить В направлении Но весь вопрос В точности Точность В них была недостаточная Поэтому Когда у вас происходит Гамма в плеске А потом какой-то Нейтрина в плеске Но он происходит В другое время И непонятно В каком направлении Их идентифицировать Друг с другом Невозможно Но вот за 10 лет работы Они переобработали Недавно все свои данные И это переобработка Позволило уточнить Координаты Источников Нейтрина в плеске И таким образом Появилась Совершенно замечательная Возможность Потому что Квантовая теория Гравитации Предсказывается Чем больше энергии Нейтрина Тем больше Они замедляются В квантовом пространстве Времени И после того Как вы идентифицировали Гамма в плеске Нейтрина И всплеске Вы можете Теперь уже соотнести Посмотреть Какое запаздывание И вот оказалось Что время запаздывания Нейтрина С энергии 500 кераэлектронвольт Оно согласуется С оценками Замедления нейтрина В квантовом пространстве Времени И вероятность Того Что у них Вот эта идентификация Нейтрина Потоков С гамма Всплесками Ложная Составляет Меньше 1% То есть это вот Да Передний край Науки Наверное И позволяет Опять же Работать Со слияниями Черных дыр Нейтрина Звезд Не только С точки зрения Гравитационных Волновых Детекторов Но и с помощью Нейтрина Детекторов Вот Я боюсь Что я уже Да Исчерпываю Почти свое время Задачи Ну Совсем коротко Технологическое Огромное количество Тесных двойных систем Их надо анализировать Каким образом Вот Уже сейчас Их тысячи Техи для которых Есть детальные данные И вот автоматизация Она на самом деле Очень сложная Это не просто запустить Запустить Программу На какую-то Известную Кривую блеск Это достаточно просто Но если вы хотите Реально автоматизировать У вас тысячи Или миллионы объектов Вам надо автоматизировать Также процесс Отключения данных Процесс их обработки Вот Потом вычисления И потом нужно еще Оценивать качество Этого анализа То есть нужен Какой-то искусственный Интеллект Вот Физика Высокоэнергичных Процессов И Развитие Газодинамических Почему я это выделил Потому что Ну Много непонятного До сих пор В образовании Гамма Излучения Вот Высокоэнергичных Ингеновских Процессов Вот Но Возвращаясь ближе К тому Чем мы занимаемся Фактически Все что происходит В двойных системах Оно связано С движением Вещества Либо перетекание Либо ветра Либо акреция Вот И вот В газодинамике Есть много проблем О которых я собирался Рассказывать Опять же В приложении К звездам Вольфроекта Теми которыми Я сам занимаюсь Скажем Вот этот известный Бета закон Он Теоретически известен Но обоснован Только для бета Равного 0,5 Сейчас есть Газодинамические расчеты Которые показывают Что это не так Все Да Вижу Неоднородность Звездных ветров Стопновение Звездных ветров Где в адебатическом Случае У нас все хорошо А вот в радиативном Случае Когда у вас есть Высвечивание В тесных двойных Системах Именно там Очень большие проблемы Как математические Так и проблемы С микрофизикой И вот мне кажется Что в самом широком смысле Газодинамика Это то что То что Является одной Из наиболее актуальных Областей Для будущих исследований Не просто Газодинамика Трехмерная Скажем Да А Соединение Газодинамики С уравнениями Переноса излучения Потому что Сейчас у нас Либо решается Уравнение переноса На какой-то заданной Жесткой кинематике Либо решается Уравнение газодинамическое Но без учета Уравнения переноса Вот все это требует Объединение И это совершенно Колоссальная работа Для теоретиков Которая нам тут стоит Спасибо большое За внимание У меня небольшой комментарий В основном Обращенный к молодежи Вот Нашей науке Астрономии Есть Один Дефект Это невозможен Ставить Критический Эксперимент Все науки Широко Этой возможностью Пользуются Физик И кино Включая Социальные Как мы знаем По последнему времени Вот Двойные звезды Частично Компенсируют 50 лет Аудитория Которые используются В астрономии Ну Правда Динамик Я думаю Я Нахожусь В стоке У Даргена Чарльза Даргена Время показало Что сценарийный подход Оказался эффективным Сценарийные программы Позволили Посчитать Многие Интересные задачи Они послужили Фактически Основой Для выделения Денег Под эксперимент Лигу Миллиарды долларов Так что была основа Александр Васильевич У нас время Время вышло Время вышло К сожалению В подходе И Двойные звезды Служат сейчас Примером Для всего Астрофизики Успешного подхода К изучению Астрономических объектов И широко Использоваться Как при изучении Планет Так и Звездных скоплений И галактик Вот для галактик Могу сказать Идея Общих оболочек Которая позволила Получить Многие интересные Ажиотации В физике двойных Звезд Приложимая И к галактикам В галактике Часто Взаимодействие Сливается Их Чевоклассивные Черные дыры Обогащают Эволюцию Существенным образом Спасибо за внимание Так Время еще Для одного вопроса Пока Наталья Загружает Презентацию Так Огромен С эксперименным Звездам Масленникова Наталья Исследование Т-северной короны Время состояния Высокой активности Пожалуйста Сегодня я расскажу О повторной Новой Т-северной короны Повторной Новый Это класс Новых звезд У которых Наблюдаются Мощные вспышки Амплитудой До 9 звездных Величин С интервалом В несколько Десятилетий В нашей Галактике Известно Всего Около 10 Штук И Т-северная Корона Является Ближайшей К нам Повторной Новой У нее Наблюдалось Две вспышки В 1866 И в 1946 Году И с 2015 Года У нее Наблюдается Состояние Сверхвысокой Активности Такое же Как наблюдалось В 1938 Году Перед вспышкой 1946 Года Т-северная Корона Относится К симбиотическим Звездам Это Звезды У которых В спектре Присутствуют Как линии поглощения Характерные Для поздних Спектральных Классов Так и Эмиссионные Линии Характерные Для планетарных Туманностей И модель Наиболее Хорошо Описывающая Данный Спектр Это двойная Система Состоящая Из красного Гиганта Позднего Спектрального Класса И горячего Компонента Который Может быть Либо белым Карликом Или субкарликом Или Есть система Где это Нейтронная Звезда Система Покружена В туманность Образованная Из вещества Ветра Холодного Компонента Который Ионизован Излучением Горячего Компонента И также В некоторых Системах Присутствует Акреционный Диск У Т-серной Короны Красным Гигантом Является Холодным Компонентом Является Красный Гигант Класса М4 Который Заполняет Свою Полость Роша Горячим Компонентом Является Белый Карлик С массой Около 1,37 Масс Солнца Которая Очень близка К пределу Чентросикара Поэтому Часто Такие Системы Рассматривают Как Прародители Сверхновых Типа 1А У нас Вспышки Новых Происходят Неожиданно И поэтому Бывает часто Мало данных О предвспышечном Состоянии Этой Звезды То есть Это обычно Либо какие-то Обзоры Либо Случайные Наблюдения И поэтому Повторные Новые Это возможность Посмотреть Что происходит С Элзвездой До вспышки Впервые Прогноз Для тестирования Короны Был сделан Кукаркиным И Паринага На основе Их зависимости Для карликовых Новых И хотя Атасированная Корона Не относится К этим Звездам Она просто Новая Прогноз Оправдался И она вспыхнула Ровно через 18 лет После вспышки 1866 года В марте Этого года Шефер Проанализировал Собрал Проанализировал Данные Ну Фотометрические Данные Полученные С 1866 До 2022 Года И на Графике Представлено На слайде Представлен график Из его работы И видно Как хорошо Совпадают Кривые блеска Двух вспышек Поэтому Можно предположить Что и третья вспышка Будет Такой же У Тессерной Короны Есть Несколько Особенностей В Кривой блеска Первое Это Сверхактивное Состояние Оно Вызвано Скорее всего Высокой Акрецией Но Непонятно Каким механизмом Запускается Эта акреция И почему Оно Длится За 10 лет До вспышки И за 10 лет После вспышки Окончательного Механизма Неизвестно Так Также Минимум перед Вспышкой Он наблюдался Только у Тессерной Короны В 1945 Году И через Год Она вспыхнула И Следующее Это Вторичный Максимум Он наблюдается Через несколько дней После Первичного Максимума И также Существует Несколько Моделей Которые Объясняют И Наиболее Хорошая И Это Наиболее Хорошо описывающая Модель Это Вторичная Вспышка Новый То есть У нас Первичная Вспышка Разогревает Белый Карлик И поэтому Вещество Которое Накапливается Нужна Меньшая Масса Чтобы запустить Вспышку Новый И это Повторная Вспышка Новый На графике Представлена Фотометрия Полученная Из Овсу В фильтре Б Черная Линия Это Усредненная Кривая Блеска В 1946 Года Из работы Шефера И мы Видим Что сейчас Как раз Т-северная Корона Уходит В минимум Перед Вспышкой И если Кривая Блеска В нашей Вспышке Будет Такая Же То она Вспыхнет В начале Года Для исследования Сверхактивного Состояния Мы Проводили Фотометрические Наблюдения На 6 сантиметровых Телескопах КГО И На Крымской Станции И Спектральные Наблюдения На 2,5 метровом Телескопе КГО Также Мы Анализировали Спектры В Ультрафиолете Со спутников ИУЕ И Увод Свифт На графике Представлен Спектр Т-северной Короны Синяя Линия Также Синими Точками Обозначен Распределение Энергии Из Фотометрии В ближнем К-диапазоне Полученным Шенаврином Виктором Ивановичем Фиолетовая Линия Это Аппроксимация Спектра Моделью Модель Системы Состоит Из Красного Гиганта М4 Зеленая Линия Горячего Компонента И Туманности Это Красная Линия Внизу И Мы Видим Что Нам Необходим Аккреционный Диск Который Проведен Голубой Линией Излучение Которых Доминирует В эрунстр Фиолете И В голубой Области Рассмотрим Переход Системы Из Спокойного Состояния Всех Активная В 1997 Году Система Была В спокойном Состоянии В 2020 Она была Сверхактивной И Мы Видим Что Сильно Увеличились Линии Потоки В линиях H-α H-B Бальмаровской Сири Водорода Гелий Также Появились Линии Неон 3 О3 И Сильно Увеличился Голубой Континум И Появился Бальмаровский Скачок На Слайде Представлены Также Устрофиолетовые Спектры полученные И уе Вот эти две линии Зеленые и синие В спокойном Состоянии И Красные и черные Это линии В сверхактивном Состоянии И мы Также Видим Увеличение Потока То есть Склад Коррекционного Диска Становится Больше Возрастает Скорость Коррекции По Континуму Ультрафиолетов По ультрафиолетовому Континуму Были получены Кривые блеска И С помощью Программы Винев Были Проанализированы На периодичность И было найдено Два периода 1200 Дней И Около 4500 Дней Между спектрами Прошло Примерно 20 лет И Паза Этих И периода На этом промежутке Времени Сохраняются На графике Представлены Просто примеры Спектров В сверхактивном Состоянии И Видна Большая переменность В Голубой Области То есть Это переменность Континума Аккреционного Диска И в Ультрафиолетовой Также В ультрафиолете Хорошо виден Дублет Магниев-2 И С Конца Апреля 23-го Года Началось Быстрое Изменение В спектрах ТСР Короны На графике Представлен Спектр 4-го Апреля Который На прошлом Был Самый Низкий И Спектр Полученный 21-го Июня Неделю Назад И мы Видим Что Во-первых Исчезли Все линии Остались Только линии Аш-Альфа Линии Аш-Альфа Гелий-2 Почти Незаметны Также В линиях Аш-8 Аш-10 Вальмёрской Серии Водорода На эмиссию Наложилась Линия Поглощения Линия Мы проанализировали Ультрафиолетовый Спектр Полученный Назвит И Также Заметно Очень сильное Падение В ультрафиолетовом Континууме А Линия Магнит-2 В каток Линии Магнит-2 Не изменился Мы Посчитали По оптическим Спектрам Изменения Бальмёрского Декремента И После Конца Апреля Наблюдается Резкий Рост То есть У нас Падает Электронная Температура Туманности Также Из Аппроксимации Ультрафиолетовых И Оптических Спектров Моделью Была получена Скорость Акреции И Видно Что она Изменилась На порядок И Из Аппроксимации Также была получена Мера эмиссии Которая тоже Падает Таким образом У нас получается Что Минимум Перед вспышкой У нас Изменяется У нас Падает Ультрафиолетовый Поток То есть Уменьшается Сильно Скорость Акреции И Это Не вызвано Пылью Как предполагалось Ранее Также Мы Фликер Эффект Наблюдали Фликер Эффект Это редкое Явление В мире Симбиотических Звезд И Мы наблюдали Его в Спокойном Состоянии В 2013 Году И амплитуда Составляла От 14 До 21 21 сотой Звездной Величины В полосе Б Также Наблюдались Затем Мы наблюдали Фликер Эффект В Сверхактивном Состоянии Амплитуда Немного Уменьшилась И Стало От 7 сотых До 20 сотых И Последний Мониторинг Был снят 6 8 Июня И Амплитуда Сильно Амплитуда Не изменилась Она стала 1 Одна Одна Десятая Звездной Величины То есть Она находится Ну Примерно Так же Как и В сверхактивном Состоянии А Так же В 20 Году Когда Звезда Была В Сверхактивном Состоянии Был проведен Спектральный Мониторинг И Он Был проведен В 23 Году Когда Звезда Стала Находиться В Минимуме На графике Представлены Потоки В полосе В В В В В В Гелий 2 В Гелий 1 Гелий 2 И В Нем 3 Мы Видим Что Потоки В 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 Альфа Переменность Составляет 6% В В Гелий 2 И Гелий 1 Переменность Составляет Около 60% В Неоне 3 Переменность У нас Не была Зарегистрирована Что подтверждает Что были учтены Все эффекты Которые Могли бы Вызвать Вложенную Переменность Так как Неон 3 Образуется В очень Разреженной И протяженной Области И там Не ожидается Наличие Фрикер Эффекта И были Посчитаны Коэффициенты Корреляции И получилось Что у нас Hb Изменяется Синхронно С полосой Hα Отстает От них На 200 Секунд А Гелий 1 И Гелий 2 Примерно На 500 Секунд И Такой же Мониторинг Был проведен 6 июня 8 июня 23 года Также В потоке В линиях Сильно Упали В Hα Переменность Не изменилась Она также Составляет 6% В Hb Переменность Стала На Увеличилась И стала Около 25% И в Гелии 2 Переменность Сильно Возросла И стала 91% И Коэффициенты Корреляции Показывают Что у нас Линии Изменяются Синхронно Но при этом Линия В полосе B То есть Переменность В континууме Аккреционного Диска Опережает Примерно На 6 минут Таким образом Т-серной Короны Сейчас Находится В минимуме Перед Вспышкой И У нее Наблюдается Падение Аккреционного Ну Падение Блеска В Континууме Аккреционного Диска То есть Скорость Аккреции Становится Меньше И Это Не вызвано Пылью Как считалось Ранее Спасибо За внимание Пожелать Наблюдать Вспышку Вовремя Один Вопрос Только Побыстрее Пожалуйста Коллеги Вопрос Вы 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 Хочет Что Дан Микрон Блеск Который Ясно Показывает Перед Вспышкой Было Уменьшее Блеск Там На Побыстрее Например Не Является Это Свидетельством Того Что Диск Перед Тем Как Обрушится На Бедный Карлик Расширяется Поскольку Если Светит Пятно Светимость Уменьшается Значит Диск Может Расширяться Об этом Интерпретируется Насколько Я понял Как Уменьшение Темпокреции Вот Расширение Диск Прелесть Я думаю Ника Никак Никак Что Ну И Твоя Ника Честно Нет Наверное Ну То есть Нишень А честно Нишень Нишень Вот Сейчас Мы Аплоксимировали Достаточно Постою Модель Шапошников У нас Иван Андреевич Шапошников Постараюсь Побыстрее Тема Доклада Уже Анонсирована Сегодня Достаточно Много Говорилось О Важности Интересности Наблюдения Тестных Двойных Систем Особенно Со Звездным Вольф Рае И Важнейшим Параметром Необходим Для понимания Их Эволюции Является Мс Точкой Темп Потери Масс Этими Звездами В результате Звездного Ветра Наиболее Надежно Эта величина Определяется Если не брать В расчет Модельно Зависимые Методы Анализа Профиля И спектральных Линей По Изменениям Орбитальных Периодов Краткопериодических Систем Типа Вольф-Рае Плюс ОБ В свою Очередь Эволюция Орбитального Периода Надежно Определяется Из Анализа Моментов Затмений Методом О-С Но Вот проблема Количество Затменных Двойных Звезд С компонентами Вольф-Рае Плюс ОБ Можно перечислить Буквально по пальцам Одной руки В то время Как Спектроскопических Двойных Систем Подобного Типа Известно Несколько Десятков И Ну Возникает Вполне Логичный Вполне Логичный Вопрос Если мы Можем Анализировать Моменты Затмений Почему Нам не Проанализировать Например Эволюцию Периода По Экстремуму Чего Скорости Например Ну и Опять же Небольшое Замечание По поводу Методики О-С Также Сегодня Говорилось О том Что Исследование По Просто Архивным Моментам Оно Несет Себе Неточности Присущие Отдельным Следователям И поэтому Требуется Некоторая Методика Анализирующая Кривые Блеска Полученные В разные Эпохи Единым Образом Она Приводится Так Называем Методом Гершпунга То есть Берем Кривые Блеска Просто Их Сравниваем Друг В другом Фазовые Сдвиги И Учисляем По Статистике Вот эти Самые Невязкие Минус С Подобная Работа Была Впервые Проделана Клюлином В 1974 Году Для систем В444 Лебедя Ну и Запоззрена И Других Систем Но опять же Это все Сделано Было По Кривым Блеска Но в то же Время Как и Любая Теория Связана С временными Рядами Этот метод Совершенно Конкретизирует Природу Данных Ничто нам Не мешает Сравнивать И Кривые Лучевых Скоростей Ну и Пока Немножко Отличемся От этой Мысли Вспомним Чем Вообще Обусловлена Детально Эта самая Эволюция Робитального Периода Можно Выделить Для систем Данного Типа Два Основных Возможных Процесса Это Либо Консервативный Обмен Масс То есть Перетекание Вещества С одной Звезды На другую Или Мода Джинса Связанная С Уносом Главого Момента Уже Упомянутым Сферическим Звездным Ветром Можно Эти два Эффекта Скомбинировать В Некоторую Общую Модель Но Формулы Существующие В Пришествующих Работах Не Учитывают Такой Важный Момент Как Значительные Размеры Звезд Подобных Типов По Сравнению С Расстоянием Их Разделяющим И поэтому Представляет Интерес Учет Конечных Размеров Звезд Ну и Давайте Быстренько Приближимся По Этой Теории Рассмотрим Такое Приближение Две Сферические Звезды Приливно Синхронизованные То есть Они Вращаются Смотря Друг На Друг И У Этих Звезд Может Иметься Сферически Симметричный Звездный Ветер А Также Например Притекание С одной Звезды На Другую Можно Это Некоторым Образом Формализовать Ведя Соответствующие Коэффициенты Ну дальше Достаточно Такие Стандартные Ходы Учисляем Логарифмические Производные Для Всех Наших Коэффицинирующих Параметров И Такое Единственное Существенное Отличие От Предыдущих Работ Здесь Связано Это Вычисление Производным Голового Момента То есть Мы Считаем Звезду Не Точечной А Интегрируем Этот Самый Угловой Момент По Поверхности Звезды И Из-за этого Получается Что С разных Частей Звезды Которые Расположены На разных Ристояниях Под Линии Соединяющие Центр Ма Звезд Носится Разное Количество Голового Момента И Таким Образом К Нашим Стандартным Формулам Добавляется Еще Член Связанный С Конечными В данном Случаем Радиусами Звезд Формула Формула Кажется Такой Конечно Страшненькой Но Если Рассмотреть Честные Случаи Например Коэффициент Альфа И Х Равный Нулю Соответствует Просто Отсутству Ветров У этих Звезд То есть Случаю Консервативного Массообмена Или Скажем Наоборот Наличие Только Звездного Ветра От Звезды Налевого Разбера Мы получим Формулы Созвученные Тем Которые Были Уже Показаны Для Простой Модели То есть Принцип Соответствия Здесь Выполняется Ну и Я хочу Обратить Внимание На Такой Забавный Момент Рассмотрим Случай С отсутствием Переноса Масса То есть Такой Условный Аналог Джинсовской Моды Но Для Звезд С Конечным Размером Вот Я Отдельно Выделил На Слайде Члены Зависящие От Размеров Звезд Которые Ну отсутствуют При Их Замнуление И Вот что Оказывается При Некоторых Комбинациях Параметров Возможна Ситуация Когда В Такой Модели Сферически Симметричного Звездного Ветра Величина ПС-точкой Оказывается Отрицательно Неположительной Как Стандартной Модели Достаточно Интересный Момент Я Привел Такой Небольшой Расчет На графиках Слева Такой Ситуации Синий Кривай Соответствует P То есть R Равно Нулю Зеленая Это Размер Звезды Примерно В четверть От Разделяющего Их Расстояние То есть Такая Реалистичная Оценка Для Подобных Систем Видно Что Уже Существенная Поправка Вносится К Темпу Изменения Орбитального Периода Ну и При некоторых Параметрах Вот например Для системы Изображенной Внизу Возможно И Отрицательное Значение Насчет Конечно Двойных Систем Такого Типа Я не Уверен Но Это Может быть Интересно Например Для Планетных Систем С Поздними Звездами Типа Красных Сверхгигантов У которых Тоже Есть Ветер Такой Достаточно Интересный Ну и Вернемся В этих Наблюдательной Части Мы Решили Следовать Две Звездных Системы Самых Краткопеодических Среди Известных Систем Подобного Типа Это Цикусофия И циксофия Это Системы Затменные У которых По Анализу Кривых Блесков В свое Время Были Заподозрены Вот эти Самые Эволюционные Изменения Мы Наблюдали На спектрографе Наблюдали Несколько Лет Собрали Около 200 Спектрограмм Для Каждой Звезды Ну и Я кратко Приведу Что Получается Сравнение Кривых Кучевых Скоростей На верхних Панелях Для обеих Систем И Случай Цикусофия Мы провели Расчет Методом Гешпунга Для Цикусофия К сожалению Не получилось Найти Хороших Кривых Беском Надежных Нужном Количестве Поэтому Здесь просто Архивные Моменты Минимум Как видно По ним Трудно Сделать Какой-то Вывод Но В целом Видно Что сравнение Кривых Кучевых Сахаростей Приводит Находится В хорошем Согласии С Предыдущим Методом Основанным На сравнение Моментов Минимум Блеска Здесь Приведены Оценки Пс-точек Которые Мы получили В своем Исследовании Ну и На основе Этих Пс-точек Можно вычислить Мс-точкой Ну и Здесь я Немножко Пробегусь По Учету Той теории Которую Я Описывал Если Кратко В случае С Экс-тефе Если Не учитывать Размеры Мы Получаем Ну Немножко Более Высокий Темп Потери Массы Чем Чем Ожидается Но Учет Конечных Радиусов Взятых Из В данном Случа Из Архивной Работы Приводит Эту Оценку В согласие С Модельными Расчетами Для Цикутсов Все Немножко Сложнее Потому что В этой Системе Есть Масса Перенос Притом Перенос От Озвезды То есть От Более Массивного Компонента К Мини-массивному Который Все-таки Вносит Основной Вклад Вот В Эта Отрицательная Пс Точкой Но Все-таки Кое-какие Выводы Здесь Можно Сделать Можно Посчитать Мс Точкой Только В Предположении Консервативного Обмена Масса Можно Включить В модели Звездные Ветра От Обеих Звезд И Посмотреть Что Получится Ну вот В этом Случае Тоже Учет Конечных Размеров В данном Случа Тоже Сокращает Оценку Для Мс Точка Для Обе Звезды И Эта оценка Также Представляется Более Вероятной Чем Ну то Что Получается В простой Модели Ну В принципе В принципе Уже Все Это Я все Проговорил Ну и Заключение Собственно В чем Основной Посыл Моего Доклада Можно Взять Архивные Данные По Измерениям Лучевых Скоростей Всех Таких Систем Можно Отнаблюдать Их Еще И В наши Дни И Получить Уже Такую Неплохую Статистику По Темпам Потери Массы На Звездный Ветер Для Вольфа Рае Звезд Определенных Независимым Методом Ну Уже Для Какого-то Существенного Количества Звезд Не Там Четырех Пяти Как Было При Анализе Кривых Блеск А Уже Для Нескольких Десятков Ну И За Деталями Конкретно По Этим Звездам Коих Тут Деталей Опущено Немало Я Отсылаю Вас К Нашей Обубликованной Работе Ну И В качестве Небольшого Бонуса Предварительный Результат По Уже Упомянутой Звезде В4-44 Лебеди Да Она Не была Заявлена С ними Доклады Это Буквально Что Называется СПВЖР Результат Получили Тоже Порядка 20 Спекторов Пока На СПОМ Телескопе Ну Вот Выполнили Такую же Работу Сравнение Кривых Блеска Сравнение Кривых Эфотометрические Наблюдения Для Вот Этих Всех Трех Упомянутых Звезд Они Тоже В работе Ну И В общем Дело Идет Наука Движется Спасибо За Внимание Далее Можно Взять Архивные Лучевые Скорости То есть Архивные Спектры А где Их Можно Взять Наблюдали Да Для Звезд Северного Полушария Первые Поддомные Работы Они Уполнялись С 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 Так Вопросы Коллеги Все Понятно Спасибо Колбин Александр Иванович Доклад Коллектива Авторов Аптическое Исследование Аккреции В поляре БМ Северной Короны Так Мой доклад Основан На нашем Небольшом Исследовании Слабо изученного Поляра БМ Северной Короны Прежде чем Переходить Непосредственно В поляру БМ Северной Короны Я постараюсь Напомнить О том Что из себя Представляют Поляры Итак Поляры Представляют С собой Подкласс Каткризмических Переменных Как и любая Другая Каткризмическая Переменная Поляр состоит Из белого Карлика И Холодной Звезды Главной Последовательности Либо коричневого Карлика Который Заполняет Свою Полость Роши Особенностью Поляров Является Сильное Магнитное Поле Белых Карликов То есть Полярок Оно Достигает Оно Имеет Значение Десятки И сотни Мегагаус Вторичные Компоненты Теряют Своё вещество Через точку Лагранжи Л1 Сначала Газ Движется Вдоль Траектории Близкой Баллистической И затем Он достигает Области Которую Называют Область Стагнации То есть Это область Где Динамическое Давление Струи Сравнивается С магнитным Давлением После этого Ионизованный Газ Движется Вдоль Силовых Линей Магнитного Поля К одному Или обеим Магнитным Полюсам Белого Карлика Далее При Взаимодействии Падающего Газа С поверхностью Белого Карлика Образуются Яркие Аккреционные Пятна Они Являются Интенсивными Источниками Рентгеновского Излучения Ну и кроме Того Они являются Яркими Источниками Циклотронного Поляризованного Циклотронного Излучения В оптическом Диапазоне Здесь Приведены Некоторые Особенности Этих Систем То есть Во-первых Поляры Представляют С собой Синхронные Системы То есть Период Вращения Белого Карлика Равен Орбитальному Периоду Если мы Посмотрим На оптические Спектры Поляров То Мы увидим Там Интенсивные Линии Водорода Нейтрального Геля И Низованного Геля Также Можно сказать Следует Сказать Что Поляры Являются Яркими Рентгеновскими Источниками Такая Типичная Светимость У них Рентгене Из-за Наличия Сильного Циклотронного Излучения Поляры Также Являются Сильными Высокополяризованными Источниками В оптическом Диапазоне Ну и Если мы Посмотрим На спектры На оптические Спектры Поляров То Часто Мы можем Там Увидеть Такие Горбы Которые Представляют С собой Гармоники Циклатурной Линии Ну Собственно По положению Этих Гармоник Мы можем Определять Магнитное Поле Белых Карликов Поляров Ну а А ширина Этих Гармоник Она связана С температурой Аккредитационных Пятен Объект БМС Верной Короны Был классифицирован Шкоди И соавторами В 2005 Году Как поляр Вот Имя был Определен Период Этой системы Примерно 80 минут Орбитальный Период Вот Ну и Также Была Выполнена Спектрополириметрия В спектрах Можно увидеть Вот такие Циклотронные Гармоники Положение которых Соответствует Напряженности Магнитного Поля 33 Мегагаус Ну и Также Была Найдена Высокая Поляризация Достигающая Примерно 10% Ну Собственно Это все Что мы знали Об этом Объекте Ну и Дали Для того Чтобы Выполнить Его Более детальное Исследование Мы Получили Фазово Разрешенную Спектроскопию На Телескопе БТА С использованием Вокального Редуктора Спорпио Также Мы провели Фотометрические Наблюдения Этой системы Все эти Наблюдения Проводились В прошлом Году Ну и Кроме Того Для того Чтобы Исследовать Долговременную Переменность Этого Объекта Мы Распользовались Архивными Наблюдениями Обзора ЗТ На данном Слайде Показана Долговременная Кривая Блеска Поляра БМ-Северной Короны В трех Фильтрах Эта Кривая Блеска Была Получена По данным Обзора ЗТ Здесь Мы Можем Видеть Здесь Мы Выделили Три Состояния Блеска Системы Которые Назвали Низким Состоянием Промежуточным Состоянием И Высокое Состояние Эти Состояния Здесь Отмечены Разными Цветами На Сам Деле Переход Из Одного Состояния Другое Состояние Блеска Биполяров Является Распространенным И интерпретируется Изменением Темпа Акреции То есть Чем больше Темпа Акреции Тем выше Средний Блеск Поляра Тем выше Его Состояние Вот Ну и Далее Мы Проанализировали Орбитальную Переменность Каждым Из этих Состояний Свернутые С периодом С орбитальным Периодом Кривые Блеска Поляра Показаны На этом Рисунке Здесь представлены Кривые блеска В трех полосах Покометрических И в разных Состояниях То есть Вот внизу Показаны Кривые блеска В низком Состоянии Они являются Наиболее простыми То есть Здесь мы можем Видеть Фазу Плато Где Блеск Система Практически Постоянный И мы можем Видеть Яркую фазу Которая Соответствует Выпаду Акреционного Питна На Диск Белого Карлика На видимый Диск Белого Карлика Мы попадаем На фазу Плато Далее При переходе К промежуточному Состоянию У нас Появляется Вторичный Максимум Который По-видимому Отусловлен Акрецией На второй Магнитный Полюс Ну и При переходе К высокому Состоянию У нас Кривая блеска Имеет Более сложную Форму И по-видимому Здесь Еще Включается Излучение От Акреционной Струи А также Можно заметить Что при переходе Из низкого Состояния К высокому Состоянию У нас Происходит Смещение Яркой Фазы То есть Это означает Что у нас Происходит Смещение Акреционного Пятна На Изменение Положения Акреционного Пятна На поверхности Белого Карлика На самом деле Этот эффект Он легко Интерпретируется То есть При повышении Состояния То есть При увеличении Темпа Акреции У нас Увеличивается Плотность Акреционной Струи Альвиновский Радиус Белого Карлика У нас Уменьшается Акреционная Струя Подходит Ближе Белому Карлику Позже Захватывается Силовыми Линиями Магнитного Поля И это Приводит К тому Что Пятно У нас Смещается На поверхности Белого Карлика Смещается Подолготе Измеренное Смещение У нас Составляет 17 градусов И Также У нас Наблюдается Еще Расстряжение Пятна На 10 градусов При переходе Из низкого Состояния В высокое Состояние Здесь Показаны Кривые Блески Которые Мы получили На телескопах ЦС-1000 И РТТ-150 Вот Ну Собственно По среднему Блеску Понятно Что Этот Объект Находился В низком Состоянии Вот Мы Попробовали Измерить Продолжительность Яркой Пазы Она Оказалась Меньше Чем По Перилу До вращения Белого Карлика Ну Это Означает Что Аккреционное Пятно У нас Располагается Где-то Около Полисовращения Который Направит В сторону От Наблюдателя Так На этом Рисунке Показаны Усредненные Спектры Фазы Плато И Яркой Фазы Еще раз Напомню Что В фазе Плато Мы видим У нас Аккреционное Пятно Закрыто Поверхности Белого Карлика И Мы Здесь Видим Только Спектр Белого Карлика В частности Мы можем Видеть Зимановские Компоненты Расщепления Линии Аш-бета Которые Формируются В фотосфере Белого Карлика В яркой Фазе У нас К излучению Белого Карлика Добавляется Излучение Аккреционного Пятна Ну и Собственно Вот этот Завал В красной Области Он обусловлен Циклотронным Излучением От Аккреционного Пятна Также Мы можем Видеть Что В яркой Фазе Наблюдаются Ассорционные Компоненты Около Линии Аш-альфа Собственно Это и есть Компоненты Зимановского Расщепления Линии Аш-альфа Вот И Что интересно Это то Что эти Линии Эти компоненты Наблюдаются Только в яркой Фазе Вот И они Не наблюдаются В фазе Платок Когда у нас Не видно Аккреционного Пятна То есть Эти компоненты У нас Образуются Не в фотосфере Белого карлика А образуются В холодном Гало Которое Окружает Аккреционный Питон На белом Карлике Можно Померить Напряженность Магнитного Поля В холодном Гало Вокруг Аккреционного Питна Вот Например Вот здесь На нижней Панели Показаны Диаграммы Расщепления Линии Водорода В сильных Магнитных Полях Ну и Путем Сравнения Положения Изиманских Компонентов С этими Диаграммами Мы можем Прийти к выводу Что напряженность Магнитного Поля В Гало Составляет 15,5 Мегагаус Вот Также Мы можем Предположить Что Магнитное Поле Белого Карлика Является Дипольным Мы можем Взять Оценку Напряженности Магнитного Поля В аккреционном Пятне Который Был Получен Шкоде По Циклатронным Линиям И Таким Образом Можем Измерить Размер Гало То есть Оказывается Что Размер Гало Составляет Примерно Одну Четверть Радиуса Белого Карлика Далее Мы Перешли К Исследованию Орбитальной Переменности Эмиссионных Линей Здесь Показан Динамический Спектр Линии Ашальпа Этот Динамический Спектр Был Исследован Нами Путем Декомпозиции Спектральных Линей Гаусианами Правда Эти Гаусианы У нас Двигались По Гармоническому Закону Был показан Что Динамический Спектр Может быть Разбит На Две Движущиеся Гаусианы При этом Большая часть Излучения У нас Находится В этой Малоамплитудной Гаусиане К примеру 90% И также У нас Еще Имеется Компонентоподложка Которая Движется С большей Скорости Слева У нас Показаны Справа Вернее Показаны Доплеровские Томограммы Эта система То есть Доплеровские Томограммы Представляют С собой Распределение Эмиссии Пространства Скоростей Позиционный Координат Перейти Достаточно Сложный Скоростей Ну и Собственно Эти Доплеровские Томограммы Они Достаточно Типичны Для Поляров То есть Здесь Мы Не Видим Аккредитационного Диска Ну а Большая часть Излучения Системы Она Располагается Где-то Около Баллистической Траектории Вот Также Мы можем Видеть На динамическом Спектре Затмение Главной Компоненты И По-видимому Это Затмение Происходит Из-за Того Что Основной Источник Эмиссии Затмевается Вторичной Компонентой Мы Предположили Что Основной Источник Эмиссии У нас Располагается Где-то Вблизи Точки Лагранжи Л1 На Аккреционной Струе Для того Чтобы Проверить Эту гипотезу Мы построили Вот такую Простую Модель Двойной Системы Здесь У нас Имеется Белый Карлик Имеется Вторичный Компонент Который Заполняет Свою Полость Троша И Имеется Источник Эмиссии Который Располагается На Баллистической Траектории Далее Мы Попытались При помощи Этой Модели Промоделировать Качественное Сходение У нас Есть По-видимому Действительно У нас Основная Часть Излучения Формируется Здесь В точке Килогранжа Л1 Здесь Конечно Имеется Некоторое Расхождение С Немедовыми Скоростями В этом Диапазоне Пасса Но Похоже Что это Объясняется Тем Что Мы Не можем Корректно Разделить Основную Компонент Эмиссию От Компонента Подложки Потому что У нас Спектр Низкого Параметра Системы То есть Масса Белого Карлика 0,65 И наклонение 55 градусов Расстояние Между чем И чем Не считал Если честно Период известен Да Период 80 минут А масса Компонент Вот такие Да Все Я заканчиваю Так Далее Мы приступили К анализу Циклатронных Спекторов Которые Формируются В аккреционном Пятне Для анализа Циклатронных Спектров Мы использовали Достаточно Простую Модель Аккреционных Пятен Она Была Однородной По температуре И по плотности Решение Уравнения Переноса На Такой Простой Модели Оно Тривиально То есть Вот Мы Показаны Здесь Здесь У нас Интенсивности Духмода Поляризации В обыкновенной Необыкновенной Моди Духмода Планка Ну и Это произведение Дает нам Оптические Толщины Духмода Поляризации Путем Моделирования Набора Циклатронных Спектров Мы Получили Ограничение На напряженность Магнитного Поля В аккреционном Пятне То есть Магнитное Поле Располагается В диапазоне От 13 До 40 Мегагаус Ну и Также Наложили Нижнюю Границу На электронную Температуру Так Здесь Я привожу Заключение Этой работы Резюмирую Основные результаты Спасибо за внимание Коллеги Вопросы Можно вопрос задать Сейчас здесь После вопроса Спасибо Я Простите Я не понял Громко Я не понял Вот что Значит Вы говорили Что Ашальфа У вас Образуется В ГАЛО Нет Абсорбционные Зиманские Компоненты Сейчас Да А Сама Ашальфа Вы говорите Что она рядом Со звездой Вот Я не понял В ГАЛО Образуется Вот эти Абсорбции Зиманские Зиманский Триплет А около Точки Лагранжи Л1 Образуется Эмиссия Ну хорошо Спасибо Так Вопрос онлайн Был Можно вопрос задать Да Нилисав Шаманский Спасибо За интересный Доклад Александр Иванович Вот Все-таки Насчет ГАЛО Как раз К этому вопрос У меня возник Ведь Получается Что ГАЛО У вас Оптически Толстая И Оно Расположено Не на поверхности Белого карлика А на удалении Как оно Может держаться На таком расстоянии То есть Что его Поддерживает Ведь это Нужно Чтобы оно Было Оптически Толстое Это нужна Большая Масса Газа Которая Фактически Висит Ни на чем Какова Физическая Природа Этого ГАЛО Ну Это просто Часть Аккреционной Струи То есть Аккреционная Струя У нас Может быть Разбита То есть Она же Неоднородна По своей Структуре Вот у нас Есть Плотное Ядро Которое Формирует Ударный Фронт Над поверхностью Белого Карлика И есть Мини плотная Периферия Которая Ударного Фронта Не формирует Ну И Собственно Это ГАЛО Оно Формируется Представляет собой Вот эту Мини плотную Часть Аккреционной Струи Которая Подает На поверхность Белого Карлика На самом деле Были еще Теоретические Работы Еще в 80-х Годах Которые Было показано Что Такие ГАЛО Должны быть У Белых Карликов И они Наблюдаются У поляров И они Наблюдаются У поляров Ну В частности Здесь Я привел Ведь у вас Это в низком Состоянии Наблюдается То есть Если в высоком ГАЛО Фактически У вас Не Препятствует Наблюдению Вот этого Горячего Пятна То почему Оно в низком Состоянии Оказывается Достаточно Ярким Чтобы доминировать Спектры Ну В низком Состоянии У нас Тоже Аккреция Происходит Хорошо Спасибо Спасибо Доклад Почти Того же Коллектива Кочкина Вероника Юрьевна Спектральные Полиометические Исследования Другого Поляра Всем добрый вечер Я расскажу Про исследование Поляра J1845 Не знаю Что это значит Такое Поляры Хорошо Да Хорошо Исследуемый Объект На данный момент Мало изучен Он был открыт Рентгенской Обсерваторией Рассад Как рентгенский Источник Впоследствии Происфицирован Как поляр И на данный момент Для него Определяли Орбитальный Период И по Фотополиментическим Наблюдениям Подтвердили Его Магнитную Природу Указал поляризацию Порядка 20% Наши Наблюдения Две компоненты Широкая И узкая Они образуются В различных местах Мы Описали Суммы Двух Гаусен Центры Которых Двигались Писинусоиды И получили Их Кривые Училых Скоростей Наблюдения Эти кривые Мы получили По амплитуде Училых Скоростей Первая Соответствует Широкой Компоненте А вторая Узкой Это позволит Нам дальше Получить одно Из решений На параметры Системы Также были Построены Доплеровские Томограммы Как-то Распределение Эмиссии В пространстве Скоростей Где Одна Координата Это модуль Скорости Излучающей Точки А вторая Это угол Который Считывается Так как Показано На слайде Они строятся Стандартные Вывернутые Проекции Стандартные Проекции Модуль Скорости Излучающей Точки Увеличивается К периферии Лучше видны Низкоскоростные Структуры Но при этом Выскоскоростные Размываются Вывернутые Проекции Он увеличивается К центру И уже Выскоскоростные Структуры Не размываются И видны Лучше Внизу На слайде Представлены Томограммы Для линии Ашальфа На них Видны Две Излучающие Области Для интерпретации Томограмм На них Наложена Модель Поляра Мы можем Сделать Вывод Что Одна Компонента Образуется Где-то На баллистической Струе Вторая На магнитной Части Тректории Также Крестиками Показаны По Амплитуту Лучше Скоростей И фазы Которые Мы нашли Из анализа Лучше Скоростей У этого Объекта Наблюдается Редкое Интересное Явление Для поляров Его Эмиссионные Линии Сменяются На Абсорбционные Обычно Это происходит При лизе Фазы 0.9 В нашем Случае Происходит На фазе 0.85 Это вызвано Покрытием Акреционной Стрии Акреционного Пятна Также Мы Определяли Магнитное Поле Белокалик И температуру Акреционных Пятен Так как В спектрах Наблюдаются Стопатронные Гармоники Это было сделать Возможно Для моделирования Мы использовали Простую модель Пятен Народных По температуре И плотности Взяли Два спектра Один В яркой фазе Другой В минимуме Блеска В минимуме Блеска Для описания Хватило Цепатронного Спектра В яркой Фазе Мы предполагаем Что Акреционное Пятно Которое Там видно Оно Имеет Многокомпонентную Структуру Какая-то Плотная Горячая Сеггина Которая Дает Распределение Глея Джинса И Менее Плотные Менее Плотные Перисерии Которые Дает Цепатронный Спектр И Индолирование Нам дало Температуру Акреционных Пятен 9 кио Вольт И магнитное Поле 30 мегагаус Также Для этого Объекта Получены Фотометрические Данные От Теста 50 Прошлым Летом Они Нужны Были Нам Чтобы Оценить Продолжительность Затмения Это Тоже Помогает Сделать Оценку Параметров Системы Вот Для Этого Поляра Получилось Продолжительность Затмения 96 Секунд И Здесь На Графике Представлен Набор Решений В плоскости Ку И Где Будет Отношение Масс И Наклонение Орбиты Синей Линией Показано Решение Которое Обеспечивает Найдену Продолжительность Затмения А красный Решение Которое Получено Из соответствия Учевой Скорости Узкой Компоненты Скоростям На баллистической Тареектории К сожалению В данной Системе Мы не можем Понять Что у нас Является Вторичных Компонент Решение Находится И в случае Если это Красный Карлик Если коричневый Пересечение Решение Нам дает Наполнение Орбиты И отношение Масс Зная Отношение Масс По формуле Глутона Мы можем Найти Эффективный Радиус Полости Роше Вторичные Компоненты Также у нас Есть Зависимость Масса Радиус Для Звезд Главной Последовательности По ним Сопоставляя Найденный Радиус С радиусом Из зависимости Мы находим Массу Вторичные Компоненты Зная Массу Мы находим Массу Белого Карлика И для Белых Карликов Также Есть Зависимость Масса Радиус Что позволяет Нам найти Радиус Белого Карлика Также Долговременные Наблюдения Поляров Позволяют Оценить Изменения Их Состояния В зависимости От темпа Акреции Здесь На верхней Панели Представлена Долговременная Кривая Блеска Голубые Закрашенные Точки Соответствующие Низкому Состоянию Розовым Высокому А серии Трудно Акрецировать Мы построили Фазовые Кривые Блеска По наблюдению Низком Высоком Состоянии И Здесь Видно Что Высоком Состоянии Часть Кривого Блеска Которая Образует Акреционное Пятно Она Шире Ее видно Начинает Быть Видной Раньше И дольше Это позволяет Сделать Предположение О том Что Высоком Состоянии Пятно Расширяется Также Мы Здесь Можем Заметить Что Отсутствие Затмения В высоком Состоянии Это Просто Вызвано Тем Что У нас Нет Наблюдений Которые Покрывают Фазы Затмения Также Кривая Блеска В низком Состоянии Была Использована Для уточнения Периода Аминс Там Омбас Карла Для этого Объекта Получались Фотополиметрические Наблюдения На телескопе БТА В два Объект Тоже Менял Состояние В 2012 Году У него Поляризация Выше Также Мы Видим Здесь Антикорреляцию Блеска И Поляризации И Данные Полученные В 2012 Году Они Прокрывают Весь Период И мы Промоделировали Кривые Параметры Слокса Чтобы Строить Модель Акреции Здесь Используется Пустая Модель Поляра У нас Вещество Сначала Движется По Баллистической Тректории Достигает Области Старнации Где Западывается Магнитным Полем Белого Карлика Начало Области Старнации Характеризуется Углом Альфа Ее Продолжительность Дельта Альфа Магнитное Поле Белого Карлика Предполагалось Дипольным Здесь Есть Угол Наклона Диполя К Отношению Кассии Вращения И Долгота Магнитного Полюса Также Излучение Акреционных Пятен Характеризуется Параметром Легда Это Плазменный Параметр Здесь В основном Зависит От Геометрических Размеров Пятен Также Для Моделирования Нужно Сдать Магнитное Поле Температура Крекционных Пятен Но Это Было Найдено Ранее Наши Модели Хорошо Описывают Наблюдения И Несколько Лучших Решений Представлены На Слайде Также Данный Объект Наблюдался Обсерваторий SWIFT Для него Получена Телескопом Увод Ультрафиолетовая Кривая Блеска И Здесь На слайде Представлена Оптическая Кривая Блеска Мы Видим Что Они Коррелируют Между С собой Но Получена Кривая Блеска Она Достаточно Шумная Чтобы Сделать Какие-то Более Интересные Выводы Также Этот Объект Наблюдался Рентгенским Телескопом XRT Для него Температуру По этим Спектрам Описывая Чернотельную Моделью С поглощением И Тормозным Излучением С поглощением Для Описания Чернотельной Моделью У нас Получилась Такая Температура Мы считаем Что Не стоит Ей сильно Доверять А для Тормозного Излучения Температура У нас Не получилось Это Все Может быть Связано С тем Что Спектр Имеет Малое Накопление И Недостаточно Статистики Чтобы Хорошо Оценивать Температуру Но Мы можем Сделать Вывод О том Статистически Описание Моделью Тормозного Излучения Оно лучше Чем Чернотельное И мы можем Сделать Вывод Что В основном Все излучение Образуется В рационном Дне Так Оно Образуется Там Спасибо За внимание У меня вопрос Вот такой В чем преимущество Вертикального Представления Орбитальных Кривых Там первые Слайды Такие Динамические Спектры Горизонтальные Да Какой-то Смысл В этом Привычнее Было бы Мне даже Нет Вот Динамические Спектры Обычно Горизонтальные А вот Да Кривая блеска Она Обычно Да Горизонтальная Но вот Динамические Спектры Горизонтальные Я не видела Понятно Хорошо Вопросы Еще Думаю Вопросов Нет Тогда Про третий Поляр Расскажет Сусликов Михаил Викторович Здравствуйте Уважаемые коллеги Представляю Вашему вниманию Допад Который Посвящен Следованию Данной Магнитно-катаклизмической Переменной Поляр Если Вдруг кто забыл Это Катаклизмические Переменные С сильным Магнитным Полем В Процессе Сближения Тесной Пары Вторичная Компонента Заполняется Полость Рож Происходит Акреция По баллистической Траектории До некоторой Области Где Давление Магнитного Поля Начинает Доминировать Над гидродинамическим Давлением Акреционной Струи В результате Чего происходит Захват Вещества Которое Перетекая По магнитным Силовым Линям Выпадает На белой Карли Где На его Поехности Формируют Акреционную Колонну Которая Охлаждаясь Является Источником Тормозного Жесткого Рентгеновского Излучения А также Циклотронного Излучения В оптике Или в инфракрасной Области Данная Система Была Отождествлена Как катаклизмическая В работе Шмидта 2005 года С характерным Периодом 90 минут Дальнейшие Исследования Показали Фотометрическую Переменность В видимом Диапазоне А также Наличие Избытка Потока В инфракрасном Континууме Что указывало На наличие Коричневого Карлика Бознего Спектрального Класса А также Присутствовала Переменность В К Полосе Кривой Блеска Что Также Было Выдвинуто Предположение Что за это Ответственно Циклотронное Излучение Дальше Были получены Инфракрасные Спектры Вот в этой Работе Которые Подтвердили Наличие Коричневого Карлика Спектрального Класса А также Циклотронное Излучение В 2015 Году Были получены Кривые Блеска В среднем Инфракрасном Диапазоне На телескопе Спицер Где Была Достаточно Сильная Циклотронная Переменность Я их В дальнейшем Покажу И Наблюдение 2017 Года Работа В Ремиденовской Области Выявила Темпа Греции 10-14 Массы Солнца В год Однако Эта оценка По нашему мнению Я не Я не Я не Я не Я не Надежно Определить Параметры Системы И Восстановить Геометрию Магнитного Поля Что Для Большинства Поляров Сделать Как правило Невозможно Для Исследования Данной Системы Были Использованы Наблюдения Которые Получены На Телескопе РТД-150 Это Профотометрические Наблюдения В Полосе Б Системы Джонсона А также Были Получены Спектральные Наблюдения На Телескопе БТА С прибором Скорпи-1 Здесь Спектральные Наблюдения Были Получены Из Архива 2007 Года А также Пришлогодние Наблюдения В Сумме Получилось Порядка 37 Спектров Которые Полностью Покрывают Период Системы И Позволяют Ее Изучать Обработка Данных Была Выполнена В пакете Айров При этом Использовались Написанные Python Скрипты А также Применен Метод PPS Аптометрия Для Увеличения Соотношения Сигналов Шума Также Выполнена Оптимальная Экстракция Спектра Дополнительно Мы Использовали Данные Из Обзора АЗТФ Достаточно Продолжительные Временные Реды Которые Покрывают Больше Чем Трех Года Наблюдения Данной Системы Которые Мы Использовали Чтобы Уточнить Период Данной Системы И Более Того Мир Миссии Которые Вы Здесь Можете Видеть И Также Мы Использовали Инфракрасный Кривой Блеск Для Того Чтобы Построить Спектральное Распределение Энергии Для Определения Параметров Мы Использовали Метод Синтетической Афтометрии Который Предполагал Что У нас Будет Трехкомпонентная Модель Состоящая Из Модели Спектра Водородного Белого Карлика Спектра Немножко Поподробнее Оказывается Что При низких Темпах Аккреции В классическом Смысле Этого слова Аккреционная Колонна Не формируется То есть Там Нет Как такового Ударного Фронта И В таком Случа Авторами Было Показано Что Такие Параметры Как Температура И колонковая Плотность Могут Быть Параметризованы Параметров Локального Темпа Аккреции Магнитного Поля И Масса Белого Карлика И Вот В докторской Диссертации Кэмпбелла Был выдвинут Такой критерий Выполнения Данного Режима Который Для нашей Системы Выполняется И И Используя Аналитическую Зависимость Температурного Профиля От Глубины Аккреционного Пятна Можно Получить Следующие Зависимости Которые Дальнейшим Можно Использовать Для того Чтобы Решить Уравнение Переноса То есть В данном Случае Оно Выглядит Несколько Сложнее Но Все равно Относительно Простое Здесь У нас Также Идет Разделение На обыкновенную Необыкновенную Моду И Суммарная Интенсивность Будет складываться Просто как Сумма Данных Мод Вот Здесь Представлены Графики Теоретические Которые Показывают Что Нижний Левый График Показывает Что При изменении Величины Магнитного Поля У нас Положение Гармоник Будет Смещаться Соответственно С увеличенным Магнитного Поля А на правых Мы можем Видеть Что По большей части Меняется Интенсивность И немножко Меняется Форма Профиля В зависимости От изменения Массы Белого Карлика И локального Темпа Акреции Таким образом Мы получили Спектральное Поделение Энергии В достаточно Широком Спектральном Диапазоне То есть Синие Точки Это у нас Ультрафиолет А бордовые Точки Это у нас Средний ИК То есть Здесь у нас Выполнялось Описание Тремя Компонентами То есть Это вот В ультрафиолет В оптической Области Это спектр Белого Карлика Вот здесь Внизу Таким Пунктир Точкой Представлен Спектр Коричневого Карлика Класса Л7 И вот этот Вот Горб Можно так Сказать Он Как раз Является За него Ответственный Источник Циклатронного Излучения На основе Описания Мы определили Параметры По модельным Спектрам Такие как Температура Компонент Классивная Температура Логарифм G И на основе Известного Расстояния По гая Мы определили Радиусы Также мы Попробовали Определить Массу С белым Карликом Тут все Более-менее Понятно То есть Есть аналитическая Зависимость Массы Радиус Для них А вот С коричневым Карликом Ситуация Такая Вот здесь На левом Графике Вы можете Видеть Красная Кривая Это решение В случае Если у нас Вторичная Компонента Заполняет Свою полость Роша А черная 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 Крива Это Аналитическая Зависимость Массы Радиуса Для Вторичных Компонент Для Немагнитных Катаблизмических Переменных Вот И вроде Как Можно было Сказать Что тут Пересечение В районе Восьми сотых Масс Солнца Но тогда Это уже Не коричневый Карлик А это Красный Карлик Что Не соответствует Спектрам А в более Маломассивной Области Мы видим Что тут Какого-то Однозначного Решения Получить Не удается Ну и Нам ничего Не остается Просто Как По Радиусу Который Был Определен С предыдущего Слайда Просто Сказать Что Масса Она В районе Шести Сотых Масс Солнца Ну и Что тут Достаточно Важно Это то Что мы При помощи Этого Метода Смогли Оценить Темп Акреции То есть Если нам Известен Локальный Темп Акреции Размер 15 То мы Можем Его Пересчитать В Полный Темп Акреции Который Составляет 3 на 10 Минус 13 Масс Солнца В год И в то же Время Из таких Соображений Что если У нас Светимость Акреции Будет Приближенно Складываться Из суммы Рентгеновской Светимости А также Светимости За счет Циклатронного Излучения То при помощи Такой Тривиальной формулы Можно тоже Получить Такое значение И в принципе Они достаточно Близки Далее Спектальные Особенности Так выглядит Спектр То есть Мы по сути Видим Спектр Белого Карлика В данной Системе В оптической Области Здесь Что сразу Бросается В глаза Это Это Широкие Линии Которые Являются Результатом Зимаевского Расщепления Для линии Аш Бета И линия Альфа И более того Сюда Накладывается Слабая Эмиссия Аш Альфа И наиболее Нагрядно Это Можно Видеть На динамических Спектрах Вот То есть Слева Тут Как у нас Изменяется Положение Вот этих Зимановских Компонент В течение Периода В области Линии Аш Бета Слева И посередине Тут Область Линии Аш Альфа То есть Есть Темные Области Это абсорбция А яркая Область Это как раз Накладывающаяся Эмиссия И изменение Положения Этих Компонент Происходит Из-за того Что изменяется Конфигурация Магнитного поля По отношению К наблюдателю Ну и мы Конечно Попробовали Построить Криву Лучевых Скоростей По этой Эмиссии Для этого Мы Довольно Деликатно Попытались Убрать Эту Абсорбционную Подложку Чего у нас Получилась Следующая Картина То есть Красные Точки Это То что Соответствует Области Перезвучения На коричневом Карлике А черные Точки Они Как более Скоростные Мы Предполагаем Что они Принадлежат Струевой Компоненте И Мы Попробовали Также Наложить Ограничения На Угол Наклона Орбиты Поскольку Данная Система Не является Затменной Мы Провели Такие Крайние Кривые И Также Учли Что Мы Не знаем Точно Положение Вот этого Источника Перезвучения На вторичной Компоненте Он где-то Между Точкой Лагранжа Находится И Условно Говоря Над Центром Масс Вторичный Компонент Ну и Вот У нас Получились Такие Ограничения От 50 До 80 Градусов Также У нас Были Фотометрические Наблюдения В оптической Области Полученные Телескопы РДТ И Мы Используем Для того Чтобы Правильно Интерпретировать Излучение В данном Случае Пятна То есть На фазе 1 Где у Нас Достигается Максимум На кривой Блеска Это У нас Соответствует Случа Когда Вторичная Компонента На луче зрения Расположена Ближе К наблюдателю По сравнению С белым Карликом И Отсюда Можно Сделать Вывод Что Аккориционное Пятно На поверхности Белого Карлика Обращено В сторону Вторичной Компоненты Несмотря На то Что Спектр Который Мы получали Низкого Разрешения Мы Все-таки Решили Попробовать Выполнить Доплирусскую Томографию В двух Проекциях Стандартно Inside Более Наглядно На мой взгляд Является Inside Проекция Здесь Нанесен Контур Вторичных Компоненты Присутствует Баллистическая Траектория И Вот Здесь Как мы Предполагаем Находится Область Стагнации В которой Излучает Вещество Там Она Захватывается И Выпадает Где-то Здесь На поверхности Белого Карлика И В данной Системе Магнитное Поле Да Мы Исследовали Магнитное Поле Данной Системы По Измерению Положения Смещения Зимановских Компонент То есть Такой же Метод Какой Был Предложен В работе Два Доклада Назад Получается И На его Основе Мы Получили Кривое Изменение Магнитного Поля Которое Мы Промоделировали В рамках Модели Белого Калика Со Смещенным Диполем В данном Случае Имеется Некоторая Неопределенность В параметрах Но тем не менее Мы Решили Взять Какой-то Адекватный Набор Для того Чтобы Восстановить Конфигурацию Системы То есть Так она Будет Выглядеть Если у нас Такой набор Параметров Слева На фазе 0 Рисунок Слева И на фазе 0.25 Справа А также Вот как Выглядят Инфракрасные Кривые Блеска То есть Слева Это Ближний Инфракрасный Диапазон Йоташка А справа Это Спицеровские Кривые Блеска То есть Такое Достаточно Значительное Изменение Блеска Оно Как раз Характеризуется Клатронное Излучение Ну и конечно У нас Появилось Большое Желание Выполнить Моделирование Но мы Сделали Это Только Для Йоташка Кривых Блеска То есть Мы Наносили Пятно На поверхность Белого Карлика Интегрировали Его Развивали По частям Конечно Получили Некоторое Описание Но Как бы Где Параметры Которые Здесь Получились Они Лично У меня Не вызывают Большого Доверия И Понятно Что Для того Чтобы Дальнейшем Одновременно Моделировать И то и другое Необходимо Более Сложная Более Сложная Структура Пятна То есть Например Неоднородность По локальному Темпу Креции То есть Если у нас Центр Пятна Будет Падать Больше Вещества То и Локальная Темпу Креция Будет Больше Чем По сравнению На Периферии Ну и Конечно Магитное Поле Здесь Представлены Полученные Результаты В данной Работе Поэтому У меня На этом Все Спасибо За внимание Так Коллеги Вопросы Вопросов Не вижу Спасибо Еще раз Всем докладчикам Сейчас Перерыв До 17 И 15 И доклад У нас После перерыва Дистанционный Докладчик готов Старицын Евгений Игоревич Образование Быстро Вращающихся Бе-звезд В массивных Тесных Двойных Системах 15 минут Добрый День В начале Доклада Кратко Напомню К классическим Бе-звездам Относят Звезды Спектральных Классов ОБА У которых Наблюдается Или Ранее Наблюдалась Эмиссия Бальмировских Линиях Водорода Эти звезды Не являются Сферогигантами И обладают Быстрым Вращением В частности Скорости Вращения Бе-звезд Раннего Спектрального Подкласса Находится В пределах От 40-60% Кетлеровского Значения До 90-100% Вопрос Происхождения Быстрого Вращения Бе-звезд До сих пор Не имеет Окончательного Ответа Один из Каналов Может быть Даже Наиболее Вероятный Получить Звезде Быстрое Вращение Это Обмен Массой В двойной Системе Мы Рассмотрели Реакцию Акретора На поступление Момента Импульса В процессе Обмена Веществом В двойной Системе Состояние Вращения Акретора Исследовано В зависимости От количества Момента Импульса Поступающего В акретор Наблюдения Двойных систем Находящихся В процессе Обмена Веществом Относятся В основном К алголям Эти наблюдения А также Расчеты Перетекания Вещества В двойных Системах Свидетельствует О наличии Акреционного Диска Вокруг Акрецирующей Звезды Движение Вещества На границе Звезды И диска Рассмотрел В свое время Починский В начале Обмена Веществом Акретор Вращается Медленнее Чем внутренний Край Тиска Значит Здесь Показана Скорость В диске А скорость Вращения Акретора Отмечена Звездочкой Но соответственно На границе Звезды Акретора Образуется Узкий Пограничный Слой В котором Скорость Вращения Акрецируемого Вещества Должна Уменьшаться От максимального Значения В диске До значения На поверхности Звезды Это возможно Если момент Импульса Отводится От внутреннего Края Диска Ну например Если турбулентность Переносит момент Импульса В верхний слой Акретора Но в таком случае Момент Импульса Поступает В акретор По двум каналам Один канал Это присоединение Вещества С такой же Скоростью Вращения Как у поверхности Акретора А второй канал Это перенос Момента Импульса Из пограничного Слоя Турбулентностью Ну или каким-то Другим Процессом Скорость Поступления Момента Импульса В акретор По этому Второму Каналу Определяется Разностью Между угловыми Скоростями Вращения Максимальной Скоростью Вращения В диске И скоростью Вращения Поверхности Звезды В начале Обмена Веществом Именно этот Канал Является Основным Поставщиком Момента Импульса В акретор Пограничный Слой Остается Предметом Излучения Изучения В наши Дни Вращение Вещества В пограничном Слое Представляет Из себя Сверхзвуковое Сдвиговое Течение В этом Течении Генерируются Акустические Волны И волны Могут Переносить Момент Импульса Из пограничного Слоя Как в верхнюю Часть акретора Так и В верхнюю Часть диска Но в этом Случае Момент Импульса Поступающий В акретор Соответственно Меньше Мы Рассмотрели Два Определенных Случа Эффективности Переноса Момента Импульса Из пограничного Слоя В акретор В одном Случа Весь Момент Импульса Переносится Поступает В акретор А в другом Случа Момент Импульса Из пограничного Слоя В акретор Не поступает Ну Далее Если Поверхность Акретора Имеет Скорость вращения, скорость вращения, угловая скорость в диске монотонно убивает с удалением от звезды. Ну и как показал Починский, в этом случае потоки массы и момента импульса в диске разнонаправлены, момент импульса отводится от звезды, а поток вещества направлен к звезде. Поэтому звезда может аккрецировать массу. Позже бесноватый Коган подправил этот результат, показав, что увеличение массы аккретора может происходить с увеличением его момента импульса, так что поверхностная скорость вращения аккретора все время остается критической. Для некоторых алголий удалось измерить скорость вращения вещества в диске и оказалось, что для целого ряда систем скорость вращения в диске меньше кеплеровского значения. Расчеты гидродинамики перетекания вещества, выполненные специально для этих систем, также показали образование диска с докеплеровскими скоростями. Для того, чтобы учесть возможность аккреции вещества с докеплеровским моментом импульса, мы рассмотрели четыре варианта максимальной скорости вращения в диске 80%, 60%, 40% и 20% от кеплеровского значения. Кеплеровское значение определяется на экваторе звезды. Ну и так, рассмотрен обмен веществом в системе вот с такими параметрами. Донор в тепловой шкале времени теряет примерно 10,5 солнечных масс, из которых половина теряется из системы, другая половина выпадает на аккретор. По окончании обмена веществом система приобретает вот такие параметры. Мы рассмотрели аккрецию с постоянным темпом, равным среднему значению. Вращение аккретора предполагается слоистым, то есть каждая поверхность постоянного давления вращается твердотельно. Разные поверхности постоянного давления в лучистых слоях звезды могут иметь разные скорости вращения. Конвективный ядро вращается твердотельно. Перенос момента импульса в недрах аккретора осуществляет меридиональная циркуляция и сдвигывает турбулентность. Уравнение переноса момента импульса это, как обычно, фей-компонента уравнения в режиме в велической системе координат. Скорость меридиональной циркуляции У определяется из закона сохранения энергии. Эти уравнения решаются совместно с уравнениями строения звезды. Вот так, результаты. Рассмотрим в начале случай, когда перенос... В случае эффективного переноса момента импульса из пограничного слоя в верхний слой аккретора. Поток момента импульса на границе звезды примерно на 5 порядков больше характерных значений потоков момента импульса в недрах одиночных звезд. В результате поступления момента импульса в подповерхностном слое аккретора образуются ячейки меридиональной циркуляции, в которой циркуляция переносит момент импульса от поверхности аккретора во внутренние слои звезды. Скорость меридиональной циркуляции примерно на 5 порядков больше, чем в одиночных звездах. Ну и, соответственно, характерное время переноса момента импульса в этой ячейке совпадает с продолжительностью обмена веществом в двойной системе. На начальных этапах аккреции, то есть в начале обмена веществом, угловая скорость вращения в верхней части этой ячейки имеет практически постоянное значение и резко уменьшается до исходных значений вблизи дна этой ячейки. Поэтому вклад турбулентности в перенос момента импульса вблизи дна ячейки больше, чем вклад региональной циркуляции. Масса вещества в этой ячейке увеличивается, так как дно ячейки опускается внутрь звезды, а к поверхности добавляется новое вещество. Скорость вращения поверхности аккретора увеличивается до критического значения, после того, как его масса возрастает всего на 6%. Здесь показано распределение угловой скорости вращения у недрого аккретора в этот момент времени. На стадии критического вращения масса аккретора увеличивается еще на 44%. В аккрецированном веществе образуется еще одна ячейка меридиональной циркуляции, и в этой ячейке циркуляция выносит часть момента импульса аккрецированного вещества к поверхности звезды. Но предполагается, что эта часть момента импульса отводится далее от звезды диском, как это описано в Пачинске и Весноватого Когана. В результате момент импульса аккрецированных слоев уменьшается, и они сжимаются, как это обычно происходит при аккреции. В той ячейке циркуляции, которая образовалась в начале обмена массой, продолжается процесс переноса момента импульса в внутренние слои звезды. Дно этой ячейки добирается, опускается до конвективного ядра, и после этого момент импульса аккрецированного вещества начинает поступать в конвективное ядро. Здесь показано, как меняется момент импульса аккретора с увеличением его массы за время аккреции. Штриховая линия показывает количество момента импульса, поступившего в аккретор. Разница – это, соответственно, та часть момента импульса, которую циркуляция переносит к поверхности аккретора. Всего за время аккреции в аккретор поступило примерно такое количество момента импульса. Примерно 10% от этой величины циркуляция перенесла ту часть звезды, которая составляла звезду изначально. Порядка 30% осталось в аккрецированном веществе, ну и порядка 60% циркуляция перенесла к поверхности аккретора, и эта часть момента импульса была аккретором потеряна. Таким образом, существенная роль меридиональной циркуляции заключается в выносе, скажем так, на лишнего момента импульса к поверхности звезды с дальнейшей потерей этого момента импульса. Без такой потери увеличение массы и момента импульса аккретора было бы невозможно. Далее рассмотрим случай, когда момент импульса из пограничного слоя в аккретор не поступает. В начале обмена веществом скорость вращения поверхности аккретора и аккрецируемого вещества совпадает, значит скорость поступления момента импульса в аккретор небольшая, поэтому момент импульса медленно увеличивается с массой аккретора. Тем не менее, и в том случае, когда максимальная скорость вращения в диске ограничена 80%, и в том случае, когда максимальная скорость вращения в диске ограничена 60%, скорость вращения поверхности аккретора увеличивается до критического значения. Это происходит тем позже, чем меньше скорость поступления момента импульса в акретор. Общая картина переноса момента импульса в недрах акретора такая же. Масса акретора по окончании обмена веществом получается примерно такой же. Отличие состоит в том, что в акретор поступает меньшее количество момента импульса и соответственно меридиональной циркуляции выносит поверхности акретора на то же меньшее количество момента импульса. То есть, меридиональная циркуляция выполняет роль регулятора, который определяет момент импульса продукта обмена в двойной системе. В случае, когда максимальная скорость вращения в диске ограничена 40%, весь момент импульса, поступивший в акретор вместе с веществом, в акреторе остается. Скорость вращения поверхности акретора все время меньше критического значения и лишь приближается к нему к концу стадии обмена веществом в двойной системе. Момент импульса акретора получается примерно таким же, как в предыдущих случаях. Ну и когда максимальная скорость вращения вещества в диске ограничена 20% от кеплеровского значения, момент импульса акретора получается значительно меньше. Здесь показано распределение угловой скорости вращения в недрах акретора сразу после окончания обмена веществом в двойной системе. Постояние вращения акретора практически не зависит от эффективности переноса момента импульса из пограничного слоя, а также от содержания момента импульса в акрецируемом веществе, если это содержание превосходит примерно половину кеплеровского значения. Одиночная звезда с такой же массой и моментом импульса, как у акретора сразу после окончания обмена веществом, такая одиночная звезда имеет критическое вращение на протяжении всей стадии главной последовательности. Соответственно, акретор сразу после окончания обмена веществом получает вращение типичное для звезд типа БЕ. Ну вот здесь приведено заключение. Спасибо за внимание. Спасибо. Там вопрос был от Павла Кригородова. Павел. Да, здравствуйте. За счет чего может быть скорость вращения диска до кеплеровской? Почему диск не падает и не становится кеплеровским? Я привел данные наблюдений, поэтому и на них опираюсь. Что происходит в диске, это несколько иной вопрос. Меня интересует, что происходит в акреторе. И как я показал, то, что происходит в акреторе, не очень сильно зависит от того, что происходит в диске. А вы уверены, что это точно диск? То есть не может ли это быть, например, удар из струи, может быть, касательный по поверхности звезды без диска? Нет, это работы, они серьезные, в них все исследовалось. Струя это, удар это или диск? Это диск. Ну, этот диск, он может быть, существует какое-то время. То есть это не вечный диск, да, кеплеровский. Он может быть, время ничем не ограничено для существования кеплеровского диска. Павел, ну тут просто понятный ответ на наблюдательные данные опирались. Все. Да, да, да. Еще у нас вопрос. Простите, я просто не понял. Я всегда считал, что у БЕ звезд декреационный диск. А сейчас речь идет, или это наступает после того, как вы звезду раскрутите? Да, после того, как звезда раскручена, уже вот последние моменты обмена веществом, когда он заканчивается, звезда сжимается и уже начинает сбрасывать вещество, значит, потому что при сжатии же скорость кеплеровская, если сжимается вещество, скорость становится больше кеплеровской. Вот вещество. Все понятно. Спасибо. Спасибо, спасибо. Ну, пожалуйста. Спасибо. Так, коллеги, переходим к следующему докладу, последнему на сегодня. Николаева Евгения Александровна. Революция экваториального диска БЕ звезды в двойной массивной рентгеновской системе. Здравствуйте. Спасибо всем оставшимся на последний доклад. Спасибо. Спасибо Аркомитету за возможность выступить. И я хотела рассказать об экваториальном диске БЕ звезде ИГР-21343. Источник был открыт, как понятно, из названия обсерватория Интеграл еще в далеком 2022 году. Здесь я перечислила, но будет, наверное, здесь понятнее, что происходило в рентгеновском диапазоне с этой системой. Вот поток достаточно небольшой. Вот здесь у нас список этих потоков. Все данные, которые есть по рентгену на данный момент. ArtXC 6 декабря 2020 года увидел поверчание несколько раз этой системы. Вот эта точка. Это ArtXC. ArtXC, SRG наблюдал ее четыре раза. За четыре обзора, получается. И вот в один момент было такое пурчание. После этого 7 декабря попробовали посмотреть, что там происходит, потому что ожидали, что будет вспышка. Но это не произошло. Опять зафиксировали такой низкий поток. Достаточно. А также в этой системе по рентгену известно, что обнаружены осцилляции. Значит, с периодом 320 секунд, значит, релятивистский объект – это нейтронная звезда. Хорошо. Обнаружили оптическое перечисление, сделали в 2008 году в работе Бекмайева и других. И выяснили, что линия водорода уже линия гелия, поэтому есть эмиссионные линии от диска, от эпитериального диска. Более точно провести моделирование, но я попозже скажу все-таки, насколько можно этому моделированию верить, Рейк и Зезос в 2014 году, когда они думали, что диск отсутствует. Так, в 2007 года, после отождествления объекта, в 2022, 16 лет наблюдения, я, наверное, имела в виду, были выполнены наблюдения всего 135 ночей. На приборе ТФОСК – это прибор мерно-спектрального разрешения, 2,5 экстрема. Да, вот не видно, что было. Спектральная экспозиция. Так как объект достаточно слабый, около 400 метров мельчины, то наблюдение спектра копили 20-30 минут и затем суммировали за ночь, если там не было какой-то переменности. И вот, что происходило здесь. Видно? Вот эта точка 2005 года, когда объект еще не был отождествлен, поэтому просто было поле в районе источника, снималось, и потом мы уже узнали, какая звездочка там является нашим объектом. Так, показывать мышку я могу. Вот, да, 2005 год, вот это 2014 год. Примерно одинаковая здесь, одинаковый блеск, 13,67. Это максимальная яркость, которая была у этого объекта, который мы видели. С 2005, вот в 2007 начались сферторальные наблюдения, и здесь я показываю светом, да, какие изменения происходили в линии H-альфа. Вот здесь не видно эмиссионные линии, здесь потом они постепенно возрастают. Вот это четвертое наблюдение, минимум блеска соответствует вот таким шикарным эмиссионным крыльям. Здесь левый пик у нас превалирует. Затем в районе 2013 года произошло, ну, похоже, неполное разрушение экваториального диска, и система вернулась вот в эту опять яркость. Вот в 2014 году мы видим интересный спектр. Линии широкие, эмиссионных линий не видно, но вот в серединке что-то как будто бы есть, линии недостаточно глубокие. Затем опять фотометрически система слабела, опять эмиссионные компоненты росли, но теперь был уже максимальным тут правый пик, красный пик. И вот начиная вот в последние годы здесь уже нет таких каких-то... Это яркости нет, опять эмиссионный диск везде присутствует, вот такие интересные профили типа подсигна. Как же это можно теперь... Это была наглядная часть, что же тут можно было извлечь из этих спектров. Вообще про Бе-звезды. Хотела сказать, какие там есть переменности фотометрические. Нерадиальные пульсации, они происходят с периодом до двух дней. Квази-периодические осцилляции в период от дней до месяцев. И мы претендуем на изучение уже долговременной переменности, годы десятилетия, которые связаны с диском. Возникновение диска, исчезновение диска или волны плотности проходят по диску. Как... Так, вернуться. Да, я не могу. Как в этом случае, вот между этим спектром, где максимальный левый пик, и вот этим спектром, где максимальный правый пик, прошло 9,5 лет. То есть вот эти изменения, они связаны с проходящим по диску вот этими волными плотностями. И их масштаб времени порядка 10 лет в несколько сот раз превышает время кеплеровского обращения вокруг звезды материала диска. Так, это такой типичный вид, как выглядит линия H-альфа наших спектров. И мы какие делаем измерения. Мы вписали в левый-правый пик гусяны, чтобы найти интенсивность от континуума, положение этого максимума и измерили квадриальную ширину всей линии. Так как уровень континуума сильно влияет на вот эти параметры интенсивности пиков, положение пиков в меньшей степени, то мы провели континуум несколько раз, чтобы посчитать среднее, найти ошибку средней. Провели 10 раз. Затем профиль линии соответствует так называемым шеф-звездам, звезд с оболочкой. Видимо, так это переводится. И есть критерии для того, чтобы отнести звезды к этому типу. Это ФП, это полусумма интенсивности синего и красного пиков. И она делится на интенсивность центральной абсорбции у этой линии Ашальфа. И если в какой-то момент, совсем не обязательно всегда, у нас диск не всегда присутствует, не всегда он такой ярко выраженный, если этот критерий, это отношение в какой-то момент будет больше полутора, значит система у нас видна с ребра и это вот оболочная звезда. Для того, чтобы понять, как уже предыдущий докладчик говорил, как развиваются эти системы, как развивается диск, материал диска отрывается из обыскового расширения от звезды и начинает оборачиваться вокруг звезды, формируя диск. Но вот под какому закону это будет происходить, тоже можно определить, изучив закон вращения диска. Для этого нужно построить зависимость, расстояние между пиками, деленное на скорость вращения звезды, удвоенно, и взять от этого логарифм. Вот здесь у меня по оси y это величина. А по оси x эквивалентна ширина линейного шальфа. С обратным знаком, так как она отрицательная. Вот. И по этой зависимости, если ее аппроксимировать, можно извлечь два параметра, a и b. И параметр a связан с величиной j. j это вот эта степень, характеризующая, по какому же закону у нас диск вращается. В случае кеплеровского диска j равен 1 и 2. Хорошо, постараюсь. Так как у нас не очень много точек, эту линию очень надежно провести не получается. Вот я здесь привела примеры из статей, где точек большое количество, и надежно проводится прямая, и статистически у оба звезд все-таки кеплеровский диск. Но вот у этой системы получились близкое значение к нашему. Вот тоже, если у меня a 0,1, j будет 0,2. Вот здесь тоже порядка 0,2. Поэтому все-таки статистически и как-то физически, скорее всего, диск кеплеровский. Но я на всякий случай все-таки сделала два варианта и для нашего законобращения, и для кеплеровского диска тоже. Вот здесь еще раз я привожу фотометру, как диск растет. Диск, так как мы видим систему сребра, диск закрывает звезду, и поэтому блеск общей системы уменьшается. Вот диск уменьшается, радиус растет. А этот график – это отношение синего пика к красному. И логарифм от этой величины. Как я говорила, что период этой переменности порядка 10 лет. У нас здесь 16 лет, и мы за 16 лет увидим пока только вот такой тренд уменьшения. Хорошо. И вот для случая кеплеровского диска принципиально ничего не изменяется. То есть вид такой же. Изменяется немножко величина. Радиус диска в радиусе звезда. И вот я упоминала про 2014 год и сравнила спектр Рейга. Они опубликовали статью и промоделировали звезду, когда не было диска, как они считают. Вот их спектр синенький. И за 2014 год мы видим, что наш спектр шире, но в серединке у нас как будто все равно что-то есть, линия подрезанная. Поэтому наш спектр тоже, наверное, не имеет смысла моделировать, потому что здесь явно к спектру звезды все-таки что-то еще подмешивается. Но так как линии у Рейга, у них тоже недостаточно широкие, линии может быть шире, то здесь все-таки тоже, похоже, есть вклад диска. Вклад диск есть всегда. Даже в статье, посвященном рентгену, они об этом тоже говорили, что диск, похоже, есть всегда, потому что рентгеновский поток, описать вот этот рентгеновский спектр им удается только, если они считают, что диск тоже есть. И вот просто моя попытка посмотреть, потому что все равно интересно, спектр есть, попробовать, что же там происходит, если допустить, что все-таки это только спектр звезды. Температура примерно такая же, как у Рейга Зелса, алгоритм уже немножко другой. Было интересно поискать переменность фотометрическую у ФАН уже таким более плотным рядам, но тоже здесь ничего интересного найти не удалось. Ну вот, наверное, это место. Спасибо. Отлично, коллеги, вопросы. Рук или лесрук, Александр Васильевич? Вот тут коррентка, пожалуйста. Спасибо за доклад. Правильно ли я понимаю, что вы утверждаете, что быстро вращающая звезда теряет вещество, и это вещество образует декреационный диск. Звезда имеет избыток момента. У избытка момента я вижу две причины. Первый, как в предыдущем докладе, аккреция предшествующая. И вторую причину, это в ходе эволюции ядро звезды сжимается. И при наличии хорошей связи переноса углового момента оболочка будет раскручиваться. Я обращаю ваше внимание на то, я видел на днях работу, в которой утверждают, что все бои звезды на верхней границе главной последовательности, что как раз в пользу второй точки зрения, что диффузия из ядра момента. У вас кеплеровский диск. У меня кеплеровский. Я думаю, что кеплеровский диск. Спасибо. Декреационный. Я думаю, декреационный. Декреационный. Вещи, с чего бы я здесь видеть. Что вы сказали? Я бы это померял. Он не понимает, не знает. Он не окрец, Вердик. Жень вам рассказывал про то, откуда берете главу момента. Из-за окреца. И в этот момент может возникнуть под эволюцией. Время лет 50 лет. Сергей, это ваш вопрос был или у вас еще вопрос? Вот это как раз было. Ага, все. Пожалуйста. Только надо выходить туда. Скажите, вот вы упоминали о долгопериодической переменности, которая длится 10 и более лет. А она проявляется ли в рентгеновском диапазоне излучения? В рентгене я показывала, какое у нас малое количество точек, чтобы там изучить какую-то переменность на 10 лет, когда там очень мало измерений нет. Пока невозможно. Пока не было. Там что-то было. Самую прямую можно провести. Там что-то было, да. Ну, в принципе, да. Так, коллеги, еще вопросы? Все. Благодарим всех докладчиков сегодня. Спасибо. 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 Продолжение следует...